О, ребята, ну что говорить, что говорить, ведь мы же говорим где-то о 70-х годах, вот и я пишу, идёшь, как обычно, куда-то, ну не дай бог, чтобы связать с сегодняшним днём, мы же тоже понимаем, что сегодня тоже творится, это такая тяжёлая, такая тяжёлая, жуткая жизнь, которая сегодня. Та жизнь была плохая, эта жизнь очень тяжёлая. Вот в этом весь ужас, что мы никак не можем, мы то рано, то поздно, то рано, то поздно, никак вовремя не, то будущее, то прошлое, никак в настоящее, не можем попасть в настоящее, не можем никак, все нам говорят, будет, 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 и вот эти ребята все на рельсах, и зарплата нет, и всё это, вот, а ведь с этой жизни, какая бы она ни была, она всё-таки свободная, Как не жалко мне всех остальных. Но это же свободное. А вот это какая была. Внимание, читаю. Идешь, как обычно, куда-то. Лицо, как обычно, смотрит вперед. Вы ходили так, да? Лицо, как обычно, смотрит вперед, вдруг сзади. Продолжать движение. Я продолжаю. Так и идите. Я так и иду. Взять правей. Беру, возьму. Не разговаривать. Молчу. Стоять, не оглядываться. Стою, не оглядываюсь. Пропускаюсь слева, что там сзади. Не оглядываться. Не оглядываюсь. Все, свободны. Идешь, как обычно, куда-то. Лицо, как обычно, смотрит вперед. Затылок ничего не подозревает. Все. Отношения с родным пролетарским государством, оно и сейчас так же складывается. Очень изощренно. Пролетариат воевал с милицией, крестьянство с райкомми, интеллигенция с НКВД. Средние слои СОБХС. Так и наловчились, не поворачиваться спиной. Не поворачиваться спиной воспользуются. Только лицом. Деньги в кальсонах, справки в радикюле, дверь на цепочке, жучки, проволочки, булавки. Мы отвернемся, они нас. Они отвернутся, мы их. В счетчик булавки, в спиртопровод штуцер, в цистерну шланг, и качаем, озабоченно глядя по сторонам. Все, что течет, выпьем обязательно. Практика показала, чаще всего бьет в голову. Руки ходят непрерывно, ощупывая, отвинчивая. Крутится, отвинтим. Потечет, наберем. Отламывается, отломаем. И ночью при стоячем счетчике рассмотрим. Государство все, что можно забирает у нас, мы у государства. Оно родное, и мы родные. И у него, и у нас уже вроде ничего нет. Ну там военное кое-что. Так вот антенну параболическую на Дальнем Востоке, уникальную. Кто-то отвернулся, и нет ее. По сараем, по парникам. Грузовик экипаж бросил, утром один остов. Пираньи. Автобусы все на огородах. Ходовые рубки от крейсеров на огородах. И государство не дремлет. Отошел от магазина на пять метров, там цены повысились. Газеты вдвое, бензин двое, такси вдвое, колбаса вчетверо. А нам хоть бы что. Мировое сообщество дико удивляется. Повышение цен на нас никакого заметного влияния не имеет. То есть, забастовки у нас бывают только по национальным вопросам. Как же они своих-то, наших-то, наши за что? Этого от своих не ожидали. От государства каждую секунду. Всегда готов. Дорожание, повышение, урезание талоны. Это оно нас. Цикл прошел, теперь мы его ищем. А, нашли. Бензин у самосвалов, переписки у прорабов, хлеб на полях, рыбу у ГЭС, качаем, рыбу у ГЭС, там, знаете, ловят. Качаем, озабочены, глядя по сторонам. Так что и у нас, и у государства результаты нулевые. Кроме, конечно, моральных. Нравственность упала и у государства, и у нас. Надо дать должное государству, оно первое засуетилось. Ну, мол, сколько можно, ребята? Мол, мы тоже, конечно, не по-человечески живем. А народ чего? Он полностью привык, приспособился, нашел свое место, научился, говорит, что нужно, приходит, куда надо, и отвинчивает, отворачивает, руками, нумаями, зубами, преданно глядя государству в глаза. У нас государство, рабочих и христиан, говорит государство. А как же отвечает народ? Естественно. И отвинчивает, откручивает, отворачивает. Все, что государственное, то твое, говорит государство. А как же, шепчет народ? Это так естественно. И отвинчивает, откручивает, отламывает. Никто тебе не обеспечит такую старость и детство, как государство. Никто влюбляется в народ. Это же надо действительно. И что-то сзади делает, что-то сделает Только в государственных больницах тебя и встретят И положат, и вылечат Только там соглашается народ Только там И что-то сзади руками делает То ли лечит сам себя То ли что-то обхаживает Только в государственных столовых Как нигде тебя накормят, напоят Как нигде кивает народ И сворачивает за угол с мешками Куда же ты, спрашивает государство Через свою милицию Да тут недалеко. Не поняло. Да рядом не отвлекайтесь, у вас же дела. Вон международное положение, не беспокойтесь, мы тут сами. Что значит сами? Что значит сами? Анархия? У нас же народовластие. Нечего шастать кто куда хочет. Да не беспокойтесь тут буквально на секундочку. Да куда, куда? Да никуда, ну, господи боже мой. А что в мешках? Где? Да вот. Что? Ну, в мешках что? Вот в этих что ли? Ну, в этих, в этих. Вот вы, я не знаю, я же хотел через минуту назад. Ну, иди, вернулся. Ты вернулся, а тут не урожай. Что ты, ты смотри. Что, это тебя не волнует? Почему? Волнует. А что же такой спокойный? Да это у меня вид такой. Так тебе же кушать нечего будет. Что вы говорите? Ты смотри. Ты что, совсем равнодушный? Почему? Не знаю, но тебя уже совсем ничего не волнует. Почему волнует? Ты смотри. Мы пролетарское государство. Ну да. А ты пролетариат. Ну, конечно, кто же еще? Вот это твоя родная власть. Конечно, конечно, все может быть. Естественно, да. Диктатура, это твоя. Ты это понял? Ну? Так это ж по твоему желанию. Реки перегораживаются, каналы строятся, заводы, пестициды. Ну? Ты же того хотел. Когда? Что ты прикидываешь? Ты же всего этого хотел. Ну, хотел, конечно. Дозвольте на минуточку. Мне бы только поесть. Да что вы все об одном и том же. Ну, глупо, ваше сельство. Не смей. Я твое родное пролетарское государство. Отвечай, как положено. Служусь, гражданин начальник. Что с тебя взять? Только знай. Ты всего этого хотел. Ясно? Ясно. Хотел. Ясно, гражданин начальник. И государство посмотрело на народ, а народ робко глянул на государство. Нам друг без друга нельзя, сказала государство. Почему? Сказал народ. Нельзя, нельзя. Ну, ладно. Нельзя, я сказала. Ну, ладно. Что ты хочешь сказать? Говори. Да вот мне диктатуры поменьше. Так это же твоя диктатура. Ну, моя, конечно. А можно ее поменьше? Как же поменьше? А враги? Какие? Ну, разные. Внешние, внутренние. Ты что, их не видишь? Ну, если вы говорите. Что значит, если я говорю? Ты что, сам не видишь? А друзья? Ты что, их не видишь? Врагов надо донимать. Друзей надо кормить. Ты что, не понимаешь? И это что, все время, что ли? Конечно, все время. Иначе все разбегутся. Ну, в общем, иди корми друзей. Врагами я само займусь. И чтоб все понимал. А то стыд. Ни одного государства, такого бестолкового народа нет. Иди уж. И народы и государства пошли, каждый по своим делам. Упорно думал о куске колбасы, что вокруг него стали собираться собаки. Вот это тоже. Он на фотографии с таким длинным носом, что плохо альбом закрывался. Ага. Вот это тоже ничего. Сегодня у меня ночует девушка из РСУ, что покрывала пол лаком. Если бы она крыла спиной к дверям, она бы ушла. А так, к сожалению, мы сошлись. Наши мамы. Что же это за поколение такое? Наши мамы. Родились в девятьсот восьмом, десятом, семнадцатом. Я имею ввиду наши мамы, не ваши. Пишут с ошибками. Говорят с искажениями. Пережили голод двадцатых. Дикий труд тридцатых. Войну сороковых. Нехватки пятидесятых. Болезни, похоронки, смерти самых близких. По инерции страшно скупы. Экономят на трамвае. Гасят свет, выходя на секунду. Хранят сахар для внуков. Уже три года они не едят сладкого, соленого, жирного и вкусного. Не могут выбросить старые ботинки. Встают по-прежнему в семь. И все работает, 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 работает. Не покладая, не отдыхая. Дома и в архиве. Приходя в срок и уходя позже. Выполняя обещанное. Выполняя сказанное. Выполняя оброненное. Выполняя все просьбы по малым возможностям своим. Пешком при таких ногах. Не забывая при такой памяти. Не имея силы власти. Но обязательно написать. Поздравить. Напомнить. Послать в другой город. То, что там есть, но тут дешевле. Внимание оказать. Тащиться из конца в конец, чтоб предупредить. Хотя там и догадались. И не прилечь. Не прилечь под насмешливым взглядом с дивана. Мама. Ну кто это будет есть? Не надо. Ну мама. Там догадаются. Ну нет смысла. Мама. Ну во-первых, молодые стервы. Две старухи тянут из лужи грязное тело. Может он и не пьян. А даже если пьян. Молодые стервы. Нет смысла. Мама. Кричат старухи. Визжат у гроба. Потому что умер. Эти стесняются. Сдержанные вроде. Мужественные как бы. Некому учить. И книг нет. А умрут. На кого смотреть с дивана. Вот пока ходят. Запомним. Как воют от горя. Кричат от боли. Что брать на могилы. Как их мыть. Как поднимать больного. Как кормить гостя. Даже если он на минуту. Как говорить только то, что знаешь. Любить другого ради него. Выслушать его ради него. И думать о нем. И предупредить его. Давно родились. Много помнят. И все. Работают, работают. Работают, работают. Наши старые солнца. Мы квартиру иностранцам сдали. А там пошло. Телевизор сдох 7 ноября. Включился 1 декабря. Показал Любек. Крикнул от нас. И сдох. 17 декабря вдруг зашел. Соржение наш съезд. И сдох опять. Вода утром из унитаза вдруг пошла горячая. Сидишь весь в пару. Когда замок открыт, ничего из квартиры не пропадает. Когда замок закрыт, кое-чего нет. Одна же дверь оказалась запертой снаружи и изнутри. Плита электрическая включилась ровно в 12, раскалилась. Как только поставили кастрюлю, выключилась навсегда. Велосипед бьет током, хотя ни к чему не подключен. Из магнитофона Днепр потекла вода. Когда туалет на задвижку закрываешь изнутри, не выйдешь никогда. Снаружи задвинули, наверху кто-то закричал и с кровавым пальцем прискакал. Как-то сообщается, видимо. Ну и регулярно. Как ведро воды в унитаз выльют, снизу мокрый человек прибегает. Все в панике. Как мусор выбросят, снизу этот же человек в наших объедках. Тоже, видимо, как-то сообщается. В кухне дверью хлопнешь, лифт вниз идет. Соседняя мастерская, как оказалось, на наш счетчик работает. Тоже сообщается. Они отказываются жить. А уж с телефоном, те, к кому мы попадаем, и палец советуют повнимательнее вкладывать. И последнюю цифру через паузу набирать. Какой бы номер ни набирали, в одну и ту же семью попадаем. Они уже плакали, мы плакали. Кричали, отсоединяйтесь, дайте поговорить. Я уже не говорю, что во время набора через 3-4 семьи проходишь. И опять к ним. Они кричат, ну вставьте, пожалуйста, палец повнимательнее. Да мы и так уже внимательно вставляем. А почему, говорите, мы? Вы что, не один палец вставляете? Конечно, не один. Я уже себе не доверяю. Мы уже втроем вставляем мой палец. Они форточку открыли, соседка из другого подъезда прибежала. Ребенок маленький, просьба закрыть. Жена плакала. Да, пол моет, внизу люстра загорается. Это уже обычно. Жена плакала. Все наши письма обратно приходят. С надписью адресат выбыл. И те, которые к нам обратно возвращаются. Адресат выбыл. Как выбыл? Мы же здесь. Телеграмма пришла на наше имя. Вон отсюда иностранцы проклятые с нашей подписью. Это все мы говорим. Ребята, это все не чистая сила. Они говорят, нет, мальчики. Это все еще социализм. Все. О медицине. Вам не повезло. Специалист, это значит разговор где-то в медицинском учреждении. Вам не повезло. Специалист, который лечит в отъезде. Но есть второй, не хуже. Лучше договориться лично. Но можно и по направлению. У нас только по пропускам. Хотя можно пройти и так. Лечение стоит дорого, но можно и не платить. Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так. Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить. Но можно этого и не делать, если вас не интересует результат. Сила воли. Это такая военная косточка. Сила воли, принципиально, с честностью все у нас есть. Но их еще не проявляем. Время еще не пришло. Рано пока. Рано. Это ж такие оружия, что из них по воробьям не бьют. Да, согласен я пока и подержу там эту муру. Что же я из-за этой чепухи потрачусь? Недостойно это моего характера. Я говорю себе, потерпи. Я обязательно скажу то, что думаю. Но не сейчас. Ничего, столько лет не говорил, еще потерплю. Мой час прогремит. А силу воли я на переберее тренирую. В горах Кавказа и Алатау. В связке с молодыми людьми. Это я только жалкую часть назвал этих черт характера. А взаимопомощь, а выручка. Все у нас есть. Большая беда нужна. Негде. Что мы чикаемся? Ночевать к себе не пустим, в драку не лезем. Что это за масштаб? Другое дело, с этим в разведку бы пошел, а с этим нет. Где проверить? Куда идти? Разведка нужна, обстрел нужен. Сидеть ночью в болоте без мыла, без ракет. Вот где люди проверяются. Время спокойное. Вот пытки выдержишь, дай, уколю. Прищемлю, дай. Скажешь или нет? Не имеет значения, что говоришь, что ты вообще знаешь. Ты даже если захочешь, ничего интересного не скажешь. Не в этом соль. Соль в том, чтобы молчать как никогда. А я тебе говорю, пытки выдержу. Вот она. Подавись, чтобы я тебе что-нибудь сказал. Во-первых, нечего. Во-вторых, не скажу и все. Беречь надо. Принципиальность, смелость, гражданское мужество. Не расходовать на производство, на каждое собрание. Да, посидел, проголосовал и пошел. Недостатков столько. Знаешь, один вырвал, прошел дальше. Они сзади аж заколосились. Еще гуще. Так что на каждый свой заряд тратить? Нет, не раскочегарился народ. Каждый так и умирает. Честным и смелым. Все сохранив в неприкосновенности. Он не виноват. Его время еще не пришло. И доброта у людей есть, но к раненым в бою. Не на мостовой под жигулями, а в стипе под гурганом. Там я тебя перевяжу и к своим на себе. А здесь где свои, где чужие, нечетко размыто. Вот если бы все на мине подорвались, но об этом можно только мечтать. Вот где люди отличаются. И по-настоящему поется в песне. Как только ты прикажешь, я не струшу, товарищ Время. Будет приказ, не струсим. А без приказа бродим сами по себе. Пока, пока, пока. Вот это, помните, это называлось «Клубки до путешественников». Как мы все это все смотрели. Боже мой, как мы смотрели. Как мы смотрели. И у кого были надежды когда-нибудь там появиться. Говорят, пишу я. Говорят, что карта мира не имеет белых пятен. Что открыты острова, и плывут материки, и очертания известные, и течения интересные. И журнал «Вокруг света» печатает карты и рассказы. Вы расскажите мне про Париж. Вы говорите, там розовый воздух. Вы говорите, там бульвар инвалидов, и повсюду маленькие бестро. Вы говорите, там художники рисуют на улицах. И приезжий чувствует себя как дома, как интересно. А вот и документальный фильм. Да-да-да-да, мы как будто там побывали. Ну, совсем как будто мы там побывали. Полтора часа среди парижан. И даже получили подробные ответы не на свои вопросы. Самоотверженный труд кинооператоров. Десятки кинооператоров шатаются по Парижу и служат нам, миллионам. А вчера в воскресенье в 17 часов мы объездили с корреспондентом заповедник. Мы притаились за деревом с одним оператором. Мы промчались по дорогам Голландии на Фаэтоне, которым правил наш корреспондент. Как интересно. Журналист очень аккредитованный. Там, говорит, сзади за мной львы не боятся машин. Там сзади бананы, гроздьями и жара. Здесь вокруг меня собираются обезьяны и совершают набеги. Собираются вместе, и нет, говорит, спасения, говорит, от них, если все вместе обезьяны соберутся. Фиджи, Таити, Лос-Пальмас, такие названия. И острова, говорят, очень давно открыты, говорят, кем-то. И сейчас живут на доходах туристов каких-то. Выставка цветов на Таити. А Таити открыт давно и работает круглые сутки. А Багамские острова, как вы не бывали на Багамах? Ну, грубо говоря, не бывал. Вы же знаете, все время на работе. Глянешь иногда в окно, выйдешь куда-нибудь на троллейбусе и, в общем, всегда обратно. Так сказать, умом постигаешь, воображением. Дома все себе можно представить. Я почти все себе напредставлял. Я себе представляю и жару, и холод. До того воображение развито. Мурашки появляются, если рык явит. А если Африка, потею. Однажды до утра раскачивался на пальме. Проснулся, мозоли от пальмы. Я ее обхватывал ногами и стремительно вниз. Видимо, меня что-то испугало там в ветвях. Ночью вскочил мокрый от Ниагары. Брызгает жутко. Я понял, что Новая Зеландия похожа на Кавказ под Сухуми. Австралия, тот же Алтай. Нью-Йорк напоминает Ялту где-то чем-то. Или Киев. Я завтра-то смотрю чем. Часа в два ночи появляется Сидней. И раздражает. Меня он раздражает. Не знаю, меня он раздражает. Сидней. Вот раздражает. Не могу смотреть во сне. А если мне хочется с ней поговорить, то я их вижу здесь. Они же все здесь бывают. Финов вообще уже от наших не отличишь. Ихней Хельсинки тот же Гомель. Я так думаю. Попробуйте меня разубедить. А нехватку воображения можно пополнить в самом популярном клубе. Клубе кино, теле, дома, горе путешественников. Когда своими глазами видишь тех, кто побывал в Дании. А тут мне один оптимист рассказывал. Специальная передача готовится. Видимо на НТВ. Для путешественников по телевизору. Самое, говорит, интересное пароходом. Пароходом, говорит, самое интересное. Экран. На экране вода. Океан. Земли ни черта не видать. Если океан спокоен, никто ничего. Плывем. По квартирам тишина. Плывем. Только шум воды. И вдруг налетает ветер. Причем внезапно. Из телевизора. Как даст прямо в лицо. С брызгами. Ну там инструкция есть. Ведро воды перед путешествием в телевизор заливаешь с утра. На ведро воды пачку соли за 7 копеек и ветер дуй. Это если диктор предупреждает, что поплывем. Потому что если, допустим, поскачем на лошадях через лес, а аппарат сработает на брызги, впечатление не то. На лошади с веслами как дурак. Значит вот так. Ветер двинул брызги. Лежишь мокрый. Горизонт вверх, горизонт вниз. От телевизора в рычаги к кроватям. Оператор на студии управляет всеми кроватями, пока людей просто выворачивать не начинается. Ну по 100 квартир в доме и все плывут в Австралию. Если очень плохо, сошел с кровати и все. Но впечатление потерял. А тут крики чайки с кухни. Что-то кусает из динамика. Самые крепкие через наушник слушают крик капитана. Спасайся, мина по борту. Ух, лежишь на койке весь в слезах. Потом выгружаемся, кто в каком состоянии. И конечно только члены клуба кинопутешественников. Парень сказал, что с этим будет строго. Потому что очень удобная поездка. Как на кладбище. Все едут туда. А сейчас цветная стереофония готовится. Мы в Стамбуле с корреспондентом Устрин сживали. Он по ихнюю сторону экрана, мы по нашу. То есть он жует. Стереофония. Звук, цвет, хруст, писк. Единственного вкуса нет. Хотя слюна уже есть. Пишу вам, жители ФРГ. Это ничего не значит. Мы вас били и будем бить. Лично я вас бил и побежал два раза. И если надо будет, побью и в третий раз. Но мы сейчас не об этом. Чтоб вы подавились, живу хорошо. Но в честь праздника капитуляции прошу направить победителю. Две пары туфель выходных 42. Пальто летнее выходной и против дождя. Стирального порошку три пакета. Кофемолка. Носки простые. Это тогда, где это все было проблемой. Носки простые две пары на 42. Колготки женские жене. Масса топленая. А также прямое содействие в получении разрешения на предмет осмотра руин ваших городов. Ваш победитель 54 размер, третий рост. К себе не приглашаю, так как победителя не к лицу. И про переписку прошу молчать. Вы мою руку знаете. Автопортрет тех лет. Вот написано 47. Черт, подери. Никогда бы не подумал, что может человеку быть столько, сколько мне сегодня. 60. А знаете, что я о 60-летних написал? Что такое 60? Испуг в ее глазах, все остальное то же самое. Автопортрет тех лет. Я пишу так время от времени эти автопортреты. Вот так и не стал решительным и бесповоротным. Слабоволие мне хотелось, привели к дикому количеству звонков. Учится отказывать, употребляя слова никогда и ни за что. Мало писал, много бегал, просил. На просьбах потерял друзей и юмор. Так ничего и не добыл. Из недвижимости диван бывшего употребления, письменный стол. Редко бывшего употребления. Редко бывшего употребления. Из движимости мечты, мечты, мечты. От мечтаний похудел. Ездил на БАМ, хотел посмотреть. Они хотели послушать. Видел мало. Еще больше прибавилось знакомых под условным названием друзья. Теперь не знает, как назвать тех четверых, что с детства. Большой город переносит, как переполненный трамвай. У каждого хочется спросить, кто он такой. Главный врач, главный инспектор. Не главный, оставьте меня. Часто спорит с теми, кого нет. Снова неубедителен. О работе. Удивляется, когда смеются. Обижается, когда молчат. До сих пор не понимает, чем вызван смех. Трудно держать паузу, пальцем показывая на это место. Читает быстро, просит быстро реагировать. Остановиться на лету не может, так как тяжелее воздуха. Наш юмор считается самым осмысленным, самым глубоким юмором в мире. Некоторые поиски логики приносят славу сатирика и смелого человека. Нравится выступать. Хотя надо было писать, писать и умереть на сундуке с рукописями. Раньше думал, женщины теперь не дня без строки. Это не талант, это возраст. Проснулся ночью от стуков, клюпанья, дребезжания. Искал глазами по комнате. Подбегал к окну, оказалось в организме. Неожиданно может появиться в очках на палке с валидолом в пистоне. Дам просит не смотреть, а дать проследовать. Самым желанным и несбыточным считает полную тишину. Одинок, как баран на вершине, так же и богат. 1 апреля 1981 года в 21 час Отогнал мысль устранять недостатки нашей жизни Путем чтения вслух художественных произведений. Довольствуется подъемом настроения среди тех, кто должен это делать. На вопрос, как живешь, не отвечает, чтобы не обременять сочувствием. Страшно недоволен исполнением собственных распоряжений. От этого в ужасе. Скуки никогда не испытывал. Слушайте, массу людей переворошил в поисках красивого тела. Теперь ищет родную душу. Сам мал, лыс, толст, неубедителен, зануден и неприятен. К тому же любит спать один. Дико ругается, увидев свое приказание исполненным. Храпит, сморкается, кашляет, скрипит. Желающих соединиться с этими остатками просят оторвать талончик на заборе и забрать его от него самого, который его съедает. Любит дождь. Любит дождь. В дождь и ветер кажется себе мужественным. В плаще на улице. В мечтах изобрел автомобиль, который нельзя остановить, и огромный репродуктор, тексты для которого пишет сам. Хотя пишет мало. Много ест, пьет и ждет чего-то. Ждать осталось недолго. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Та же жизнь. А, эпиграф. Вот такой вот, вот такой вот, такой вот, такой вот зачеркнутый, перечеркнутый вот такие вот. Это же надо сейчас попробовать читать. Эпиграф. Это не юмор, это стечение обстоятельств. Сам пишу эпиграфы и сам пишу произведение. АПЛОДИСМЕНТЫ Та же жизнь. Та же жизнь. Но ты уже в очках. Уже с болью в колене. Уже с родственниками в больнице. Со всеми в тяжелом состоянии. Мысли не напрягает тело. Желание не переходит в действие. Та же жизнь. Но ты с ироничным взглядом. И чужая любовь не возбуждает. И лень распускать то, что осталось от хвоста. Та же жизнь. И чужие ошибки радуют больше, чем собственные достижения. И мечты из созидающих перешли в разрушающие. И на чей-то крик, как бы ты быстро не побежал, ты все равно последний. Это значит, что ты первый в другую сторону. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрите, это завещание. Завещание. Каждый из нас мог такое бы написать. Смотрите, здесь мои кочины такого-то, такого-то. Это кто там? Учитывая, что я всю жизнь тяжело работал и накопил немало имущества, прошу всех родственников собраться и разделить мое имущество следующим образом. Из движимости, двоеточие. Электробитву Харьков. Родному брату Кости. Авторучку Харьков. Племяннику Игорю, 17 лет. Чернила для авторучки его сестре. Тряпку половую родной сестре Жене. Кружку жестяную дочери сестры. Кружку жестяную дочери сестры. Цепочку от нее соседу Мите. Туалетную бумагу поделить. Остаток рулона на сегодняшний день тетки Марии со двора. Целый рулон детскому дому на улице Комсомольской. Недвижимость, двоеточие. Дверной звонок. Двоюродной сестре Кате. Это недвижимость у него. Провод от звонка дочери ее Людмиле. Стекла из окон семье Трифиловых. Мурманск, Подгайская, 45. С поклоном и фронтовым приветом. Плафон надверный желтый. Галина Клюшкина Тюмень до востребования. Мол, помнит, любит, помнит и любит. Обои отделить от стены. И подарить соседям из 46-й. Они им нравились и жили мы мирно. Молоток, пассатижи, трансформатор, понижающий, временно неисправный. А также остатки лекарств детям. Для памяти и радости. Если во время раздела имущества возникнут конфликты, решать через арбитраж. И деньги поделить всем по прескуранту. Завещая работать честно и жить по самым справедливым в мире нашим законам. Чтобы было чего делить и завещать своим детям. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотите помолодеть? Кто не хочет, может выйти. Оставшийся будет слушать мой проект. Чтобы помолодеть, надо сделать следующее. Нужно не знать, сколько кому лет. Сделать это просто. Часы и календари у населения отобрать. Сложить все это в кучу на набережной. Пусть куча тикает и звонит, когда ей выпадут ее сроки. А самим разойтись. Кому интересно, пусть возле кучи стоит, отмечает. А мы без сроков, без времени, без дней рождения, извините. Ибо нет ничего печальнее дней рождения, годощин свадеб и лет работы на одном месте. Так мы без старости и окажемся. Кто скажет ей двадцать, ему сорок? Кто считал? Кто знает, сколько ей? Не узнаешь. Губы мягкие и все. Живем по солнцу. Все цветет и зеленеет, и желтеет, и опадает, и ждет солнце. Вот и время. Птицы запели, значит, утро. Стемнело, значит, вечер. И никакой штурмовщины в конце года, потому что неизвестно. И праздник не по календарю, а по настроению. Когда весна, или наоборот красивая зимняя ночь, мы и высыпали все, и танцуем. А сейчас, слышите, сейчас, я просыпаюсь надо мной часы, сажусь передо мной часы, в метро, на телефон, в метро, на улице, по телефону, телевизору, и на руке небьющаяся сволочь с календарем. Обтикивают со всех сторон. Напоминает, сколько прошло, чтобы вычитанием определить, сколько осталось. Час, два, неделя, месяц, тик-так, тик-так. Бреюсь, бреюсь каждое утро. Все чаще и чаще. Оглянулся, суббота. Мелькает вторники, как спицы. Понедельник, суббота, понедельник, суббота. Жить когда? Не нужно бессмертие. Пусть умру, если нельзя без этого обойтись. Но нельзя же так быстро. Только что было четыре, уже восемь. Только что я ее целовал. И она потянулась у окна, просвеченная. Боже, какая стройная. А она уже с ребенком, и не моим, и в плаще, и располнела. И я лысый, и толстый, и бока, и на зеркало злюсь. Но только что нырял на время и на расстояние. Сейчас лежу полвоскресенья, и газеты выписываю все чаще. А это раз в год. В детстве казалось, возьмешь ложечку варенья, в банке столько же. Чепуха в банке меньше становится. Уже ложкой под нож крябаешь. И что раздражает, так это деревья. То зеленые, то желтые. Стоят, и все. И попугай, крепкий тип. Гоголя помнит, и нас помнить будет. Нельзя нам так быстро. Не расстраивался бы, и вас бы не расстраивал. Но жить люблю. Поэтому и хочется. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы завершаем сегодняшний вечер вот такой маленькой после вчерашнего. Вот она наполненная жизнь. После тусклой недели литературной работы. Наконец. Солнце ударило из зенита. Вчерашнее стоит столбом. Трудно вспомнить, так как невозможно наморщить лоб. Только один глаз закрывается веком. Остальные рукой. Из денег только то, что завалилось за подкладку. Такое ощущение, что в руках чьи-то колени. Несколько раз подносил руки к глазам. Ни черта там нет. От своего тела непрерывно пахнет рыбой. Чем больше трешь, тем больше пахнет. Лежать, ходить, сидеть и стоять невозможно. Организм любую позу отвергает. Конфликтует тело с организмом. Тело не поспевает за ногами. Петерчатка эту голову не берет. Трудно в нее попасть таблеткой. Таблетки приходится слизывать со стола, так как мозг не дает команды рукам. Дважды удивился, увидя ноги. Что-то я не пойму. Если я лицом вниз, то носки ботинок куда должны смотреть? И сколько их там всего? И хотя галстук хорошо держит брюки. Видимо, несколько раз хотел в туалет и, видимо, терял сознание. То есть, видимо, не доходил, но, видимо, и не возвращался. И что главное, в зеркале немой вопрос в глазах. Моргал-моргал, вопрос остается. Где, с кем, когда и где сейчас? И почему в окне непрерывно, и почему в окне неподвижно стоят деревья, а под кроватью стучат колеса? И выжатый лимон с лапками. Видимо, канарейку выдавил в бокал. Будем ждать вспышек памяти или сведений со стороны. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, да, именно, именно. За все нужно сказать спасибо. Слава Богу, пообедал. Слава Богу, поспал. Проснулся, спасибо. Заснул, благодарю. Слава Богу, одеты. На ногах, спасибо, штаны. На голове, большое спасибо, шляпа. На шее, слава Богу, кашне. За все спасибо. И не надо роптать, критиковать, подсмеивать. Эти роптуны только портят. Сидишь, слушаешь, дрожишь. Как он не боится? Что ж, все боятся, он один не боится? Боится еще больше, но не может. В душе у него свирестит и произрастает. Вздутие живота от мыслей. А я так считаю. Раз лучше, чем, раз лучше, чем было, молчи. Что толку вперед смотреть, когда весь опыт сзади? Я же все помню. Вначале соли не было, потом мыла не было, потом дяди не было. Сейчас все они есть. Так что мне и детям моим на веки веков спасибо. Никакой инициативы. Глаза в землю и вдоль стены. Лифтом вжиг, в кровать шасть, пледом шмырк и сидишь в пледу. В пледу сидишь. И никакой выдумки. Ты придумаешь, ты же и будешь делать, тебя же и накажут, что плохо сделал. В пледу сижу. Тишина внутри, спокойствие снаружи. Спасибо за то, что живу, что существую. Ура, что проснулся, виват, что поел. Никаких разносолов, салатов. Я не хочу привыкать. За кефир отдельное спасибо всем. При встрече с корреспондентами предельный оптимизм. Как только лицо выдерживает. Никто меня не спрашивал. Я сам два раза прорывался к микрофону, кричал. Спасибо. Молодцы. За 105 месяц спасибо. За 110 большое спасибо. За 115 балуйте. За 120 объясните за что. С детства мечтал зубы вставить. С детства. Вставил спасибо. Ощущается мечты. Прекрасно. Слышу, человек проворвался. Посадили. Правильно. Обравдали. Правильно. Обругает. Верно. Толкнут. Правильно. Пошлют. Спасибо. Жена уходит. Хорошо. Одному хорошо. И с семьей хорошо. Много есть хорошо. Пить хорошо. Не пить хорошо. Все вокруг хорошо. Я своих раздумьях во всей организации пишу. Ну, какому нормальному человеку придет в голову сесть и написать, что ему хорошо? Нормальному не придет, а умному придет. Потому что адрес и фамилия, и он уже никаких сомнений не вызывает. Он официально заявил. А что вы критикуете? Кто рассказывает? Кто смеется? Кто плохо приказал? Кто плохо исполнил? Сами же все. Что же мы про себя так остроумно замечаем, а потом так тонко хохочем? Потому что кажется, что не про себя. А про кого? Только себе и спасибо за все. Молодцы! АПЛОДИСМЕНТЫ Он умным стал, отвечает, а я без игры проживу, а без телефона нет. Мне нечем скорую вызвать, я инвалид. Слепые приходят, с гирями в авоське размахивают. Один эпилептик довел себя в приемный, взвинтил. Сейчас это большое искусство принимать людей по четвергам с 14 до 18. Они готовятся, и я готовлюсь. Они справки собирают, и я справки собираю. Они можно, я нельзя. Вот чем больше телефонов, обратите внимание, тем невыносимее становятся те, у кого их нет. Вот кого принимать тяжело. Вообще те, у кого нет телефона, квартиры, маленькая зарплата, и кто-то из близких у них умер, стали совершенно невыносимыми. То есть, ну буквально, ты им слово, они тебе два. Ей-богу, легче разговаривать с пятью, у которых все есть, чем с одним, у которых ни черта нет. Он тебе такие доводы, ну такие доводы он тебе, что ты просто дуреешь. Не дай Бог ты ему сравнение или цитату, он тебе пять цитат, десять сравнений. Вот аллегории не выносят никаких, те, у которых нет телефона, квартиры, маленькая зарплата, и кто-то у них умер. А те, у которых зарплата, телефон, те поспокойней. Странно, да? А я уловил, ну мы же тоже не дураки. Хоть и начальники, но это видно по телефонам. Тут один номерок отколол, с вами будет говорить Нью-Йорк. Это в те годы, я чуть не свихнулся. А это наш командировочный на такой способ пустился. Из-за океана начал права качать. Я, видите, в каких командировках бываю? Ну, как все они. И кончил тем, что он инвалид, ему трудно в автомат ходить. Он нам так орал, весь Нью-Йорк вокруг него собрался. Ну, я ему достойно возразил. Мол, пусть они тебе и тянут. Ты у кого? У General Motors? Пусть этот Моторс тебе и копает. Если ты ему нужен. А мне твои командировки, как гусеницы сапоги. Он там затих в Нью-Йорке. Я ему говорю, еще раз скажешь, вас вызывает Нью-Йорк. Всю жизнь будешь по батареям перестукиваться. Я, конечно, извинился перед отелем Уоллдорф Астория. Мол, это по культурному обмену. Человек сатирик. А с телефонами у нас все в порядке. Вы же со мной не по трубе разговариваете. Всех успокоил, себе валидол и продолжал работать. Потому что вы думаете, он начальник АТС, так он ответит. Так вот я начальник АТС. И все. Спасибо. Вся наша жизнь спорт. Потому так высоко прыгаем, что толчок сильный получаем. Сверху посмотришь, все подпрыгивают, как на сковороде. Высоко подпрыгнул и затаился с добычей. Потому и быстро бегаем, что на запах. Потому и тяжести огромные перетаскиваем, что в запас. Только по мешкам и узнаешь, откуда возвратился. По детским крикам взрослых разыщешь. По асфальту и с полком. По драке общежития. По музыке – балет. По прямым углам – новые районы. По гулу – стадион. По бегу на результат – спринт. По бегу за результатом – сапоги. По бегу без результата – бесплатное лечение. Что в молодости – спорт, в старости – дрова, керосин и нитки. Вся жизнь в спорте. АПЛОДИСМЕНТЫ Две автобиографии. Две автобиографии такие. Помните, когда-то у меня было две? Значит, одна мужская, одна женская. Автобиография. Мужская. Я – Круглов Степан Григорьевич из Ухты. До 1368 года находился в городе Тула. С родителями и отцом на излечение, так как ему требовалась тишина. Кстати, хочу показать. Вот это, видите? Вот тут подпись «Дозволяю». Печать. А тут разрешаю к исполнению. Семидесятый год. Значит, вот тут и дата есть. Я – Круглов Степан Григорьевич из Ухты. До 1668 года находился в городе Тула с родителями и отцом на излечении, так как ему требовалась тишина. В 1666 году узнав, что страна остро нуждалась в гидротехниках, начал поступать в гидротехническое высшее заведение, в которое не поступил в мае 1668 года, благодаря интригам и взяткам окружающих. 18 ноября 1668 года, находясь в городе Тула, выехал в Москву, где продолжил попытки поступать в различные учебные заведения с учетом нужд всего народа. В 1969 году страна остро нуждалась в писателях. И я начал поступать в литературный институт, куда не поступил в 1660 году весной, благодаря засилию бездарностей по записке. Хотя язык, на котором я пишу, был и есть лучший язык, на котором они писали. Осенью в 1770 году, находясь в стихненных материальных условиях, отбыл в Ташкент, где был встречен на вокзале незнакомыми людьми, которые сказали «отдай чемодан». Я вступил в спор с возражениями, после чего мы разошлись, причем я побежал. Все мои попытки отдать мне чемодан обратно привели меня в милицию, откуда я вышел приободренный и заночевал. 26 ноября 1970 года, находясь в Ташкенте на центральной улице на Костыле, встретил одного из встречавших, обрадовался и дал сигнал остановиться. На мои сигналы он не реагировал, а возражал и вступил в спор, после чего мы разошлись, причем я побежал и поступил в Государственный орден Трудового Красного Знамени Медицинский институт в травматологическое отделение, откуда с большим успехом был выпущен 12 февраля 1971 года без ребра. «Продолжая находиться в Ташкенте в стесненных материальных условиях, вылетел по приглашению друга на Камчатку, где остаться требовались крабы, и поступил на траулер матросом с целью укрепить материальное благосостояние своей страны благодаря высоким заработкам необятных морей бескрайних трудовых». Точка. «Работая с 18 июля 1971 года матросом-тросовиком, продержался на плаву 12 дней, после чего, выронив за борт ценный прибор для определения местоположения траулера, который нес протереть, был списан на берег, куда мы не могли попасть, ввиду отсутствия упомянутого прибора». «После чего вступил в спор с последующими возражениями и с травмой гаком по голове, отбыл в город Кишинёв, где в то время остро нужны были танцоры национальных танцев «Жок». Выяснив, что заработок танцора национального ансамбля выше заработка проводника международного вагона на 15-20 процентов, а поездки те же, я начал регулярно поступать в ансамбль с 1973 года, предварительно проведя несколько тренировок во дворе. «Руководство ансамбля мне посоветовало прекратить мои регулярные поступления ввиду отсутствия образования и незнания молдавских национальных передвижений. Мой отказ уйти со сцены был воспринят некоторыми танцорами неправильно, и они возражали, после чего мы разошлись, причем я побежал, невзирая на боль в Баку, куда прибыл 12 января 1075 года. В Баку остро нужны были нефтяники ввиду высоких заработков на 15-20 процентов выше заработка танцора седьмого разряда. И я устроился на камнях нефтяником Каспия. Точка. К сожалению, работа оказалась несколько больше, чем я предполагал, и, обладая неузаурядным умом и большой памятью, я устроился официантом на камнях с радостью в Баку. На второй день работы в выходной, облив праздничного пациента борщом харчо, получил требование смыть, на что возражал. Он возразил мне, и мы разошлись, причем я побежал, и временно потерял трудоспособность, которую восстановил 26 марта 1976 года в 16 часов дня. Заканчивая яркую трудовую биографию труженика-передвижника в поисках растущего благосостояния, прошу 208 рублей подъемных средств для подъема и праздничного перелета Баку-Москва. Обратный адрес для организации частных лиц. Алма-Ата, главпочтантного востребования. Откуда перешлют мне в Ереван? Хачика 10, квартира 16, где меня не искать. Передадут. А теперь такая женская биография. Примерно такая же. Я не знаю, кто ли они... Ну, мы все тогда писали биографии, поэтому вот это. Я, Мальцева, Лариса Николаевна Русская, родилась в 1946 году в городе Луга, Ленинградской области, 18 января, в семье труженика-дорожника Мальцева Николая Ивановича Русского и матери моей Мальцевой Марии Федоровны Русской, где они и познакомились. В 1953 году я поступила в среднюю школу номер пять, которую закончила в 1963 году. Значит, в 1953 году я поступила в среднюю школу номер пять, которую закончила в 1963, проучившись шесть классов. Потом, вопреки просьбе родителей, выехала в Ленинград, где с помощью подруги без прописки устроилась в УНР-49 МПС ДПР УКХ, где и прописалась в 49-й комнате на второй койке. В 1964 году поступила в профучилище номер три по специальности официантки-разносчицы в передвижных вагонах ресторана, движущихся в разных направлениях, где познакомилась с Литяковым Григорием Гавриловичем Русским. Мы сближались два месяца и сближались в марте 64 года, восьмого числа, международный женский день. Я ему сказала «Гриша», а он мне налил стакан и сказал «Бьёмся, что не выпьешь». Я сказал «А вот и выпью.' Он сказал «Бьёмся, что закустишь». Я сказал «Бьёмся, что не». И выпила, и выиграла бутылку столичной. Он сказал «Бьёмся что больше не выпьешь». Я сказал «Бьёмся, что выпью» и выпила, и выиграла бутылку укрепленного портфеля «Мерседес» номер 333. С тех пор ничего не помню. В ответ на мое предложение пожениться, Литяков ответил, чего это вдруг. И мы расстались со мной в августе 64-го года после матча «Зенит ЦСКА» на стадионе под дождем. В январе 65-го года к нам пришел новый преподаватель Косуб Кондрат Гаврилович по подаче жидких первых поезда к дальнему исследованию. Мы с ним сблизились на праздники в момент торжественного вечера в училище. В ответ на мое предложение пожениться, он показал фотографии двух детей с ихней женой, после чего мы расстались по его просьбе. В мае 65-го года я закончила профучилище номер 3, работая официантом передачи в УНР, ДКВ, МПС, УКХ, выгоняя 120-130 рублей в месяц. В июле 65-го года к нам пришел новый украинец Гаврилюк Константин Викторович, с 40-го года рождения, прораб. Мы с ним сблизились во время загородной прогулки 16-го до 65-го года в 23 часа пополудни. В ответ на мое предложение пожениться, Гаврилюк ответил, подожди, вот встану на ноги. После чего мы расстались. Встретились на следующий день с 17-го до 65-го года в 8 часов утра в УНР. Я сказал, что могу ради него перейти в другой УНР, но он сказал, что сам ради меня уйдет к чертовой матери, что он и сделал на третий день. После чего я искала его, но не имея данных местопребывания, он пропал. 12-го ноября 65-го года я его забыла. На танцах сблизилась с Карташом Олегом Константин, который оказался Мирсоном Довидом Борисовичем. 36-го года рождения, русский экономист. В ответ на мое предложение пожениться, он ответил, что подождите, я тут сейчас, я сейчас тут. Все мои поиски вывенчались неудачей ввиду отсутствия адреса и места работы. После этой встречи меня назначили накладчицей вторых, и я забыл о Мирсоне Довидове Борисовичем. 16-го ноября 68-го года я снова пошла на танцы. На танцах, а мне приблизился матрос и передал привет от Круглова Степана Ивановича. Я сказал, что не знаю такого, и мы сблизились с 18-го ноября 68-го года. Матрос оказался моряк. Барбариде Глеб Антонович, 46-го года рождения, уроженца города Очакова, Одесской области, папа грек, мама колхозница. В ответ на мое предложение пожениться, Барбариде ответил, что у него увольнительные только до 12-ти. После чего он сразу ушел на Кубу, куда я писал до востребования, оттуда в Канаду, куда я писал на главпочтан без такого же успеха. В июле 68-го года я забыл о Барбариде. Меня назначили бригадиром бригады, чем я и работаю с тех пор и до этих. Потому что не сближайся ничего не будет, а сближайся будет то же самое. Спасибо за внимание. Приятно видеть переаншлаг в таком зале. Как говорится, вы мне показали, что такое аншлаг, я вам покажу, что такое успех, видимо. АПЛОДИСМЕНТЫ Это я говорю нагло, как писала одна критикесса. Говорит, он стал таким самонадеянным, но это не самонадеянство, на самом деле такая ирония над собой. Но она не поняла, как и все остальное. АПЛОДИСМЕНТЫ Все наши несчастья начинаются фразой «Как? Разве вам ничего не говорили?» Он по телефону, «Девушка, девушка, в чем дело? У меня уже несколько дней молчит телефон. Девушка, девушка, как? Разве вам ничего не говорили?» Он говорит, «Нет». «А вы открытку получали?» Он говорит, «Нет». «Как? Вы должны были получить?» Он говорит, «Да, а я не получил. А что случилось?» «Девушка, вы должны были получить?» Кладет трубку. Они тогда все клали трубки. Кладет трубку, он снова набирает. «Девушка, пятнадцатая, уважаемая пятнадцатая, у меня уже три дня молчит телефон. Так, постойте, а вам что, ничего не говорили?» «Нет, нет, ничего, и открытки не было. А что случилось?» «Должна была быть. А из управления вам звонили?» «Нет». «Странно». «А что случилось?» «Вам изменили номер». «Девушка, миленькая, пятнадцатая, не бросайте трубку». «За что? Почему?» «Там узнаете». «Так, может, вы знаете?» «А почему нет писем, телеграмм?» «Уже очень долго?» «Как, вы еще ничего не знаете?» «Щелкнуло, отключилось». «Нет, а что случилось?» «Пожалуйста». «Вдруг щелкнуло, включилось». «Уже месяц, как вам поменяли адрес». «Ой, как, за что?» «Что, всему дома поменяли?» «Нет, только вам». «Что же делать?» «Я же жду». «А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк». «Может, их куда-то пересылать?» «Девушка, постойте, вам что, действительно ничего не говорили?» «Ну нет, ничего не говорили». «Это вам». «Как, я же...» «У вас изменилась фамилия в связи с водом новой станции». «Разве вы не получали открытку?» «Нет, не получал». «Что же теперь делать? Меня же никто не знает». «Девушка щелкнула». «Нет, вас предупредили. Вот у меня список, против вас стоит птичка. Предупрежден». «Да нет, нет, я ничего не получал». «Значит, получите». «Щелкнула, положила трубку». «Он снова набирает». «Девушка, восьмая. Мне пятнадцатую, пожалуйста. Минуточку». «Пятнадцатая. Да. Простите, милая пятнадцатая. А как меня теперь зовут?» «Это Крысюк?» «Да. Сейчас, сейчас». «Семен Эммануилович». «Так я же уже не...» «Нет, нет, это все осталось». «Год рождения двадцать шестой». «Позвольте, мне же сорок два». «Это по старому». «Вам теперь пятьдесят один еврей». «Опять?» «Да, пятьдесят один год. Евреи, родители, кулаки, землевладельцы». «Откуда? Что? Какие землевладельцы? Мы из служащих». «Нет, нет, это изменено». «Я не знаю, вам должны были послать открытку, но я вам могу зачитать, если вы хотите». «Вы хотите?» «Да, обязательно, конечно, хочу». «Крысюк Семен Эммануилович, пятьдесят один год, из раскулаченных продавец». «Кто?» «Продавец овощного отдела». «Позвольте, я врач с высшим, первый медицинский, пятьдесят втором году». «Нет, нет, это отменено». «Вы теперь продавец». «Где? В каком магазине?» «Вы сейчас без работы». «Вы под следствиями дали подписку». «За что?» «Ну, недовес, обвес, этого в карточке нет». «То ли вы скрывались, я не поняла». «Вам пришлют, там что-то мелкое». «Ну и у вас родственники там?» «Нет у меня там». «Теперь есть». «Где? В Турции». «Турки?» «Нет, сейчас посмотрю». «Палестинцы». «Тут написано, что вы подавали какие-то документы, что-то просили». «Что просил?» «Ну, вам теперь предложено попросить». «Или вы что-то предлагали, тут не ясно, вам отказано». «От соседей заявление просит вас изолировать». «Так мы же не знакомы, я их никогда не видел». «Просьба рассматривается». «Скажите спасибо, что у меня время есть, я не обязан отвечать. Просто я завтра ухожу в декрет, так что сегодня у меня настроение хорошее». «Спасибо вам, пятнадцатое, пусть ваш ребенок будет здоров». «Девушка, так что вы сейчас из дома не выходите, соседи могут избить вас». «Ладно, хорошо, спасибо, что сказали. А вот тут письма, повестки на имя Крысюка, что делать». «Ну как что, отвечайте, это все вам?» «Простите, девушка, извините, пожалуйста, у меня дети есть?» «Сейчас, Маша, посмотри, у Крысюка дети есть?» «Минуточку, двое, сын 18, дочь 27. Где они?» «Маша, он спрашивает, где они?» «Уехали в прошлом году». «Простите, они мне пишут?» «Минуточку, вам, им от вашего имени сообщили, что вы скончались». «Позвольте, а если кто-то меня вспомнит под старой фамилией?» «Лучше не стоит общаться, у вас и так хватает. Вам еще курс лечения?» «А чего? Ну, у вас легкие и слабые». «Но я здоров». «Ну, кто лучше знает». «Извините, да, что-то есть, да». «Вам тут что-то положено». «Ой, наконец-то, что мне положено?» «Ну, штраф какой-то, вам придет открытка». «Спасибо, и вы должны явиться за получением». «Да черт с ним!» «Да нет, за деньгами. Перевод был, но вас не нашли». «На ваше имя был перевод, но вас не нашли». «Как не нашли? Вот же находят все время». «Вас не нашли и отправили обратно». «Девушка, простите, пожалуйста, а внешность мне не изменили?» «Девушка, вот вы даете. Ну, как поместить? Ну, а как можно внешность изменить?» «Ну, на глупости у меня просто времени нет». Ребятки, я, значит, видел как-то по телевидению, в разгар того, что у нас не было ни черта, ни мяса, ничего не было, выступал министр мясной и молочной промышленности. У них был юбилей какой-то. Вот я и написал. «И что смешно, министр мясной и молочной промышленности есть и очень хорошо выглядит. И что интересно, мясная и молочная промышленность есть, мы ее видим и запах ее чувствуем. И что самое интересное, продукции выпускаются в пять раз больше, чем в сороковом году. И что очень важно, действительно расширенный ассортимент. И, в общем, в очень удобной упаковке. Все это действительно существует, что бы там ни говорить. Просто, чтобы это увидеть, нужно попасть к ним внутрь. Они внутри, видимо, все это производят. И, видимо, там же все это и потребляют. Благодаря руководству за заботу и ассортимент. То есть, у них объем продукции возрастает, значит, возрастает потребление ими же. И нам всем, стоящим тут же за забором, отстается поздравить их во главе с министром, пожелать дальнейших успехов им и их семьям и спросить, не нужны ли им артисты, буквально три человека. У них сегодня внутри музыка и за забором слышны речи, видны флаги, там и в день. И мы, конечно, из последних сил можем окружить себя забором и праздновать свой день приятного аппетита. Но давайте объединим наши праздники. И вы не будете выглядеть так одиноко, пробираясь с работы домой и прижимая к груди сумочку с образцами возросшей продукции и расширенного ассортимента. Вот потому, как устаревает произведение, можно понять, все-таки, как изменилась наша жизнь. Видимо, все-таки, все-таки мы валяемся, сидим, лежим, на рельсах сидим, но на правильном пути. Их было четверо, нас. Сидим, пьем, едим. Почему такой скучный сегодня? Всегда веселый, сегодня грустный, нога болит. Как же поедешь? Поеду. Он не вернулся. Нас трое, сидим, пьем. Почему грустный сегодня? Всегда веселый. Я не грустный, не грустный. Двое нас. Друг напротив друга, сидим, курим, пытливо смотрим друг другу в глаза. Грустный ты? Это ты грустный? Нет, это ты грустный, печальный и подожди. Один остался. Куриц смотрит в окно. Да не грустный я, ерунда, веселый я. Вышел на балкон, сигарета на столе догорела, ветер рвет балконную дверь, дождь заливает порог, а его все нет. Все. Может ли человек делать то, что ему хочется? Может, при условии, что это не мешает другим. А мешает это другим или нет, решать он не может, это решают они, другие. Следовательно, они решают то, что может делать и что нет. Следовательно, он не может сам решать, отсюда и не может делать то, что ему хочется. А все другие состоят из таких, как он, каждый из которых не может делать то, что ему хочется. Отсюда такая обреченность в глазах каждого сидящего на собрании. Какое все-таки это счастье, что мы уже собраний лишились. Ой, попробуем вот этот монолог. Пока еще терпение есть, главное не перекормить. Тигр должен быть накормлен, зритель недокормлен. Тогда он хорошо слушает. Я человек волевой, что себе обещал, то себе сделаю. Я сидел старшим бухгалтером. Десять лет отсидел. И вдруг пошло у меня снизу вверх беспокойство. Будущее свое очень ясно начал видеть. И тут один тип предложил. Ты что пропадаешь? У тебя же голова великолепная, сила волеизумительная. Пойдешь к нам в Алма-Ата, научным сотрудникам на 250 плюс 362 за одаренность. Обязанность на труд у тебя есть? Право на отдых вырвем. Меня отпускать не хотели, повышение давали. Крови потратил, пока уволился. Прибегаю, а они уехали в Новосибирск. Догнал самолетом за 54 рубля. Являюсь. А они говорят, тут такое произошло. Многое изменилось. Не надо больше никого. Тех, кто есть, больше видеть не можем. Я там мебель продал. Вернулся, тут мебель купил. Еле уговорил взять меня на старое место. Но уже не бухгалтером, а пока щитоводом. Но если буду стараться, обещали снова бухгалтером. А тут группа одна проезжала. Они так и сказали, с такой головой щитоводом сидеть? Иди к нам подрывником. За каждый взрыв отдельно, плюс вся убитая дичь тебе. Я побежал увольняться. Прибегаю к ним. Тут, понимаешь, такое дело, говорят. Этот гад, что тебе наобещал, куда-то смылся. Мы сами его не знаем. Он вообще за наш столик подсел минут за 10 до тебя. И у одного из нас деньги одолжил. И обещал скоро быть. Ты иди назад, у нас драка будет. Я блат начал искать. Нашел большой блат. Взяли меня на старое место. Правда, уже не бухгалтером и не щитоводом, а курьером. Но с двухнедельным оплачиваем, с права выезда на отдых в любое место Союза. Это я у них вырвал. А также велосипед и право читать художественную литературу в нерабочее время. И тут недавно у меня один сумеречный малый останавливался. Проедом из Ашхабада на Камчатку. Проездом. Пошли, говорит, на тигров для Бугримовой. Только тигров ей отдаем, все остальное наше. Вся трудность, говорит, чтоб с ним встретиться. И хорошо, надо запомнить, где капканы. Потому что он их обойдет. А из нас один уже два раза на цепи сидел. Но если, слава Богу, встретились, то все в порядке. Подкрадываемся с двух сторон. Он бросается на одного. Второй сеть на них обоих. Остальное дело техники. Можно также и змееловым оформиться. Огромные деньги за яд платят. И в Средней Азии сидишь в тепле, ждешь встречи. В общем, поехали мы с ним под душ НБ. В окопе лежали недели две. Схватил я одну. Не ядовитая. А та вторая, что ядовитая, та наоборот, где она меня нашла? Но в госпитале недолго лежал и назад подался. В общем, директору дрова рубил, весь местком в театр водил. Взяли, взяли меня на старое место и в бухгалтерию. Правда, уже не счетоводом, не курьером, а полотером. Но с правом роста и натирания в любое время суток. Это я у них вырвал. А тут недавно мысль мне у одного алкаша понравилась. Что, говорит, тебе со старой женой жить? Она же тебя дискредитирует. В общем, подал я на развод, теперь знакомиться надо. Ну, кто? Кому нужен решительный мужчина, который знает, чего хочет? Я, если что, задумал, все равно добью. Я работу добил и личную жизнь добью. Так что, если знакомиться, налетай. Я тут недалеко натираю. Лирическое, лирическое маленькое. Так и пишешь, как живешь. Несколько слов диалога, остальное размышление. Твоя жизнь бумага. Приложил к себе и отпечатал. И не важно для кого. Важно, что тебе от этого легче. Пусть ты опять эгоист. Может быть, вся твоя жизнь для того, чтобы тебе стало легче. А если люди получают удовольствие от этого, то тем более. Значит, был юбилей утерслали. Ребятки, это было такое зрелище. Это было в театре эстрады. Вот с таким грохотом подниматься и уходить, это, конечно, надо обидеться на меня крепко. В театре эстрады это первый человек, который получил звание народного артиста СССР. Самое было, значит, Фурцева объявила, что он получил. Ну, мы все готовились. Был полный театр эстрады. Я был при Райкине. Вдруг вздревели три джаза, или четыре в одном театре эстрады. А вот так вот было, по-моему, 70 лет утесывал. И я прочел на юбилее утеса вот это. Мы живем в такое время, значит, эпиграф. Мы живем в такое время, он и сегодня подходит. Мы живем в такое время, когда авангард искусства располагается сзади. А аккомпанемент выступает с сольными концертами. Нет, пишу я, что-то есть в этой почве. Нет, что-то есть в этих прямых улицах, бегущих к морю. В этом голубом небе, в этой зелени акации и платанов, в этих теплых вечерах, в этих двух, это об Одессе, в этих двух усыпанных огнями многоэтажных домах, один из которых медленно отделяется от другого и пропадает. Нет, что-то есть в этих людях, которые так ярко говорят, заимствуя из разных языков. Самое главное, я хожу по Одессе, ничего не вижу интересного. Вы не увидите, надо слышать. И перестаньте ходить. Езжайте в Аркадию с стареньким пятеньким трамваем. Стареньким пятеньким трамваем. Садитесь на скамейку, закройте глаза. Шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш Это очень-очень хорошо. Ах, лето! Потерялся мальчик, 5-6 лет, зовут Славик. Мальчик находится в радиоузле. Ненормальную мамашу просит подойти откуда угодно. Граждане отдыхающие, пресекайте баловство на воде. Вчера утонула гражданка Кудряшова. И только самозабвенными действиями ее вдалось спасти. Ой, я видел эту сцену. Они все делали, но не с той стороны. А, это искусственное дыхание не с той стороны. Она хохотала, как ненормальная. Скажите, в честь чего сегодня помидоры не рубль, а полтора? В честь чего? В честь нашей встречи, мадам. Остановись, Леня, что делает эта бабка? Она думает, что она перебегает дорогу. Я не буду тормозить. У вас есть разбавитель? Нету. За 40 копеек? Нету. В бутылках? Нету. У вас же был всегда? Нету, я сказала. Не надо кричать, вы могли оделаться улыбкой. Что ты знаешь, я не могу с ним ходить по магазинам. Он им подсказывает ответ. Скажите, пива нет? Они говорят нет. А рыбы нет? Они говорят нет. А вы мне не поможете? Они говорят нет. 30 лет я с ним мучаюсь, он газету не может купить. Он говорит, газет нет? Они говорят нет. Алло, простите, простите, девушка. Утром от вас ушел мужчина. Ну, не стесняйтесь. Нет, мне надо другое узнать. Каким он был, вы не вспомните? Ага, ага, кольцо, сустав, очки. Ага, брюки серые. А, значит, это был я. Извините, пожалуйста. Что ты знаешь, у него печень, почки, селезенки. Весь этот ливер, он лечит уже шестой год и не может вылечить. А вы где? Я в санатории. А нас вчера возили в оперный. Внимание, катер, маршал Катыхов. Через 10 минут. Если в жизнь твою корове исковеркали любовью. Откройте глаза. 24 марта. Это день юбилея. 24 марта. Никого. Пустынный пляж. Ветер свободно носится в голых ветках. Прямые углы новых районов. Параллельно, перпендикулярно. Приезжие зябнут в плащах. Скажите, где можно увидеть старую Одессу? На кладбище? Неверно. Старого кладбища уже тоже пока нет. Есть сквер. Молодые деревья на месте старых могил о чем-то символически молчат. Так и живем, не зная, кто от кого произошел. Определяя на глаз национальность. Сразу думая о нем худшее. Вдали трубы заводов, новые районы, по которым сегодня этот город можно отличить от других. Дети из скрипок ушли в фигурное катание, чтобы хоть раз мелькнуть по телевидению. Новый порт, аммиачный завод. ВАЗ-2101-02-03. «Но закройте глаза, проступают, отделяются от старых стен, выходят из дикого винограда, из трещин в асфальте. И слышны, 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 вы же знаете, у него есть счетная машинка, они только появились тогда. Вы же знаете, у него есть счетная машинка, он теперь все подсчитывает. Он услышал об урожае, пошевелил губами, достал машинку и что-то подсчитал. То ли разделил урожай на население минус скот, то ли помножил свои дни на количество съедаемого хлеба и сумму подставил под урожай в качестве знаменателя. У него есть счетная машинка, он как бы участвует в управлении страной. Например, киловатты, выдаваемые Братской ГЭС, складывает с Красноярской, делит на предполагаемое количество потребителей, умноженное на суточный расход. Боже, у него в руках важные сведения. Теперь количество воды в Байкале ему уже известно. И он делит его на выпиваемую в день порцию. Машинка все умеет. Она сама от энергии не зависит, а может считать на батарейках. Он прикинул количество чугуна на каждую нашу душу. Боже, теперь у него бюджеты, расходы, займы. У нас же никогда не было времени считать. Мы же не могли проверить. Теперь Госплану нужно действовать очень осторожно. Потому что он все проверяет. Мой Гриша, мальчику 10 лет, и он такой способный. Что ты знаешь? А я вам говорю, кто-то ловит рыбу, кто-то ловит дичь, кто-то ищет грибы. Этот ищет деньги и находит дичь, грибы и рыбу. Что-то он может все. В Одессе он может на полчаса остановить советскую власть. Андруша, я с женщин ничего не снимаю, жду, пока сойдет само. Андруша, какой он сатирик, он же боится написанного самоим собой. Что вы его все время цицируете? О, Боже, сохрани этот город. Соедини разбросанных, тех, кто в других местах не может избавиться от своего таланта и своеобразия. Соедини в приветствии к старшему. Преклони колени в уважении к годам его, к его имени, обширном как материк. Многие из нас родили, жили и умерли внутри этого имени. Да, что-то есть в этой нервной почве, рождающей музыкантов, шахматистов, художников, певцов, жуликов и бандитов, так ярко живущих по обе стороны среднего образования. Но нет одесского юмора, нет одесской литературы. Есть юмор, вызывающий смех, а есть шутки, вызывающие улыбку сострадания. Есть живой человек, степной и горячий, как летний помидор, а есть бледный, созревший под стеклом и дозревший в ящике. Он и поет про свою синтетику и пишет про написанное. А писать, простите, как и писать, надо, когда уже не можешь. И если есть у человека его единственное движимое имущество, талант, он и идет с ним, и поет им, и пишет им, и волнует им, потому что талант, это очень просто, это переживать за других. Спасибо за внимание. Это уже можно и сегодня читать. Поздравим себя. Все меньше удовольствия хаму, все уже поле его деятельности. Наша берет. В чем был его кайф? Изрыгнуть внезапно, чтобы у всех отвисла челюсть, чтобы попадали руки, чтобы посинели лица в безумных поисках ответа. Было такое в пору пребывания в толпе мягких воспитанных дамс, юристовс. Но, слава богу, эти времена прошли. Бледнеть некому с... Хрупкая скрипачка в автобусе оборачивается и врезает между ртом и глазом монтросу-сантехнику. Так что тот на глазах корежится, жухнет, испускает жуткий синий дым и сваливает в сугроб. Две нежные школьницы самого субтильного возраста и вида так шарахнули матом в ответ на короткое слово, сопровождающее предложение «отойти», что, не дослушав полностью ответ девочек и получив портфелем с коньками по голове, мужчина сошел через закрытую дверь. Поздравим себя. Публика перестала распадаться на выступающих и слушающих. Едины все участники дорожного движения. Наличие в руках Фагота или Ромена Ролана не дает хаму возможность надеяться, что перед ним интеллигентный человек. Усиленные занятия карате и знания мата без словаря приближают час всеобщего трамвайного равенства. Спасибо за внимание. Я хочу рассказать историю такую одну маленькую. Я же, когда появился в Москве, ну, после того, как меня уже выставили, а мама у меня в Одессе, и я все время хотел, ну, телефон маме поставить. И меня вдруг пригласили, вы не представляете, к Кириллину на дачу. То есть это был заместитель премьера Косыгина тогда, в те времена. Он попросил меня выступить, и референт ему подсунул, чтобы, может, и вопрос с телефоном решили. Приехали в Барвиху, там, значит, уже там со столом, ну, а я с портфелем. Меня же попросили вроде выступить, я с портфелем. И тут на столе у каждого такие треугольнички. И меня, значит, референт посадил, у меня написано «Михаил Семенович». Я говорю, я не Михаил Семенович. Он говорит, откликайся. Иначе меня уволят, черта мать. Откликайся, и все. Что тебе жалко? Что я буду говорить, что я ошибся? Я сижу, как полный идиот. Рядом какая-то дама сидит. Рядом с ней какой-то лысый человек. Я знаю только именинника, так, потому что мой приятель, референт, работал у него. И красивый какой-то генерал напротив меня сидит. И рядом со мной сидит какая-то женщина с таким тяжелым лицом. Этот генерал ей все время делает какие-то знаки. Она говорит, дай ему в морду. Он генерал милиции. Пойди дай ему в морду. Я говорю, я? Она говорит, пойди, пойди. Я говорю, чего вдруг? А что он говорит? Она говорит, а он говорит, чтобы я не пила. А он ей кричал все время, не пей. Это был Чурбанов, который кричал к Галине Брежневой. А я сидел рядом с ней. И это она мне сказала, пойди на бей ему морду. Чурбанову. Генерал-полковник. Как минимум. Я совсем уже обалдел, сижу. Значит, это в Барвихе. Где-то такая дача. Стол человек, наверное, 20. Первые в жизни. Я вот на таком высочайшем уровне. Чемпион мира Карпов сидит, значит. Ну, и, видимо, взяли, потом я видел, чтобы сыграть в шахматы, значит. Евтушенко. Евтушенко, значит, говорит. Он говорит, я только что ехал, приехал к вам. Я был только что из Москвы, из центра еду. Там очередь огромная в Угуме. Я спрашиваю, зачем? Они говорят, за туалетной бумагой. И я, он стоит с бокалами, говорит, я хочу, чтобы вы, сидящие здесь, члены правительства, подумали о простом народе. Вот простой народ стоит и мучается за туалетной бумагой. И Галя говорит, что наш первый поэт России хочет этим сказать? Тот говорит, помолчи, Галя. Я обалдел совершенно, думаю, ну, Евгений Александрович, помолчи, Галя, дай сказать. Потом мне вдруг Галя это говорит. В Живанецке, вы знаете, я тоже не выездная. У нее был такой период, там что-то, видимо, притеснения были со стороны отца, они не знают. Короче говоря, когда я, ну, мне говорят, Михаил Семенович, я говорю, да, за здоровье именинника, значит, потом, ну, не на кому глаз остановить. Я пытаюсь к этому присоединиться, к этому присоединиться. Галя все время через стол по диагонали воюет с мужем, а, значит, возле нее с той стороны сидит интеллигентный такой лысый, очень пожилой человек, трижды герой статистического труда, Как я узнал, это был президент Академии наук Александров Анатолий Петрович, по-моему. Я говорю, Анатолий Петрович, я хочу выпить за ваше здоровье, сказал я, увидев одно интеллигентное лицо. Я хочу выпить за ваше здоровье. Он посмотрел, сказал, я здоров. Вы все когда-нибудь оставались с рюмкой в руке, в полном идиотском положении, не сесть, не выпить, ничего. Куда? Ну, куда ты пойдешь? Из Одессы приехал. Куда ты пойдешь? Я думаю, боже мой, какой ужас. Я, значит, сел с этой рюмкой, что-то хряпнул, и вроде и напиться бы надо, но мне же надо читать, мне же надо выступать. И я все время, никто меня не просит. Я как идиот сижу, я честный человек, и я уже сам стал лепетать какую-то чушь, типа, ну вот, вот мне бы почитать хотелось. Хуже не бывает. Мне хочется почитать, сказал я. Мне хочется выступить. Надо вот выступить. И напиться не могу, потому что надо выступить. Все выпьем, что я трезвый, и никто меня не просит выступать. А как же мне, мне же надо маме телефон, у меня же заявление. В портфеле заявление. Значит, прошу установить на Комсомольской 133 в городе Одессе телефон Жванецкой Раисея. Я держу это все в кармане и думаю, ну я не выступлю, я с этим же и уеду. Кому я нужен, что мне там это все, весь этот... Я говорю, вот выступить бы мне. Значит, почитать. Ну, кто-то, наконец, сжалился. Михаил Семенович, говорят. Ну, действительно, ну, почитайте что-нибудь. Я говорю, я тогда за портфелем сбегаю. Я, значит, побежал за портфелем, я же не буду с портфелем там сидеть, довольно все сидят плотно. И пробегаю мимо, там играет, значит, Евгений Александрович Евтушенко с Чурбановым бильярд. Я говорю, вы не хотите послушать? Евтушенко говорит, нет, нет, нет. Я все равно к нему хорошо отношусь, он тогда меня не знал. Ну, что делать? Ну, это его характер, он такой, какой он есть. И я, значит, пришел и стал читать собрание на ликвировочном заводе. То есть, вещь, которая вот всегда мне приносила успех, из-за которой меня, собственно, и позвали. Посредине текста именинник встал и ушел. Я говорю, я впервые вообще выступал на таком уровне, потом больше никогда не выступал. Это произошло, это у меня так глубоко вообще травмировал весь этот вечер, что я больше, как бы меня ни просили, никогда ни читать не выступал. Значит, посредине встал и ушел. Я кое-как, значит, как спортсмен, который получает пулю в позвоночник, должен добежать этого дизайнера. Я доволокся на, просто без голоса, без ничего, доволокся до конца этой миниатюры. Сел. Какая-то женщина говорит, Михаил Семенович, что вы так расстраиваетесь? Я говорю, ну как же вы расстраиваетесь? Поменинник вот, я не хочу сказать, что он мне должен подписать, но встал и ушел посредине. Ну, ему противно это все, он не под... Она говорит, да он всегда в это время идет спать. Я не осмелился возразить. Ну, даже если, видимо, выступает кто-то у него уже за столом дома, он встает перед глазами артиста и уходит. Какая-то я такого не видел. Ну, ушел спать, ладно. В общем, на следующий день референт звонит, подписано все. У них была своя этика, подписано. Значит, Кириллин пишет министру связи Толызину. Толызину установить телефон в Одессе на улице Комсомоле 633. После чего, дорогие мои друзья, я еще семь лет пел и танцевал на телефонной станции в Одессе, которая говорила, а мы докажем Толызину министру связи. А мы скажем, что он этот дом не кобели, не кобелю, не кобеля. Он не кобели. Сначала вот кобели, пусть кобели, пусть экскаватор, пусть канава. Не кобеля, не кобелю, не кобели, и все. Потом я танцевал и пел на каждом стыке. Это пришло в Министерство связи Украины. Я там выступал. Семь лет прошло после этой резолюции до установки телефона. Поэтому, если кто-то будет говорить, что при советской власти была очень такая вертикаль, где все подчинялись, где кто-то писал, заместитель премьера писал, и это все немедленно подчинялись, послушайте тогда еще раз этот рассказ. Будьте здоровы, Антрак! Некоторые наши недостатки, российские, типичные. Когда ты, наконец, стал специалистом в своем деле, может исчезнуть дело, к чертовой матери. На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушел этот ответ. Это вещи давние. Они, конечно, уже на слуху. Но, тем не менее, так как мы делаем собрание сочинений, я их читаю. Пассажиров с билетами на Львов, рейс 3629, просят уйти из аэропорта. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние. Лучше сложить народ. Раздухорился, осмелел. Из мусоропровода рубахи пошли. Бритвы механические. Цельная швейная машина, промень. Комбайн кухонный по частям. Пиджак, букле, светоч. Брюки габардиновые. Макинтош синий, дружба. Раздобрел народ. Соус в канализации находят. В отбросах рыба фаршированная. А вчера старушка двоих окатила с балкона. Химчистка не взяла. Сироп. Окачать на народ сдурел. Шуточки шутят от переедания. Магазины ломятся. 46 размер никто не берет. Мужчина на физической работе 52 животом об верстак трет. Кашля ему не хватает шею замотать. Вместо рожи такая сковорода. Жена или другая женщина за неделю не перецелует. А вы говорите, концентрат вор не нашли. Бабка с магазина прет. С нее крупа сыпется. Куча ворон сзади не обернется. Сама жирная. И дети у нее кроты. Щеки сзади видны. Сзади свисает, как черешни. А бабы некоторые только боком государственного учреждения. Только боком. С командой ей пятки вместе носки в рост. Умрет, не сомкнет. И дышат, как компрессор. Желудок на глаза давит. И грозит им полная недвижимость. Им говорят, двигайтесь больше, дамы. Вам грозит недвижимость. А куда же они пойдут? Два шага вперед телевизор, два шага назад то лет. Руку протянул в мусоропровод, где я все на себя принимаю. А у меня что же забота? Ни одна ж комиссионка макинтош китайский не берет. Брюки, галифе, диагональ. Еще четыре поколения могут сквозь чащу продираться. Все в отбросах. Только ходят девки, губы кривят. Того у меня нет, этого у меня нет. Я говорю, встань на мое место под мусоропровод. Все будешь иметь. Успехи медицины огромны. Десяткам тысяч возвращено зрение, миллионам возвращен слух. Правда, с появлением зрения возникают новые проблемы. Квартира, ремонт. Изображение в зеркале требует замены. С возвращением слуха слышны шутки и юмор по телевидению, комментарии международной жизни. Массу людей вылечили от болезней желудка. Им нельзя было есть жирного. Теперь можно есть все. То есть появление новых лекарств и исчезновение старых продуктов образует взаимозаменяемые пары. Обильная пища вызывает склероз сосудов, ограниченная вспыльчивость. Сидение гипотонию, стояние тромбофлебит. В общем, что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище. А, попробую вот это читать. Никогда не читал. А вы нам, это разговор, ну такой, а вы нам поставите в сро. А как же? А может быть до сро? Что значит, может быть? Даже очень может быть до сро. Вероятно, может быть точно до сро. И на много до сро? Не то слово на много, на очень много до сро. Каза Сергеевич, а как же? Я ведь ехал-ехал, ехал-то ехал, да. И стоимость пони, пони, пони. В смысле, понизим. И кое-что дополнительно дади? Ой. И все высоко К? Да ну тебя. Ну что-что? Да конечно. И на много высоко К? Нет, не высоко К, но хорошего К. Не, нам только высоко К. Ну хорошо, вам высоко К, остальным как выйдет? Каза Сергеевич, Каза Сергеевич, правильно, Оскар. Вот вы подписали, вы обещали, вы здесь? Все. А теперь правду. Давай. Сделаете? Сделаем. Честное слово? Честное слово. Клянетесь? Клянемся. Подпишите? Подпишу. Дает бумагу. Вот, подписывает. Значит мы спокойные, спокойные. Значит мы уверены, уверены. А теперь правду. Давай. Неужели сделаете? Сделаем. Я вас лично прошу, конечно. Я просто надеюсь, обязательно. Клянетесь? Клянемся. Не подведете? Ни в коем случае. Ну если вы нас не подведете, не подведем. Это же для нас. Сделаем. Я очень прошу. Я столько проехал. Сделаем. Езжайте назад. И подпишите? Подпишем. И потом ничего не измените? Ничего. Так я могу ехать обратно? С удовольствием. Действительно? Обязательно. Может мне ничего не надо. Но вы уже третий раз подписываете. Сделаем. Я столько проехал. В кабинете сутками дожидался. Сделаем. Ну зачем вы так? Вы даже не рассмотрели как следует. Для вас это пустяк. Сделаем. А мы год работы теряем. Сделаем. Честно. Если бы не до зарезу, я бы не приезжал. Я сам руководитель. Я вылез. Сделаем. Может вы еще подумаете? Ну хоть завтра я приду. Я готов. Мне кажется, вы не подумали. Не надо. Сделаем все. Может я в понедельник забегу. Не надо забегать. Сделаем. Ладно. Будете на нашей улице. И вы нам когда-нибудь... Ой, что с вас взять? Сделаем. Спасибо, я тебя запомнил. Сделай, сделаем. Я тебя встречу. Ты у меня еще поваляешься. Такая лиса. Мне говорили. Сделаем, сделаем. Уже приступаем. С такой рожей приступаете. Тебе же это ничего не стоит. Это же два пальца тебе. Сделаем, сделаем. Я тебя встречу. Сделаем. Ты у меня наплатишься. Двести человек без зарплаты. Как вам не... Сделаем, езжайте. Я только за порог, как у тебя из головы. И все у него есть. Езжайте, езжайте, сделаем. Все у него есть, и он отказывает. Но? Ни в коем случае сделаем. Езжайте твердо, навсегда. Да, навсегда. Слушай, может, в самом деле сделаете? А? Обязательно. Отказал мерзавец. Ни в коем случае. Отказал, сволочь. Это же никто не поверит. Такой пустяк. Два пальца. Ну, хоть половину. Ну, хоть сорок штук. Все сделаем. И подпишешь заявку. Пожалуйста, подписывай. И вот эту подпишешь. И вот эту подпишешь. Подписывай. Синим. Ага. Пожалуйста. Подписал. Он изготовить синим. Отказал. Вы знаете, я его встречаю редко. Раз, два, три года. Когда мы с ним первый раз встретились, он стоял за блинчиками. Встретились второй раз, он стоял за рыбой. В третий раз он стоял за колбасой. В четвертый раз он стоял за картошкой. Года два назад мы с ним стояли за молоком. А в последний раз совсем недавно он лежал уже, не помню зачем. Я, как всегда, за ним. Что-то нам было нужно. А что, уже не помню. Даже не помню, взял ли он. Дегустация. Сейчас многие узнают это. Значит, внимание. Внимание. Сейчас, товарищи. Сейчас Дина Михайловна, Нарзова лаборатории. Налила вам визурке сорт праздничный. Бокал специальный дегустационный. Из прозрачного стекла. Чтобы был виден цвет. Превосходный рубин, переливающий всеми цветами солнечного заката. Легонько поколебали бокал. Поколебали, поколебали. Товарищ, успеете, колебайте вместе со всеми. Любуйтесь переливами цвета. Обратите внимание, товарищи, глазу, глазу, прищурьтесь, любуйтесь. Подождите, товарищ. Кусочки сыра лежат слева от вас. Ломтик сыра превосходно оттеняет аромат. Кто? Весь? С хлебом? Это специальный белый хлеб. У нас же программа. Сдерживайтесь, сдерживайтесь. Давайте освоим культуру питья. Ведь все равно же пьете. Так почему не сделать этого с элементарным пониманием, что к чему? Итак, сорт праздничный. Характеризуется ранним созреванием. Растет только у нас в Абрау. Товарищ, сплюньте, вы же не поймете. Сплюньте. Мы вас отстраним от дегустации. Из-за низкой культуры питья. Этот сорт созревает рано в августе. Молодое вино, сохранившее аромат винограда, и легкую терпкость, ощущаемую кончиком языка, не глотаем, не глотаем. Набираем в рот глоток. Не глотаем, а спокойно перекатываем во рту. И внутренним обонянием чувствуем аромат. То есть, вначале аромат, затем не глотая, пробуем терпкость молодого вина. Итак, сорт праздничный. Так, взяли в рот, перекатываем. Почему вы так неподвижны? Вы проглотили? И вы, товарищ, что все проглотили? Так, еще раз всосали, не глотаем. Перекатываем, орошая небо и всю полость рта. Вот, девушка, вам должно быть стыдно. Вот вам, вы, девушка, вы могли подождать и перекатывать со всеми. Здесь же, где же девичья гордость и культура питья? Так, с этим сортом у нас не получилось. Дина Михайловна наливает вам сорт прибрежный. Не хватайте ее за руку. Дина Михайловна, этому товарищу в последнюю очередь. Это лабораторное стекло, а вы выламываете у нее из рук. Доза специальная, дегустационная. Сыр вам еще положат. Нет, музыки здесь не положено. Вся суть в том, чтобы дегустировать в тишине. Мы с вами не пьем, подчеркиваю. Мы не пьем, мы запоминаем сорта вин. Товарищи, вы же ничего не запомните. Сыр обостряет обоняние. А ваша колбаса отобьет его не только у вас, но и у соседей. Итак, сорт прибрежный, также относится к красным винам, к группе полусладких. Это естественная сладость винограда. Этот виноград завезен сюда примерно в 1662 году. И там, группа в углу. Не надо потрошить воблу, вобла идет к пиву. Товарищи, не забывайте перекативать во рту. Вы меня слышите? Дина Михайловна, пожалуйста, колба номер 3. Номер 3. Сыр вон туда. Товарищи, сорт мускат левобережный, неоднократный медалист, лауреат международных выставок, винодельческих съездов. Сладость, естественная, своеобразный аромат. Чуть-чуть купажирован. Купаж, это виноградный выжим. Товарищи, тише. Я не пою. И Дина Михайловна не поет. Мы не поем. По коридору справа. Здесь нет. По коридору справа. Товарищи, этот сорт требует особого внимания. Мы продаем его за валюту. Обратите внимание на броски, горячий аромат, на густоту цвета, перекатываем во рту, сплевывайте. Культура застолья и питья состоит в элегантном держании рюмки вина, влюбовании ее цветом, в смаковании его вкуса, в понимании его возраста и назначения. Запивайте его пивом ни в коем случае. Товарищи, товарищи, это к вам относится. Пиво с крепким красным дает эту полную невменяемость, которой вы так добиваетесь. Я-то понимаю, но почему вы этого так хотите? Товарищи, культура застолья. Не подстолья, а застолья. Нет у нас пластинок Пугачевой. Товарищи, это дегустация. Гина Михайловна, попросите эту пару вернуться к столу и заприте лабораторию. Перейдите к тому столу. Гина Михайловна, сейчас к вам подаст сливы. Вот вам она подаст сливы. Нет, не плоды. Сливы разных остатков. Это как раз то, что вам нужно. Ах, вы так ставите вопрос? Как же вы хотите, чтобы вам было хорошо, когда вам сейчас будет плохо? Гина Михайловна, ужас. Что? Так, товарищи, за стеклянной дверью упакованная мебель для нашего помещения после ремонта. Кто, простите, распечатал унитаз? Так он же ни к чему не прикреплен. Это новый унитаз для ремонта. Это для кабинета директора. Неменно он ни к чему не прикреплен. Повторяю, для всех. Если вы хотите забыть эту жизнь к чертям, или как вы выражаетесь, у нас нет для этого сорта. Для этого лучше эмигрировать. Только вы там будете пить и вспоминать эту жизнь, которую вы здесь хотели забыть. Нет, с помощью наших сортов вы не уедете. Вам нужна сивуха. Так, товарищи, это не дегустация, а дистфуд. Я к нему не готов. Так, все, ничья. Я с утра люблю. Я с утра уже. Ох, люблю с утра. Эрди Бёч, ранняя пташка. Это я. Как идет? Сначала колом, потом соколом, потом мелкими пташками. С утра ее возьмешь, всю ломоту снимает. Итальянский коньяк привез наш советский товарищ. Шпок называется. Вот это да. Действительно, где-то есть такой коньяк. Шпокнули мы по первой. Сразу стала голова проясняться. Шпокнули по второй. Голова ясная, как стеклышко. Шпокнули по третий. Свет невозможный, яркий. Сам легкий, как ангел. И все соображаешь. Я из своего окна Невско-Печорскую лавру увидел. Первый раз никогда не видел. Обострилось все. Еще по стакану дали, вижу странное здание на горизонте. Не могу черты разглядеть. Добавляю. Он, университет. МГУ. Из Одессы. Вижу. Шутка сказать. Зрение обострилось до Орлинова. Вот коньяк. Шпок называется. Ну, глядим на университет и шпокаем еще. Прислушался. По-немецки говорю. Сроду ни одной буквы. И все понимают. А раньше не в зуб колесом. И голова ясная, как хрусталик. И все вспомнил, что в жизни было. Ножки легкие, как перышки. Тельце тоненькое, как шнурочек. Организм работает, как часы. Вот коньячок, а? Еще две бутылки осталось. Сейчас хочу Достоевского вызвать. И по-китайски, думаю, заговорить. Шпок называется. Это такое нудноватое произведение, но советую послушать. Я его еще никогда не читал. За грубость осуждены. За грубость осуждены. Администратор, дворник, шофер, замдиректора по снабжению, сменные механики, писатель, прораб, бригадир, отделочники, мать и отец Сергея Дзюбы. Дзюба определен в колонию. Воспитательство детсада. Члены комитета народного контроля. Водитель автомашины ГАЗ-51. Номерной знак 1354H, принадлежащий Пулковской обсерватории. Два грузчика с этой машины. Ученый-секретарь, хозяин мебели. Его сестра, встречавшая машину. Сын ученого-секретаря, ждавший машину внизу. Соседи по пути следования грузчиков с мебелью. Механики Треста, лифт, ремонт. Жильцы соседнего дома номер 21 по улице Жуковского. Калягина и Евдокия, 1902 года рождения. Куштерева Маргарита, 1906 года. Наблюдавшие за разгрузкой госпитализированы. Осуждены товарищеским судом жители номер 27 по улице Победы в 3000 метрах от выгрузки. Состоялось собрание работников столовой, возле которой останавливается автомашина ГАЗ-51-1354H Пулковской обсерватории. На собрании присутствовали руководители Треста, директор столовой, шеф-повар Буфельчевцы от работы освобождены. Завпроизводством лишен права работать в торговле и еще три года нести материальную ответственность. Завпунктом приема белья по пути следования автомашины ГАЗ-51 отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Жизнь в городе постепенно вошла в нормальное русло. 15 октября 1980 года был поставлен на место пивной ларек. Застеклены дома по улице Жуковского. Автобус ПАС 7599 Лев детского сада завода Пульверизатор. Настигнутой автомашины ГАЗ-51-1354H Заменен прогулочным катером Альфред Беррер. Новое название октябренок Балтики. Штаб, созданный для ликвидации последствий прохождения по городу указанной автомашины, распущен. Ой, маленький такие. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Товарищи пассажиры, прошу не волноваться и оставаться на своих местах до полного окончания бомбометания. Светлячки, которыми вы любовались, зенитный огонь. Вас приветствует экипаж ночного бомбардировщика. Я скажу тебе о своем чувстве. Это чувство к себе я пронес через всю жизнь. Я принес его через войну. Через еще более трудное мирное время. Я принес чувство через всю жизнь. И вот сегодня говорю тебе, я не люблю тебя. Это тоже, она имела большие последствия. Многие цитируются. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводство, мекра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить. Много всего и ничего не жалко. Но главное наше богатство, люди. С такими людьми, как у нас, любые трудности нипочем я не преувеличиваю. Судно новое построили. Только отошли от родного завода. Котел вышел из строя. Ну, не возвращаться же. Только вышли же. Так два паренька, обмотав друг друга, чем попало, и непрерывно поливая каждый другого и вдвоем сами себя, влезли в котел, в невыносимый жар, и спасли престиж родного завода. В огонь и в воду идут наши ребята, если надо. А надо, очень надо. Читали, в городе Н прорвало водопровод. Водопровод прорвало в городе Н. Потому что сколько он может действовать? Он же был свидетелем восстания Спартака. Единственное, чего он не видел, так это ремонта. И прорвало его. Но мимо водопровода шел солдат. Простой парень из-под Казани. Разделся в лес и заткнул, что надо, в ледяной воде. И дал городу воду. Врачи долго боролись за жизнь солдата, но он остался жив. Недавно снова прорвало. Теперь кинохроника заранее подъехала. Водопровод бьет фонтаном, Юпитера горят. К девяти солдата подвезли. Скромный паренек снова в лес и снова заткнул. Господи, когда такие люди хочется петь, непрерывно, не прекращая пение петь и плевать на все, сделают. Вот пожилая женщина, домохозяйка И оказалась в новом районе. Ну что ж, жизнь нас забрасывает. Случалось вам удивиться, весной в центре города, сухо, чисто, и вдруг толпа в грязи, в тени, в болотных сапогах мешками прикрыта. Это они, жители новых районов. Если уж попал туда, то либо там сиди, либо отсюда не выезжай. Бредет наша скромная женщина, простая домохозяйка, и слышит, помогите, помогите. Уже слабо-слабо. Глядь, у самого дома тонет старичок. У самого порога. Он открыл дверку, ступил ножкой. И сразу ушел под воду. Ну забыл, что выходить-то нельзя, его ж с этим условием вселяли. Скромная женщина подгрела на доске, схватила его рукой, обогрела. Корреспонденты набежали, она стоит мокрая, счастливая, держит старичка за воротничок. Потому что если ты герой, оглянись вокруг, и тебе всегда найдется работа. Казалось бы, совсем не романтическая профессия водитель троллейбуса. Но это смотря мимо чего ездишь. А он мимо нового дома ездил. И не знал, что дом прославит его. Ну всем известно, что раствор хорошо держит, и с ним в нем есть цемент. Если с каждой машиной килограмм по 200 цемента украсть, раствор будет держать хуже. Если утянуть 500, раствор можно будет перемешивать, но держать он не сможет. На одном песке долго не простоишь. Но дом стоял. Стоял почти неделю. Ну а потом ветер рванул, или машина рядом проехала. И дом сложился внутрь, как домино. И кто, вы думаете, разгреб кирпич и вытащил приемо-сдаточную комиссию с отличными оценками за качество строительства? Наш водитель-троллейбус. Где-то 40 тонн зерна горело в складе. Электрики концы голые оставили. Так кладовщик на себе килограмм 30 вынес. А другой ему кусок кожи дал своей. Той, что ближе рубахи. Так читаешь и думаешь. Там рвануло, там упало, там сломалось. И всегда найдется он. Он выпечет, он влезет, он спасет. Ну хорошо, если заметят. А сколько их безвестных лежит под машинами в дождь и в снег на дорогах наших? Конечно, с запчастями, слесарями, передвижными мастерскими каждый дурак сумеет. А ты вот так, в холод и в зной, за 500 километров от Усть-Улыча, за 300 до Магадана, один с ключом на дороге. Вот ты и герой. Только ты этого не знаешь. И не знаешь, сколько всего разного держится на твоем героизме. Ибо подвиг одного – это преступление другого. Ну жаль, только нет фотографий истинных виновников торжества. Спасибо за внимание. Я хочу рассказать историю про попугая. У одного знаменитого профессора украли все. Обокрали, в общем. В том числе, украли и этого самого попугая, да. Он заявил в милицию, милиция искала. И вдруг попала на малину, где было много вещей, в том числе и клетка с этим самым попугаем, да. Но вещи нашли, а этот в клетке попугай, ну да. Но он совершенно жутко. Что, летал? Нет. Кричал? Нет. Выражался. Ну, он там наслушался. И профессор все вещи обратно принял и отказался взять этого самого попугая, да. Магазин тоже принять отказался, там дети посещают. Домой все взять отказались. И милиция, знаете, что сделала? Знаете, что? Застрелила? Нет. Съела? Нет. Выпустила. И теперь сверху над городом. Время от времени с неба несется. Ну, на весь город, на все начальство. К матери там посланные истребители вернулись ни с чем. А потом слышали. Пролетая над Череповцом, посылаю всех к такой-то матери. И что самое страшное, ему только 50 лет. Время отхода детский пароход. Прочтите или дайте мне, я сам прочту. Я сам прочту. Если у вас, конечно, хватит терпения. Маленький гейм. Один день голодания... Помните, как мы со шлаками боролись? Один день голодания, и шлаки выходят через нос. Три дня голодания, и шлаки выходят через глаз. Шесть дней голодания, шлаки пошли через уши. Год голодания, и вы вылетели из шлаков. Войдите в мое положение, сказала она. И он вошел в ее положение, еще раз вошел и оставил ее в ее положение. Когда наутро я открыл дверь моей комнаты на балкон, два голубя сдохли. Хотя я им кричал, отойдите. Вы поняли, я читаю маленькие такие. Ты женщина, ты женщина, ты должна раз, лежать, и два, тихо. Идеал, видимо, мой идеал женщины. То, что я только что пришел. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. Он был советником Рабиновича по национальной безопасности. Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко, он не летит. То есть он летит, но сам по себе. И плюет на вас. Поэтому надо быть очень легким и независимым. Целую. Я сейчас прощу. Все-таки, все-таки, все-таки одесский пароход. Он назывался еврейский пароход, он назывался одесский пароход. Ну, я же тогда скрывал, называл его одесский пароход. Тогда это слово нельзя было произносить. Не знаю почему, люди были. В паспорте стояло. А произнести слово было невозможно. Товарищ, как будто вот запрет какой-то на слово, на слово. Вы кто? Ну, я тот самый. Значит, ход, 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 одесский пароход. В чем дело? Здравствуйте. Сейчас хлебну немножко. Я тогда часто выступал. Я уже говорил, я, когда выходил на сцену, стоял стакан чаю с ложечкой. Я как охлебнул, в зале кто-то зааплодировал. Видимо, из тех, кто поставил. А публика не могла понять, почему я с каждым глотком все веселее становлюсь. В чем дело? Здравствуйте. Вы хотите войти? Здравствуйте. Вы хотите ехать? Здравствуйте. Да-да, не беспокойтесь, дайте взойти. Хор надо имени Пятницкого позвать, чтобы ради такого праздника именно. Можно тронуться именно. Да, тронетесь быстро, у меня куча дел. Все-все, я капитан, я даю команду, чтобы вы знали. И так, во-первых, спокойно мне всем стоять. А во-вторых, а ну-ка мне отдать концы спокойно всем. Почему именно вам? Тихо, шаш, обмухи не было мне слышно. Вам слышно? Тихо, отдать концы. Я говорю именно тебе, Яша. Почему именно я должен отдать концы? Потому что мы идем в Моне. Мы отходим от причала. Какой отходим? Зачем весь этот москаряд? Если мы пришли, давайте стоять. Мне это нравится. То стой, то иди, то стой. Но мы же пароход. Ну, пароход, как минимум, надо спасить у людей. Яша, я прошу, прекрати прение. А, это культура, этот капитан. Яша, клянусь тебе женой изи. Что, следующий есть, ты будешь наблюдать с берега. Мне уже страшно, я уже дорожу. Я такой пароход вижу каждый день. Через неделю после нашего отхода запах в пойду не выветривается. Капитан, все, прение закончили, мы отходим от печала в машину. Внимание, отход в машине. Ну, что, будем отходить? Кто сказал? Он так сказал. Что-то я не слышу. Так я тебе говорю, он так сказал. Почему же я не слышал? Может быть, ты отходил. Я отходил? Куда же без тебя отойду? Мы уже отойдем вместе. В машине, по радио. А теперь серьезно. Приготовились к отходу. Так почему же я не слышал, сказал? А если он сказал мне? Только тебе. Ты отходи. А я постою по радио. Отдать концы, отходим от печала. Слышь, давай, почему именно я? Хочешь поговорить? А ну, выключи радио. По радио отдать концы, я сказал. Отходим или нет? Эй, в машине, ребята, это серьезный разговор. Выключи, я сказал. По радио отдать щелчок. Так что он тебе хотел сказать, я хочу слышать? Ты же слышал. Может, я хочу именно от тебя слышать? Может, я хочу знать, с кем я имею дело? А ну, включи радио. По радио. Концы! Что такое? Мы отходим или нет? Что случилось? Почему стоим? Я сейчас такое устою, вам будет мало места на проходе. И, Зеома, а ну, суетитесь немедленно. Почему вы не суетитесь? Алло, стой. Немедленно. Это от... Кому я сказал? Это ты меня? Это ты меня? Ох, я тебя устрою. В гробу я видел этот причал. Ох, я тебя устрою всю команду в белых тапочках. Ты у меня будешь голый и босый стучать в бот. А мы тебе из иллюминатора такое покажем. Так, откуда эта подвижность? Почему мы идем? Из, Зеома. Куда мы идем? Где куст? Где лодцы? Я не вижу ствое. Стоп. Полный назад. Ах, вы решили вперед? А что вам там видно в машине? Ну, давай, давай вперед. Хотя я сказал назад, и вы увидите, как я был прав. А Изи, я устрою. Он голый и боссый будет стучать в бот. Голос капитан. Капитан, что такое? Вустрапалось. Изя передал. Не хочу слушать, я с ним не разговариваю. Он все-таки сказал. Он все-таки сказал, что если мы не возьмем левей, буквально 2-3 градуса, мы сядем. Так, передай этому подонку. Не знаю, мое дело сказать, я сказал. Хотите, верьте, хотите, нет. Сидите на миле, не сидите на миле. У нас в машине куча дел и без вас. Я уже 2 часа пробую получить с Ромой мои 15 рублей. Идите, пробуйте вы. Да, еще он передал, пока я не забыл. Если вы немедленно не отвернете, вы врежетесь. Во что он сказал? Во что он сказал? В общем, тут есть один остров. В общем, передай ему вместе с его островом. В это время удар, капитан, ударь. А, такой паяхот. Главное, нам его дали проверить. Какой он маяк, этот паяхот. Я думаю, мы это сделали. Я же учился в морском институте, поэтому я же все это понимаю. Я думаю, мы проверили. Эммануил. Эммануил, да. Реодируй в пот. Песней сидим на мели. Стаса о кометах от причала. Отнялся задний ход. Штурман Гройсман списан на берег. Куда он сойдет, как только мы подойдем? Старший штурман Бенемович еще на берегу уже. Это я, станущий штурман Бенемович. Я случайно выскочил, ну вы понимаете, ну мне надо было за бонд. Ну надо было, ну бывает. Ну это жизнь. Смотрю, мы отходим, а я стою. То есть мы идем, а я стою. А как ты у меня? Ну это жизнь, ну надо было. Я дал отмашку сначала кономовым, потом носовым платком. Приступил к сигнальным огням. Сжег всю конопку. Мол, стоп, мол, я на берегу. Ну так эти придуги развили такой ход, какой они выжили из этой припадочной машины. Тогда я снял штаны и показал им все, на что способен. И они сели под гном аплодисментов. Потому что без специалиста не ныпайся. Эй, на Азохан, эй, е! Это я, Бенемович. Это я кричу и издеваюсь над вами. Ну что, будем вызывать спасателя, а? Там, где Гнойсману с головой, нормальному Штудману по... А? Эй, в машине, пустите, пустите двигатели в ноздрай. Мальчик, я знаю этот анекдот. Пустите двигатели в ноздрай. В машине. Что в машине? Я всю жизнь в машине. Я никогда не знаю, куда мы идем. У меня такое впечатление, что на мостике все гады. Хорошо, они наверху, они командуют. Я выполню любой приказ мгновенно. Но пусть они мне сначала докажут. Ты, командир, докажи. И все, и мы уже идем. Капитан, ничего. Вначале они мне все поломали, теперь я им все переломал. Вот вы, пассажир, вы скажите, это экипаж? Нет, я интересуюсь, это экипаж? Это же голова ЕС. Они же все едут в разные стороны. Пассажир, все, я пассажир. Он так говорит, я пассажир. Вы это знаете, я это не скереваю. Это не пароход и это не кегуиз. Из кухни нет выхода продукции. Они образовали замкнутый цикл. И все глотает без выхода наружу. Все спрашивают, что я ищу. Когда я сел сюда, я искал покоя. Но я уже не ищу покоя, я ищу Кингстон. Я хочу видеть шеф-повара, заполненного водой по горлышко. И надавить ногой на его дикий живот. Вместо чувства отдыха, вместо чувства красоты, я испытываю чувство голода. У меня должно быть свое удовольствие, я их получу. В машине я договорился, за 14 рублей они подвезут нас прямо к дому, чтобы не искать такси. Кстати, ночью был дикий грохот. Они сказали, что один дизель сошел с фундамента. Но это их не беспокоит. И кто-то у нас укирал винт на стоянке. Поэтому нас заносит. Но они сказали, что сами уже укирали винт у крейсера. Но очень большой, и нас опять заносит. Но все это мелочи. Главное, что мы не можем отойти. Вот пол круиза прошло, а мы не отошли. Они все время принимают продукты. Тут такая скука, что я изменил любовницы с женой. Капитан, эй, на камбузе вы уже приняли подовольствие? Из камбуза. Это кто? Кто это? Кто это? Это я, Юхман. Кто-кто? Кто это? Кто это? Капитан говорит, вы приняли сомжение? Это кто? Капитан. Кого капитан? Ваши одной капитаны. Вы приняли продукты? Какие продукты? Что он хочет? Повесите трубку. Капитан, эй, на камбузе. Это капитан говорит. Вы уже приняли продукты или нет? Это кто? Кто это? Кто это говорит? Капитан Юхман. Вы приняли подовольствие? Камбуз, ну. Капитан, вы приняли продукты? Или сейчас вспылю так, что садо гнется по охот? Камбуз, какие продукты? Кто это говорит? Продукты приняли? Ничего не понимаю. Возьми трубку, кто-то балуется там. Камбус, это кто говорит? Капитан, все, я гоняю, последний день, а я сгоняю весь паяхот. Камбус, нет еще. Капитан, когда закончите? Камбус, кто это говорит? Капитан, все, последний раз, к чейтям, на вокзал, не знаем когда, а кому надо? Капитан, это я, Камбус, ой, не морожьте голову, мы делаем фаршированную рыбу, и нечего сюда звонить, все, тишина. Капитан, вы слышали? В ЧА отравилось шесть человек. По носу, и вот так, кревоизлияние. Камбус, это не к нам, это в медпункт. Капитан, медпункт, капитан говорит, медпункт, не пугайте. Капитан, я не пугаю, я начинаю, а я сговорю. Медпункт, вот это другой тон, а то вы так с углозой, мол, я капитан, а вы все дерьмо. У меня тоже высшее образование. Так что спокойней, вовнодушней, если хотите жить. Капитан, я спокоен, медпункт, еще спокойней. Капитан, я спокоен, медпункт, нет, еще. Я же чувствую, без нервов. Капитан, я хотел спасеть, медпункт, в таком состоянии, не спрашивают. Вот еще спокойней, капитан орет, я спокоен. Но я явлюсь к вам в изоляторе на носилках и перебью все прибои. И самый большой шприц я вам ставлю, куда вы не подозреваете. И в стерилизаторе я буду кипятить то, о чем вы не догадываетесь. Ваш личный прибор. И буду кипятить до тех пор, пока вы мне шепотом, шепотом не скажете, кто здесь капитан. Шепотом. Медпункт, я подчиняюсь госполкому. Капитан, какой у вас профиль, медпункт? Я экстрасенс. Я все делаю на расстоянии. Мне достаточно пройтись по вашей фотографии. Капитан, это я пройдусь по вашей фотографии. Я отживу у вас то, чем вы лечите. Медпункт, вы плохо представляете, я лечу энергией. Даже по телефону. Сейчас я сниму с вас это напряжение. Капитан, давай, давай, Мейзавид, снимай быстрей. А то я выявлю штурвал и переломаю тебе, ёбра. Я из среди хулиганов был, капитан. Готовься, куриный потряшок. Медпункт, нет, нет, не отходите от телефона, я приступил. Повторяйте за мной. Я здоров, у меня тёплые ноги. И снимайте рукой с позвоночника. Капитан, всё снял, у меня тёплые ноги. Сиди в изоляторе. Я иду к тебе, экстрасенс. Отъявленные у тебя? Кто-кто? Отъявленные у тебя? Медпункт, вас интересует завтрак, обед или ужин? Капитанский банкет. После банкета фановая система была забита непереваренными кусками пищи. Мы высвеливали курятину из стояков. Кто снимал пробу? Что это за рамштекс? Который даже ревизор не смог переживать и переварить. Я уже не говорю разжевать. Пароходский тамада по СПО-тоста отказался выходить из гальюна. Он не успел отстегнуть микрофон. И мы на весь банкет транслировали вот эти крики. Я требую протокола санэпидстанции, санкции прякуёра. Медпункт. Теперь легкими движениями у круг головы. Снимайте излучение вниз по иквам и отбрасывайте. Капитан, сейчас я тебе хиюг дам. Я соединю камбул с изолятаем. Ты у меня будешь толочь пейц, а кок излучать энергию. Клади ты юбку, хиюг. Это твой последний разговор по телефону. Так, вахтенный, кто у нас в юбке? Кто в юбке? Вахтенный, ваша буфетчица. Не знаю, что вы в ней нашли. Она о вас уже два раза нехорошо говорила. Она так часто нехорошо говорит, что, видимо, и думает нехорошо. Не понимаю, если вы можете доставить женщине, доставьте. Не можете доставить? Отправьте ее, я знаю, на учебу, на курсы, на танцы. Куда отправляют женщин, которые не получают удовольствия? Буфетчица, начипайте женщину. Я сойду с этого судна последний. Я весь этот гадюшник перекантую. Безо всякой учебы. Кто же ему будет делать все эти бифштексы? Капитан, ой, ой, через эти бифштексы можно читать. А если вы женщина, буфетчица, я-то женщина. А вот ты, капитан, тихо, шаг, где лоция, где накладные? Я хочу появить расход гаючего. Вышица, я тебе проверю, ты у меня поскачешь. Ты что, забыл, как весь день в бинокль смотрел? Так я тебе еще раз все глаза подобью. Опять будешь в бинокль смотреть? Мореход задрыпанный. Капитан, тихо, так, все, буфетчица, буфетчица, так, так, капитан, тихо, шаг, так. Почему здесь вся команда? Что такое? Это цик? А зайдись к чотой матери. Голос снизу. Капитан, капитан, ну, из машины, не нукайте мне. Они для дизеля выписали 93-й бензин и разъехались. А мы с изи решили поставить пароход в док. Капитан, а меня вы решили не спрашивать из машины? Почему, вот я вас спрашиваю, капитан, так, я вас заезжаю категорически из машины, и я вас понимаю. Если бы вы не были так заняты, вы увидели, что мы уже двое суток стоим на ремонте. Капитан, ну, я не вижу никаких изменений из машины. Это уже другой разговор. Ремонт это не действие, это состояние. Вы пошли в ремонт, это не значит, что кто-то что-то начал. Вы вышли из ремонта, это не значит, что кто-то что-то сделал. Ремонт вообще невозможно закончить. Его можно только прекратить. Спасибо за внимание. Мы гуляли в лесу под Ялтой. Пароход пока стоял. Мы углубились. Она сказала, давай закопаем вещи, документы, деньги. Кстати, документальная совершенно история. Значит, мы гуляли в лесу под Ялтой, пароход пока стоял. Мы углубились. Она сказала, давай закопаем вещи, документы, деньги, чтобы не мешали гулять. А место запомним. Я согласился. И мы закопали. Мы еще погуляли часа два, потом перестали. Я к ней хорошо относился. А что с нее выжмешь? Паспорт можно восстановить? Но там еще была... Перекопали мы. Хуже, что лес заповедный. Потом это охота-инспекция. И пароход за это время уже раза два приходил. Главное, не в чем из лесу. Если кто появляется, сразу вглубь ходим. Копаем по ночам. Ну что о себе рассказать? Ну, охраняем. Не даем туристам костры жесть. Кабанов гоняем, не даем копать. Там еще много осталось, хотя мы перекопали. Люди помогают. Нет, трактором нельзя. Мы же просеиваем. Там, где мы перекопали уже побеги. Аттестантности же зрелости не жалко. Но там, в общем, многие спрашивают, как я к ней после этого? Как? Хорошо. Ой, девочки, сейчас по поликлиникам стариков тучи. Лечится, лечится. Царство небесное отменили, вот они лечатся, лечатся. Дети, дети поближе, старшие внизу, не заслоняйте собой младших, родители на стульях. Мамаша, возьмите на руки маленького, а чуть в сторонку, чтобы не заслонял. Вот так вот, сзади плотнее, пожалуйста, плотнее. Сейчас, сейчас, минуточку, кто спешит? Все успеют. Вот вы высокий. Пропустите вперед девушку, чтобы она была видна. А вы почему не хотите? Ближе, плотнее, улыбайтесь, улыбайтесь. Вы, вы, вы. Вот не надо грустить. Пусть вы останетесь веселыми. Вот, вот, хорошо, все улыбаются. Внимание, пли. Вот это мне нравилось всегда. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы. И кружат, и сидят. Одни, два крупных, три, четыре мелких. А у них дома жжены, 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 жжены. Я слышал, это такая... Темный, мы тогда очень любили... Ну, я слушал эти рассуждения наших у бочки, либо дворники. Одна говорит, я слышала у Рейгана неприятности. Что ли, он какие-то документы украл? А Кеннеди семью бросил и где-то пропал. И у Пампиду личную жизнь разбили, и в стенгазете все описали. А Тэтчер страхача от консерваторов. Нелегкая у них там жизнь. Рейган скрывал про документы, но сигнал пришел от соседей. Анонимок на него много. И все с детями. С детями многие пришли, а он в молодости скитался. А сейчас с детями пришли. А дети... А дети копия он, копия. И куда отвертишься? Все видят. Сейчас уже и не назначат президентом. А так бы назначили. Он видный такой. Пьет много, но держится просто. Так что ее обназначили. Но жена с бабами сцепилась. Пусть дома сидит, хватит, мол, этих проституток. Как он из дома уйдет на работу, так пропадает. А потом хвост из баб тянется. У Тэтчер тоже неприятности. Ее наоборот, вот мужики заели. А у ее от них аллергия. Сыпь по всему телу. Не любит их, не переносит. А там без них нельзя. Хоть с кем-то, хоть когда-то, а надо быть. Там у нее с королевой неприятности. Та вроде так ничего к мужикам, но если кто не понравится, голову срубает. Лорд, не лорд. Вот певцу одному голову отрубили. Пришел не вовремя. Знаешь, опоздал или закрутился. Она его к Тэтчер, Тэтчер его обратно. Та вообще мужиков не любит. А эта говорит, что ж ты мой подарок, вот так вот левой ногой. Я к тебе, мол, по-хорошему, а ты левой ногой. А та говорит, ты, мол, что, что по приличной себе оставляешь. А мне гадость всякую, вот эту падаль. А та говорит, что вот этот певец тебе гадость? 25 лет жеребцу и поет, как соловей. Это что, тебе плохо? А та говорит, плохо и подавистый. В общем, они этому певцу голову отрубили. И давай друг друга поливать. Что было, что было? Еле растащили. Разные они все-таки разные. А друг без друга не могут. Вот друг друга не переносят, а в рост не могут. Как одна достанет там гречку или сахару, так другой приглашение посылает. Мол, пусть порадуется. А уж мясо к празднику та вообще одна не ест. Ну, где, мол, эта развратница? Пусть зайдет. Ну, пьют много. Обе закладывают. И королева, и Тэтчер. Обе закладывают. Мужиков вокруг себя повесят, колокола им на одно место. И давай гулять. Для смеху там в час, в два ткнут палкой в колокола. Он звенит, бам-бам. Большой Бен называется. И маленький Бен есть. Ну, это уже не при детях. Про размеры этих Бенов не при детях. А этот из Франции, Помпиду, то вообще поселился в Париже и давай себе жить. Вот давай себе жить. А все вокруг тоже не дураки. А прописка. Ну, тут он и завертелся. Мама там к дочери приехала. Такую ерунду плел. Стыдно слушать. Как вызвали куда надо, так и брак оказался фиктивным. И парик. Парик просто. Кто-то догадался дернуть. Парик, усы, борода, все поддельное. Он пять лет притворялся президентом, бумаги подписывал, паек ел, а сигналы шли. Ну, у него наверху свои были. Наверху. Хоть он и президент. Тоже жуки. Все загримированные. Пока кто-то из баб за усы не дернул. Ну, знаешь, там музыка, танцы, кутерьма. И вот одна с дуру. Ее предупреждали, не дергай. А ей восемнадцать. Предупреждай, не предупреждай, все равно дернет. Ну, тут такое пошло. Тетчер с королевой прилетели. Ротшельд перевод прислал. Помпиду. Рейган тоже всех своих поднял. Не помогло. Стали разбираться с Помпиду. И знаешь, куда все они эти пошли? К нам в Ростов. Да-да, тут завбаза один признался. Ну, на него все показали и отпечатки пальцев, и он раскололся. Все нити к нему. В саду все закопано. Каждое дерево не в земле стоит, а в вазоне и без корней. А цветы дернули, корней нет. Бриллианты. Вместо корней. Трава без корней. Кусты. Все на спичках, на булавках. Только чтоб снаружи держалось, а внизу серии, часы, магнитофоны. Семь цветных телевизоров закопано. Семь цветных телевизоров электрон. А на веранде один черно-белый, довоенный стоит. Для виду, для виду. Велосипеды закопаны, сервизы, туалетная бумага ящиками. Шоферский инструмент, покрышки жигулевские, крестовины, фары к 05-м, сантехника, смеситель югославский один нашли. Такое богатство. Со всего мира ОБХС прилетело. Все себе разобрали. Все себе. А когда уже все раскрыли, и он раскололся, самое главное достал стекла лобовые к восьмеркам. Что там было? Крик и плач. Его семья ж на них рассчитывала. Мол, как же и сложится, какая власть будет. А тут это же стекла, всегда капитал. Он раскололся. Так все и закончилась вот эта печальная история. Демографический взрыв. Очень смешно. Заголовок смешной. Значит, я говорю, что делается? Что делается? Мой дядька поехал на свадьбу в Мелитополь и умер. В одной комнате свадьба, в другой покойник. А что делать? Люди съехались. Тетка вошла в соседнюю комнату и умерла. Тесть вошел в трамвай и умер. Знакомый вошел в кино, сел в пятый ряд и не встал. Родственник включил свет и загнулся. Называется демографический взрыв. Тот вошел к министру, рухнул. Министр что-то хотел ответить, упал. Референт стал кричать на буфетчу, рухнул в салат. Сосед вышел за калитку, повис на столбе. Дворничка полчасово задвинула и скончалась. Муж открыл окно и дал дуба. Сын сел в такси и в реанимацию. Дирижер взмахнул палочкой, рухнул головой в пюпитр. А забеременела в указанный период всего одна женщина, которую родители уговорили сделать аборт, чтобы могла закончить школу. О танке. Помните, да? Представьте, еще как много. Я месяц отбирал, что читать. Я столько забраковал. Но хочется, чтобы это было зафиксировано на видео. Потому что на бумаге оно теряет. Это надо читать либо вслух, либо надо слышать эти буквы. Ведь паузу на бумаге как изобразишь? Не знаю, многоточием. Не знаю, как изобразить паузу. А здесь вся суть в паузах. Я хочу купить, как во время войны, танк на средства артиста, но пользоваться самому какое-то время. Соблюдая, конечно, элементарные правила движения. Приятно, наверное, внезапно появиться в ЖЭКе и попросить заменить пол на кухне, не выходя из машины. Хорошо въехать на базар и через чель спросить, сколько-сколько? Одно кило или весь мешок? Хорошо еще иметь приятеля на вертолете, чтобы летел чуть впереди, и пару друзей с автоматами, чтобы бежать чуть сзади. Так можно разъезжать по городам, ночевать где захочется, в поликлинике насчет больничного листа осведомиться, зайти к главному потолковать, пока друзья под дверь расположились. Очень хорошо, если кто-то ругается. Продавщица, допустим, так орет, что в машине слышно, и ребята сзади аж спотыкаются. Это очень удачно. Подъехать к лотку, въехать прямо на тротуар и спросить, так орудие качается, и спросить, из-за чего, собственно? Почему бы не жить в мире и спокойствии? И на ее крик, это кто здесь такой умный? Я! И подъехать поближе, громыхая и постреливая вверх совершенно холостыми, то есть очень одинокими снарядами. А вот и очередь у гастронома в рассыпную. А чем, собственно, приторговывайте? Из-за чего, собственно, жалобы? Может, обвес, обсчет, обмер? Ну-ка, свести-ка мне и сюда в дырочку положите. А что это у тебя на картоне написано? А ну, своими словами, спасибо. А ну, еще раз громче, спасибо за покупку. Слышишь, как это звучит? А теперь углубнись вот сюда в дырочку и держи улыбочку, пока я здесь внутри буду перевешивать. А трамвай сзади тихо стоит, не трезвонит, частички дорогу не переезжают, хотя и мы на красной ни ногой, ни траком. То есть кончик ствола у светофора замер, и только на желтый вздревело, и с лязгом тронулась на зеленый. Конечно, это уже не бумажные филитоны, тут и сосредоточиться на каком-то одном из недостатков. Его все-таки можно устранить, даже вместе с окружающими. Или, по крайней мере, обратить внимание общественности. Что, мол, оттуда за стрельба, дым и дикие крики? А там как раз обращать внимание общественности. Или вот тот дикий случай, например, обратить внимание общественности на скверные перила. То есть тот дикий случай, когда лестница дает движение в лист, а именно перила его задерживает. Или почему тянутся строительством. Просто подъехать и спросить. Но чтобы он через задний ход не сбежал, друзья должны его оттуда вернуть и подвезти к стенке, где графики. Пусть нам с указкой объяснит. Так же с перебоями в молоке. Попросить председателя встретиться с начальником и пригласить к стенке с обязательствами. Попросить объяснить. И насчет очков. Их нет или они есть? Они есть или их нет? Не в очках дело. Пусть скажут, они есть или их нет? Лекарства. Выписывать те, что есть, или те, что лечат. И чем они отличаются? Я не думаю, чтобы они длинно говорили. Да и просто легче кого-то подсадить на поезд. В степи встретить и подсадить. Билетов все равно нет, а места все равно есть. Да господи, имея такой аппарат, нетрудно весь художественный совет пригласить к себе по поводу принятия этого монолога. Если кто против, спросить, сидя на башне и хлебая из котелка, а почему, собственно? Ну вот не просто ему не понравилось, и мы не играем, а спросить, почему? Мы можем даже вместе выйти на сцену. Один читает произведение, а другой тут же объясняет, почему этого не надо делать. Это в те годы. И кто больше, соберет народу. Пусть эти ребята тоже дают прибыль. Да мало ли, куда можно подъехать, справиться, как там идут дела. Но тут уж не по телефону, тут как никогда важен личный приезд. И устроить прибытие скорого танка по вызову. Это вам не грубо психологов, которые успокаивают под девизом «То ли еще будет». Это мы. Это мы. Конкретные ребята. Мотовзвод огнестрельного сочувствия. И чтоб прошел слух, что врать нам стало небезопасно, что из-за неизвестного жильца может приехать я с друзьями. И наша бронь так же глуха. И пусть у него хоть на какое-то время отнимется его хамство, которое ему кажется умением работать с людьми. Пусть оно больше не вырабатывается его председательской железой. Пусть он не учит нас, ибо результатов у него никаких. А ждать, что он сам поймет, уже невозможно. Парня крепка, и танки наши быстрые. В обществе наше не то, в котором мы состоим, а то, которое образуем. Хорошо сказано. Сами иногда... Некоторые критики и критикессы пишут, мол, самоуверен. Ни черта не самоуверен, не ироничен. Но еще и, конечно, с удовольствием сам натыкаюсь. Ну, написано, когда было, а вот наткнулся, такая фраза хорошая. Общество наше, потому что тут очень много, очень много, ребята. Ну, даю вам честное слово. Совершенно не зависит от меня. Вот рукой, как будто кто-то водит. Но я сам читаю, вот натыкаюсь. Просто кайф. Общество наше, общество наше, не то, в котором мы все состоим, а то, которое образуем, было подвергнуто тщательному наблюдению. Там обнаружено появление одиноких личностей сороковых с лишним годов. Эти люди, куда со всей силой входят женщины, пытаются вести беседы, затрагивающие вопросы политики, шалуются на сердце, тоску, вздыхают, часто смотрят вверх, не могут подать себе чашку чая. При появлении молодых женщин проявляют некоторую озабоченность, оставаясь неподвижными, которые вытесняются с жалобами на тоску, сердце и некоторые вопросы политики. Глубокое недоумение вызывает внезапно затанцевавший сороковик. Женщина сорокопятка, одинока, полнорука, золотозуба, брошиста, морщевато, подвижно, легко идет на контакты, если их разыщет, танцует много тяжелосов с криком, падает на диван, обмахиваясь, во все стороны показывает колени, ждет эффекта. В этой среде особенно популярны джинсы, подчеркивающие поражение в борьбе с собственным задом. Женить бы на молодых, стремительно приближающие смертный час и тост о здоровье всех присутствующих. Второй тост за милых, но прекрасных дам предвещает скучный вечер со словами «Вам это помогает, мне это не помогает». Романы сорок плюс сорок небольшие, честные, с двухнедельным уведомлением. В основном это люди, смирившиеся с одиночеством, твердо пропахшие жареным луком и только не дай бог, если телефон откажет или будет стоять далеко от постели. Благодарю за внимание. Как вы не хоронили в августе в Одессе в полдень в жару? Ну давайте сделаем это вместе. Попробуем близкого человека, давайте. Мы с вами подъедем к тому куску голой степи, где указано хоронить. Кладбище, мать тих. Съезжается пятнадцать-двадцать покойников с гостями сразу. Голая степь, поросшая могилами. Урожайный год. Плотность хорошая. Наш участок двести восемь. Движемся далеко в поле. Там толпы в цветах. Все происходит в цветах. Пьяный грязный экскаватор в цветах. Все давно приготовил. Ямки по ниточке. Раз, раз, раз. Сейчас он только подсыпет, подроет, задевая и разрушая собственную работу. У него в трибуне потрясающая рожа музыкального вида с длинными волосами. Лабух. Двумя движениями под оркестры вонзается в новое, руша старое, потом жутко целе снова промахивается, завывает дизелем под оркестры. Дикая плотность. Их суют почти вертикально. Поют евангелисты, высоко взвывает евреи. Из-за плотности мертвецов на квадратный метр над каким-то евреем. Товарищи, дозвольте мне. Пу! А где Григорий? Что же вы меня ведь штукнули, товарищи? Цветы, цветы, затоптанные, растоптанные, белые лица, черные костюмы, торчащие носки ботинок, крики. Ой, Геволт, Господи, душу его покой. Дозвольте мне, товарищи. Хорошо видны четверо в клетчатом с веревками и лопатами. Их тащат от ямы к яме. Быстрее, быстрее, закопайте. Это невыносимо. Сейчас, сейчас, сейчас. Вначале веревки, потом лопаты. Где чей? Как табличку? Где табличка? Сойдите с моей могилой. А где мне стадия? У меня нога не помещается. Все равно сойдите с моей могилой. Веревки, лопаты. Музыкант выкапывает, они закапывают. Пять штук сразу. Между ними по оси их 50 сантиметров, по оси Y 25. Много раз. Много. Пока еще живых больше. Но это пока и это на поверхности. Четыре человека машут лопатами, как веслами. Мы им все время подвозим. Не расслабляться. Покойники снова в очередях. Уже стирается эта небольшая разница между живыми и мертвыми. Шеренги по веревке. Расстояние между бывшими людьми полметра, время полминуты. Крики, платье, речи, гости, цветы, имена. На красный гроб прибивает черную крышку. Ребята, это же не наша крышка. Ребята, где наша крышка? Откуда мы знаем, где ваша крышка? Сема, держите рукой нашу крышку. В этой кислоте над вашей ямой чужой плач. Он был в партии до последнего дня. Кто он? Никогда не был в партии. Если бы мы достали кровь, он вообще бы жил. Цепарин, цепарин. Ему не хватило цепарина. Вы знаете, операции они делают удачно. Они выхаживать не могут. Зачем тогда эти удачные операции? Вы хотите, чтобы он хорошо оперировал и ночами еще ухаживал? Я ничего не хочу. Я хочу, чтобы он жил. Вы скажите спасибо, что оперирует хорошо. За что спасибо, если я его хороню? Это уже другой разговор. А вы знаете, вот он не хотел брать на себя. Вот он. Он как чувствовал. А они ему все время сверху. Бери на себя. Бери на себя. Он не хотел. Я не возьму на себя. Они кричали. Бери на себя. Он взял на себя. Теперь он здесь, а они в стороне. Что вы знаете? Теперь же инфаркт лечат. Инфаркт не лечат. Его отмечают. Отметили и живи, если выживешь. Как он не хотел брать на себя, а не ему? Мы приказываем строй. Он говорил, я не имею права. Они говорили, мы приказываем строй. Он построил. Когда приехала ревизия, они говорят, мы не приказывали. Теперь он здесь, а они там. Куда высыпите наши цветы? Где он? Где Константин Медович? Константин Медович? О, вот он. Нет, это не... О, вот он. Ой, Константин Медович, и при жизни я вас искал. Вечно вас ищешь. Вечно вас ищешь. Господи, спаси и помилуй. Суди нас, Господи, не по поступкам нашим, а по доброте своей, Господи. Товарищи, славный путь покойного отмечен почетными грамотами. Тут закончили, там заплакали. Тут заплакали, там разошлись. Цветы, венки, гробы, ямы, плачь, вой. Беларусь задними колесами в цветах. Товарищи, всех ногами к дороге. Товарищи, разворачивайте. Раз черт его знает, чего больше, рождается или умирает. Какое нам дело, если нас так хоронят? Население. Мы население. Не смейте кушать, Марья Ивановна. Это же колбаса для населения. Сетевые сосиски, комковатые публичные макароны, бочковые народные пельмени. Страна вечно зеленых помидоров, жидкого лука. Для удобства пассажиров маршрут номер 113 переносится. Для удобства покупателей магазин номер 2 нового шторга закрывается. А оперируют они хорошо, только очень непрерывно. Так же, как и копают. Мы им подносим, они закапывают. Без простоев. Огромное поле. Все ямы на одном пяточке. Ибо, ах, ибо, удобно экскаватору, копателям, конторе. Всем кроме нас. Как наша жизнь не нужна всем кроме нас. Как наша смерть не нужна всем кроме нас. Как нас лечат. Как мы умираем. Как нас хоронят. Все. Вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну, как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, четвертую вода. И прославленная такая, чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Наконец мы добились, чего хотели. Свобода. И стало страшно выходить на улицу. Свобода. И летят под откосы поезда, взрываются электростанции. Свобода. Появились первые журналисты, получившие палкой по голове. И первые певцы, ограбленные прямо на сцене. Свобода. И синяк под глазом. Ты за кого? За этого. Ах, за этого хрясь. А за кого надо? Будь за того. Тут следующие бегут. Ты за кого? Да за того, за того. Ах, за того хрясь в другой глаз. Ребята, я ни за кого. Ах, ни за кого хрясь в третий глаз. Свобода. Ты за кого? За социализм или за капитализм? Да я, ребята, тут недалеко, я за спичками. Хрясь в четвертый глаз. Кому верить? Кому верить, заметалась толпа. Перестала работать даже та часть населения, что работала. О чем мы будем работать, когда ничего нет? Правильно, закричали другие. Не будем работать, пока все не появится. Так экономика у вас плохая, сказали на съезде. Верно, закричали все. Не будем работать, пока экономика не появится. Свобода стала принимать незнакомые, угрожающие размеры. Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа олиготе, три. И только с пьяными женщинами разговаривал четыре. Я бы работал, когда хочется, шесть. И часы бы перебил, семь. И детей бы узаконил. И наелся устриц. И в Париж на минутку, и обратно восемь. И в деревню на подводе с сенами девками, семь. И обратно быстро на машине, девять. И спать, десять, одиннадцать, двенадцать. Остричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами. Обриться у длиноногой, смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это восемь. Охотиться можно. Охотиться можно, но не на уток, а на воднолыжников из мелкокалиберки с упреждением. Это семь. Не забыть выиграть у китайцев сражение и порт Артура бить у них. И тут же окружить себя пленницами. Портреты у них поменять на свои. Из ручек у девушек цитатники вынуть и вложить в них что-нибудь другое. Это шесть. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. А гады пусть врут от инфарктов и пестицидов. Это десять. Да, кондиционеры налито. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это сто. О, борьбу с пианством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними. Пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это сто одиннадцать. Морякам всем вернуться. Они туда плавают, чтобы здесь гулять. Так здесь уже и так гуляют. С театрами им. Да пусть играют, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожнее. Не дай бог перемрете от бессилия своего бесстрашия. От чудовищного выбора позиций в классовой борьбе. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров. Они по пятницам. А в четверг все вместе. С воблой, пивом, раками, зеленью. И ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строк. Тишина, чтоб до обеда до шести вечера. Воробьям, сволочам, лапы ватой обмотать. Псам, кляпы. Львам в зоопарках и у берберовых глушителей напасть. Женщинам в понедельник не рожать. Пусть мужчины подсчитают. И все спим. В понедельник тишина. Вторник, среда, личное время. По пятницам с девяти до двенадцати. Все выслуживают друг друга. В комнате, мирно. И перестаньте ругаться и кричать друг другу евреи. У нас в стране не все евреи. Спасибо за внимание. Перешли, значит, уже к времени Горбачеву. Кончилось Брежневское. Эти похороны. Боже мой, оцепили центр Москвы. Появилось все в магазинах. На пушечных лафетах они друг за другом ушли из нашей жизни. Все. Они уходили все на пушечных лафетах, как вы помните. И мы начинаем новую жизнь. Нашу жизнь так жить нельзя называется. Вот это первое, что я написал тогда. Нашу жизнь характеризует одна фраза. Так больше жить нельзя. Вначале мы ее слышали от бардов и сатириков. Потом от прозаиков и экономистов. Теперь от правительства. Наш человек эту фразу слышал 300 лет назад, 200, 100. И, наконец, 70 лет назад сделал так, как ему советовали. Ибо так больше жить нельзя. С тех пор слышишь эту фразу каждый день. Убедившись, что эти слова перестали быть фразой, а стали законом, независимым от образа жизни, он повеселел. Как бы ты ни жил, так больше жить нельзя. А как можно, тут мнение делится. Там зубы гром вроде живут неплохо, но так жить нельзя. Кроме того, с нами находятся крупные работники, которые твердят, что так как там нам жить нельзя, и мы уже один раз отказались, и мы должны мучиться, но держать слово. На вопрос, там есть? Есть чего? Есть чего. Одеть есть чего? Есть чего. Пить есть чего? Есть. Так почему так жить нельзя? Тут они багровеют, переходят на ты, а потом тебе же, про тебя же такое, что ты долго мотаешь головой и ночью шепчешь. Постой, я же в 65-м вообще в Казани не был. В общем, как там жить запрещено, а как здесь жить нельзя. Поэтому сейчас с таким же удовольствием, с каким раньше публика наблюдала за юмористами, балансирующими между тюрьмой и свободой, так сейчас за экономистами, которые на своих концертах объясняют, почему как здесь жить нельзя, а как там не надо. Потому что, мол, куда же мы тогда денем тех, кто нам мешает? Их же нельзя бросать. Нам же их кормить и кормить. Потому что это их идея, жить так, как жить нельзя. Билеты на концерты виднейших экономистов не достать. Хохот стоит дикий. Публика уже смеется не над словами, а над цифрами. Тут соберут, там потеряют. В магазинах нет, на складе есть, на случай войны. Тогда давайте воевать поскорее, оно же все испортится. И оказывается, в мире никто мороженое мясо не ест, только мы и звери в зоопарке, хотя звери именно и не едят. Поэтому только мы. Вот я и думаю, может, нас для примера держат, весь мир смотрит и пальцем показывает. Видите, дети? Так жить нельзя. Помните монолог Четельный, который знали многие? Вот, 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 ребятки. Я хочу его прочесть. Что нас тогда страшно удивляло? Мы же пользовались нашими лекарствами, а четвертое управление только импортными. Значит, четвертое управление это в Кремле там. Поэтому они, в общем, жили долго, а мы как могли. Хотя названия у лекарств были одинаковые. И вот, что я хочу сказать. Ведь для себя работаем, и что еще хуже, для внутреннего употребления. Я не имею в виду импорт, я имею в виду внутреннее глотание. Как в аптеке пишут. Ведь если вспомнить, вот я сейчас читаю и думаю, они же все жили действительно до 70 лет. С помощью чего? Ведь они же все помирали в глубокой старости все-таки. Вот, видимо, благодаря дисциплине и все-таки лекарствам и регулярному осмотру. Поэтому всем говорю, подвергайтесь. Значит, я вот что хочу сказать. Ведь для себя работаем, что еще хуже, для внутреннего употребления. Я не имею в виду импорт, я имею в виду внутреннее глотание. Как в аптеке пишут. Никуда это не уходит, это свой другой такой же должен глотать. Это не стрижка, которой в массе мы не овладели. Значит, так и ходим. Человек в плохой стрижке может что-то изобрести. Встать утром и поехать таки на работу. И в пальто суровом он поедет. Он не поедет, если чего съел для внутреннего употребления. Что смешно. Те лекарства, что подробно делаем, точно выдерживая технологию, сами и глотаем. А потом слышны медицинские крики. Как же точно по формуле CH3CO2H5 плюс метилфлатилгидрат на пару не помогает. А точно такая же швейцарская сволочь эту бациллу берет. Опять проверяем CH3CO2H5 на пару. Не берет. И что особенно противно, названия у них одинаковые. Опять говорю, нам же самим это глотать. Те, что сравнивают, сидят, глотают то, что берет. И с сожалением смотрят вниз и думают, когда же мы тут научимся. Ну, а Швейцария совсем маленькая страна. Красноярский край покрывает ее, как быковцу. Она тужится и работает, как дизель в Заполярье. Но не в состоянии вылечить всех желающих в той далекой стране, где мы как раз и процветаем. Так что тщательнее надо, ребята. Формулу нам дали CH3CO2H5 на пару и не берет. Должна брать. Может, руки надо помыть тому заскорозлому пацану, что колбу держит. Не хочет сам силой помыть ему. Может, излишне трясет в наших пульмонах. Может, с перепоя сыпет мимо пробирки. Я же говорю, делаем только для себя. Тут особенно тщательнее надо, ребята. Не надо чай на кирзе настаивать. Потравим друг друга окончательно. Мало того, что в нехороших прическах, так еще с дурным пищеварением. Ежели, конечно, задаться целью извести народ. Как-то уменьшить нагрузку на почву. Тогда надо продолжать и аспирин, и барматуху, и вот эти колодки каторжные для модельной обуви. Что внутрь глубоко идет туда, за тюмень. Где как раз в них круглые годы ходят. Или грузовики, что не заводятся на морозе. В отличие от тех, что заводятся, хотя очень похожие. А на морозе греметь ключами всегда приятнее. Тем более, что страна северная, и мороз повсюду. А вот тот же фиат как раз заводится на севере, а москвич как раз нет. Тщательнее надо, ребята. Ни на кого ваше упорство не действует, только на своего брата в телогрейке. Потому что тот, кто выбирает, выберет яд. А кто не выбирает, долго глядит вдаль, силясь далеко-межевски разглядеть своего коллегу, с таким трудом собравшего именно вот эту коробку передач. И довольно похожее. Очень похожее на настоящую. И что-то даже залил туда, то ли свое, то ли чужое. Она все равно на морозе только вместе с шестернями вылетает. Тщательнее надо, ребята. Общим видом овладели, теперь подробностей не надо пропускать. А если дома из газовой горелки вода пошла, а из водопровода газ, ни на чьи нервы это не действует. Ни на кого этот метод не доходит, кроме своего такого же, что у бочки греется под этот рассказ. Так что я думаю, что если бы до таких же неимоверных высот, что мы достигли, что мы добрались в ремонте, мы б поднялись в изготовлении. Так же Голландия валялась бы у нас в ногах с просьбой одолжить трактор на недельку. А уж от подольской швейной машины шпионов отгоняли бы как мух поганых. Но если еще можно шутить с коробкой передач, то с этим порошком повторяется H3, CO2, H5 на пару надо щетельнее, ибо в отличие от распредвала, мы их берем внутрь и быстро усваиваем зеленее от надежды. А ходить потом и с микробом, и с лекарством внутри, это же двойная гибель, от которой надо спасаться третьим раствором, снова с циктыкарского завода глубоких лекарственных препаратов. Так что сильнее надо, ребята. Население у нас крепкое, и в основном уже лечится само. Теперь духовная пища. Книги, фильмы, эстрада, керамика. Оно тоже. Это тогда было написано. Сейчас это все засилие как бы иностранщины. Тогда было написано. Теперь духовная пища. Оно тоже. Тот, кто может выбирать, что ему смотреть, может это смотреть и не будет. То для ознакомления ту же проклятую Швейцарию смотрит. Так что фильмы опять-таки делаем для себя. И вроде бы упорно смотришь, а ничего не видишь. И вроде колхоз ненастоящий, и председатель так не ходит, не говорит, не ест. И влюбленные эти, взятые целиком из жизни голубей, тоже не по-человечески ходят у фонтана, и не по-человечески смотрят вдаль. И тем, кто никогда не был в колхозе, что-то не верится. А те же живут в нем, жутко ругаются, и матерно кроет Голливуд. Это все удар против себя. Кому надо, тот запрется и посмотрит Бонни М. Или еще лучше Аллу Борисовну с ансамблем. Но опять-таки говорю, книгу можно отложить, из кинотеатра вырваться. Коленвал проточить. Но куда ты денешь лекарства от печени, кроме как себя? Вот это СН-30, СН-2, СН-5 на пару, что, в отличие от швейцарского, не берет микроб, а наоборот с ним сотрудничает. Если мы говорим о росте населения, то хотелось бы, чтобы не только за счет увеличения рождаемости в Азии, благодаря отсутствию тех же медикаментов, но и за счет продолжаемости безболезненной жизни рода человеческого, где мебель, ковры и посуда не могут заменить интересного дела, будь то написание этих строк, или приготовление лекарств, ибо то и то для людей, для самого главного внутреннего употребления. Итак, Одесса для тех, кто ее не знает, но хочет знать. Довольно красивый город на нашем юге и чьем-то севере, на берегу Черного моря, юбилей которого мы еще будем отмечать. Очень жаркий июль, когда мы по ночам обливаемся потом и прилипаем друг к другу, а серая морская вода не охлаждает, а засаливает. Дачи здесь маленькие, квартиры без крыш, засыпаешь один, просыпаешься в пятером. Слева жарят рыбу, справа варят борщ, впереди достают мясо. Лучшие в стране рты не закрываются ни на секунду. Хрумкают, лузгают, щелкают, слушают ртом. Девушки весной хороши, как кукурузные початки молочно-восковой спелости. Летом еще лучше, стройные и упругие, покрытые горячим загаром и мягкой степной пыльцой. Идти за ними невозможно. Хочется укусить и есть их. От красоты у них скверный характер, а в глазах коварство. Миша уже есть шесть часов? Нет, а что? Ничего, мне нужно семь. Для постороннего уха одесситы непрерывно острят. Но это не юмор, это такое состояние от жары и крикливости. А настоящий юмор в Одессе рождается только в ответ на постановление горысполкома. Видимо, организм на инородное вмешательство вырабатывает антитела. Писателей в Одессе много. Им легко. Им достался такой город, что можно не писать, а записывать. Он взял в жены розу с верандой и горячей водой. Одесса давно и постоянно экспортирует в другие города и страны. Юмор, музыку, журналистов, шахматистов, физики и математики получаются хуже, хотя отец нашей космонавтики Королёв и нынешний главный конструктор Одесситы. Со времен Бабеля в детей вкладывают все надежды. Раньше на крошечное болезненное существо вешали скрипку, теперь вешают коньки, шахматы или морской бинокль. Худой ребенок считается больным. Его будут кормить все, как слона в зоопарке, пока у него не появятся женские бедра, отдышка и скорость упадет до нуля. Теперь он здоров. Август у нас лучший месяц в году, но сентябрь лучше августа. Учебный год. Приезжие разъезжаются. Первое сентября – день освобождения Одессы. Пляжи пустеет, воздух прозрачный, вода прохладная. Я спросил старичка на песке. Вы что, не мерзнете? Почему? – ответил он. Зима в Одессе странная. Дождь сменяется морозом, образует дикую красоту. Стоят стеклянные деревья. Висят стеклянные провода. Земля покрыта стеклянными дорогами и тротуарами. Машины и люди жужжат, как мухи на липкой бумаге. Если он неподвижен, значит, едет вверх. Если едет вниз, значит, тормозит. Ушибы, переломы, носки поверх сапог. Очень красивая зима. Почему здесь рождается столько талантов, не могут понять ни сами жители, ни муниципалитет. Построены огромные новые районы, но там дома стоят отдельно, и жить неинтересно. Интересно в старых дворах, где стеклянные галереи, и все живут как в аквариуме и даже подсвечены лампочками. Что пожелать Одессе в день рождения? Видимо, патриотизм – дело недостаточное. Я не понимаю, зачем мне нужно было давать концерт в фонд восстановления Одесской кирхи. Это как-то далековато от нас. Надо было дать концерт в фонд Одесской канализации. Я думаю, каждый Одессит должен давать каждый день один концерт в фонд родной канализации. Читаешь эти драматические сообщения, купаться нельзя, опять прорвало канализацию в районе Аркадии, в районе фонтана, в районе пляжа, и думаешь, боже мой, что же это за стихия такая? Что же там за напор такой сумасшедший? И с продуктами в магазинах не такой уж расцвет. Фрукты в этом году слабые, огурец вообще погиб. Откуда такой напор в канализации? Посочувствуешь муниципалитету, если даже в неурожайный год такой напор? А может это к лучшему? Может это в связи с перестройкой? Все вот это худшее, вот это чванство, тупость, тупое вмешательство во флот, в медицину, бесконечное устройство своих по блату, по родству, вместе с грубостью и хамством, поперли через канализацию со свойственным им напором. В Одессе никогда не было хамства. Здесь не всегда удачно острили, не всегда правильно говорили. Прославленный одесский сдвинутый язык образовался от того, что жители думали по-украински, по-гречески, по-еврейски, а говорили по-русски. А когда думаешь по-еврейски, а говоришь по-русски, и получаются вот эти крики? Сема, иди домой, иди домой. Перестань валять дурака, думай что-то. Ты куда идешь? Нет, я иду домой. Я повторяю, здесь могли неправильно говорить, неудачно острить, но не было хамства и злобы. Это приобретение последних лет. Одесса самый интернациональный город. Здесь деваться друг от друга некуда. Здесь можно скандалить, но жить нужно вместе, как мужу и жене. А выяснять взаимоотношения, как в каждой семье, можно бесконечно. Это ты, нет, это ты. Все нации в Одессе, за исключением отдельных представителей, живут одинаково, едят одинаково и думают одинаково. А злость в человеке рождается от незнания, от подозрений. Эта нация рыбу съела, эта нация мясо съела, эта нация заняла курорт, а другая его освобождает. Что пожелать Одессе к двухсотлетию? Чтобы Одесса стала культурным центром Юга России. Чтобы было много газет, журналов, юмористических и живописных. Чтобы было много театров, студий, кафе, кондитерских. Чтобы в опере пели лучшие наши и лучшие итальянские голоса. Постойте, я говорю о прошлом или о будущем? О будущем. Чтобы вода текла не по статистическим данным, а по трубам. Я хочу, чтобы в двухсотлетию в Одессе была масса мест индивидуального отдыха вместо одного места массового отдыха. Ибо массового отдыха не бывает. Хотя хоровое пение возможно. А от предков нам досталось прекрасное место, прекрасная архитектура. Солнце, море, земля. Осталось быть счастливыми на этой земле. Но это уж такой пустяк, что и говорить об этом не стоит. Немножко о любви. Одесская. Своё тоже родное. Рассказ моей тёте Клары, как она три года. Я три года над ними работала. Я три года над ними работала. Он несчастный парень. Она еле дышит. Я их познакомила. Он приходит ко мне. Она сидит у телевизора. Даже в мою сторону не глядит. Я поехала к ней. Почему так, Розочка? Ты не можешь пошевелиться? Она мне говорит, он же мужчина. Он так сидит. И я так сижу. Я поехала к нему. Что же вы так сидите, Славик? Вы же мужчина. Не может же девушка броситься вам на шею. Ну сядьте поближе. Пойдите в кино. Ой, она кино смотрит. Она на меня не смотрит. А вы за руку ее брали? Нет. Возьмите. Она вырвет. Не вырвет. Она вырвет. Не вырвет. Я поехала к ней. Он пойдет с тобой в кино. И возьмет тебя за руку. Ты не вырывай. Да, не вырывай. А если мне будет неприятно? Будет приятно. Будет неприятно. Будет приятно. А от чего? Ну от того, что когда мужчина берет за руку, это всегда приятно. Он приходил жаловаться, она приходила жаловаться. Я их вела три года. И вдруг от посторонних у людей я узнаю, что они пошли в ЗАГС. Я не пошла на свадьбу. Я обиделась. Ну что, я неправильно сделала? Мама не требует, чтобы я взял в руки перо, тогда она перестанет мерчать. Вот я взял. Интересно, что я напишу под наблюдением. Мы живем на даче. То есть все живут дома, а мы живем среди них. Расстояние между живущими миллиметров нет сантиметров пятьдесят. Во главе в кресле в конце тропинки напротив ворот сидит мощная старуха Ковбасенко в восемьдесят шесть. Спасибо ей за то, что она нас приютила. Она следит, чтобы мама не появилась в купальнике, чтобы гости приходили редко, чтобы душ принимали редко, чтобы свет включали редко, чтобы в туалете сидели быстро, чтобы телевизор работал мало, а спать ложились тут же, как пришли. Остальное не ее дело, как она неоднократно кричала на рассвет. От старухи вверх, если считать от земли, идут дочь, зять, внучка, правнучка, муж внучки самый добрый. Зять 65 работой днем и ночью. Молча, с упреком. Копать с упреком вдвое тяжелее, но эффект огромный. Сколько раз попадал лопатой по ноге, поскольку смотрел на всех с упреком. Потом приспособился. Мы так и не смогли. Мы платим 600 рублей за сезон еще копать ему яму, но очень тянет. Маму еле оттащили. Я закален и могу молчать, а лежать среди трудового энтузиазма считаю дальновидным. Дочь 52, жена, зятя 65, как все одесские женщины, непрерывно стирает. Тут много загадок. Их двое. То ли ей стыдно перед ним, она непрерывно стирает, развешивает брюки, тряпки, брезенты, ковры, занавески, выкручивает, вздыхая. Что вы так часто ходите в душ? Споласкивает. Вы что, такие запачканные? Вы же чистый молодой человек, выкручивает. А вчера у вас была дамочка с расстройством, видимо. Не могли дождаться ее из туалета. Я стучала, муж под дверью мусор полил. Она молчит. Вся в дыму. Мы волновались. Замечания по поведению мамы она сообщает мне и наоборот. И мы полны новостей. Старуха знает, что я литератор и ест, глядя на ручку. Все перестали копать, мыть, стирать, глядят на меня. Отношение к пишущему. Все вокруг не пишут, он один пишет. Средь бела дня. Не боится. Внучка 32 с мужем 34 из другого поколения. Копают для отвода глаз. В результате их шумной работы яма не углубилась ни на миллиметр. Они телеманы, театралы, собутыльники. Ждут окончания всех работ, чтобы развалить и сделать по-своему. Голос его и диктора одинаковый. Я все думаю и телевизор, пока он внезапно не ругается матом. Также медленно начинает об экономике или сельском хозяйстве раздельно, значительно. Вдруг мат, и все пропало. Мама бросается. Боже, что там такое в Москве? Но парень хороший любит выпить только за праздничным столом. От этого сервировка из беседки не уносится. Правнучка 15 выглядит на 26. Чего-то хочет непрерывно. Часто скрывается в доме, оттуда фортепиано. Выходит в купальном костюме, возвращается с моря, входит в дом, оттуда фортепиано. Выходит в шляпе, возвращается в дом, оттуда снова фортепиано. Начальное, со значением, но без музыки. Еще 4 дачника, кроме нас. Басовитый, пузатый, низко сидящий, в шортах до земли. Его жена, молчаливо скользящая, чтобы не упрекнули. Под ручку на море, на базар, оживляются только за забором. Внутри ничего мы не сделали, мы пройдем и сразу ляжем. Это мы случайно пить захотели, мы выметаемся. Чтобы поддержать любовь хозяев, выезжает за неделю до срока. И какая-то семья, которую никто не видел, они где-то здесь живут, не обнаружил. Чей-то зад мелькнул в кустах, ему года 44, говорят, ребенок и жена. Поймать невозможно. Я уже выскакивал в общем ажиотаже, мусор выбрасывать. Все были. Они говорят, уже выбросили. И сейчас их нет, уже съехали. А вообще высокие розы, солнце, виноград над головой, жужжат пчелы, журчит вода, трое затянули учку дуг, я кладу перо и под наблюдением старухи иду. Это можно, это за водой. Ничего страшного. Спасибо. Как шутят в Одессе? Группа людей со скорбными лицами и музыкальными инструментами. Будем делать паузы, я уже понял. Впереди бригадир-дирижер. Звонок. Выходит жилец. Бригадир вежливо приподнимает шляпу. Ай-яй-яй, мне уже говорили, такое горе. Жилец, какое горе. Бригадир, у вас похороны? Жилец, похороны? Бригадир, Решелевская, 6, квартира, 7. Жилец, да. Бригадир, ну? Жилец, что? Будем хоронить? Жилец, кого? Бригадир, что значит кого? Кто должен лучше знать, я или ты? Ну, не валяй дурака, выноси. Жилец, кого? Бригадир, у меня люди. Оркестр, 15 человек живых людей. Что у них, детей нет? Маня, прошу. Толстая Маня в носках и мужских ботинках ударила в тарелки и посмотрела на часы. Жилец, минуточку, кто вас сюда прислал? Бригадир, откуда я знаю? Может быть и ты, что я всех должен помнить? Из коллектива вылетает разъяренный тромбон. Миша, тут будет что-нибудь? Или мы разнесем эту халабуду в дребезги пополам? Я инвалид, вы же знаете. Бригадир, Жора, не изводите себя. У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание. Жилец, я себе представляю. Бригадир, секундочку, вы услышите наше звучание, вы снимете с себя последнюю рубашку. Эти люди чувствуют чужое горе, как свое собственное. Жилец, я себе представляю. Бригадир, встаньте там и слушайте сюда. Тетя Маня, прошу сигнал на построение. Толстая Маня ударила в тарелки и посмотрела на часы. Бригадир прошел с аквалерийским шагом. Константин, застегнитесь, спрячьте свою нахальную татуировку с этими безграмотными выражениями. Если вы ее не выведите, я вас отстраню от работы. Федор Григорьевич, вы таки студент консерватории. Возможно, вы даже культурнее нас, вы знаете ноты. Но эта ковбойка вас унижает. У нас, слава богу, есть работа, уличное движение растет. Мы только в июле проводили 15 человек, не считая три свадьбы. Теперь вы, Маня, что вы там варите себе на обед, меня не интересует. Но от вас каждый день пахнет жареной рыбой. Переходите на овощи, или мы распрощаемся. Прошу печальный сигнал. Оркестр играет фантазию, в которой с трудом угадывается похоронный марш. Жилец аплодирует. Большое спасибо, достаточно. Но все это напрасно. Наверное, кто-то пошутил. Бригадир может быть, но нас это не касается. Я 15 человек снял с работы. Я не даю юноше закончить консерваторию. Мадам Сборовская бросила хозяйство на малолетнего бандита, чтобы он был здоров. Так вы хотите, чтобы я понимал шутки? Рассчитайтесь, потом посмеемся. Из группы музыкантов вылетает разъяренный тромбон. Миша, что вы с ним цацкайтесь? Дадим по голове и отыграем свое горено огнем. Бригадир, Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело, чем опять нервничаете. Жилец, почем стоит похоронить? Бригадир, с почестными Жилец, да. Не торопясь, Жилец, да. По пятерке на лицо. А без покойника? Бригадир, по трешке, хотя это унизительно. Жилец, хорошо договорились, играйте. Только пойте в память Сигизмунда Лазаревича и сестру его из Кишинева. Музыканты по сигналу мани начинают играть и петь. Безвременно, безвременно. На кого ты нас оставляешь? Ты туда, а мы здесь. Мы здесь, а ты туда. За кулисами крики и плач кого-то понесли. Бригадир повеселел. Вот вам и покойничек. Жилец, нет, это только что. Это мой сосед Сигизмунда Лазаревич. У нее сегодня был день рождения. В последние годы, как никогда, приветствуют всех приезжих переходящим по носам и бурным расстройством, происходящим в них еще до наступления других городских впечатлений. Множество гостей в домах отдыха и санаториях на второй-третий день радостного пребывания неожиданно грустнеют, становятся задумчивыми, на шутку реагируют плохо, о городе отзываются странно, все время вздрагивают и прислушиваются к себе. Гастролер работает осторожно, не в полную силу, в гостях не поют, овощей и фруктов категорически не едят. Крепкий чай и, если можно, немножечко рису. таблетку у меня с собой. Народ по улицам передвигается быстро, разговаривает коротко и нервно. Извините, мы в неудачном месте остановились. Вам все равно, где беседовать, а мне там за углом будет удобней. Местные, конечно, покрепче, но тоже не отходят далеко от дома. Путешествуют рядом. Из дома выскочил в магазин, схватил чего-нибудь расстраивающего и назад. Съел и прислушився к себе. Такое время застой сменился бурным непрерывным процессом, уносящим из организма все, вплоть до мыслей и школьных знаний. Вот это перестройка. К общему расстройству промышленности прибавилось свое собственное. Народ мелькает, как мошкара. Пойти в этом состоянии в театр могут только очень интеллигентные люди. Так что крайне весело стало отдыхать в Одессе. Если убережешься от морской воды, не убережешься от питьевой. Убережешься от питьевой, все равно к воздуху обратишься, а там тебя уже ждут. В такой ситуации выход один. Спорт, алкоголь, полная раскрепощенность, хотя и без половых контактов, ибо там свои отравления. Так что город пришел в полное запустение и разочарование. Жители такие же замурзанные, как дома. Государственная торговля целиком ликвидирована, вся экономика стала теневой, промышленность ничего не производит, кроме ядов и газов. Государственные и кооперативные секторы соперничают в производстве отравляющих кремов и пищевых ядохимикатов. В общем, местные отравленные приветствуют гостей города, желают им приятно отдохнуть, хотя письма из Одессы лучше прокипятить. В Одессе до эмиграции жил такой Миша Беленький. Мой приятель играл на саксофоне, музыкант. Он очень любил шутить. В грежневские времена особенно это было удачно. Как-то одел темные очки, плащ, шляпу и пошел давать телеграмму. Тетя умерла, аптека закрыта, посылки больше не посылай. Телеграфистка отказалась принимать, на крыльце уже ждали, провел четыре дня в КГБ. Он играл в судовом оркестре, вернулись они как-то с Кубы, во время досмотра пограничниками он влез в шкаф и заперся изнутри. Пограничник нашел его в шкафу со всеми правильными документами. Опять четыре дня сидел в КГБ. Остановила ГАИ, велели открыть багажник. Он отказался. Они приказали, он крикнул ложись. Все залегли, а там ничего не было. Четыре дня провел в больнице. Сейчас в Америке. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Там, где нас нет. Здесь, где нас нет, творятся героические дела и живут удивительные люди. Здесь, где нас нет, растут невиданные урожаи и один за другого идет на смерть. Здесь, где нас нет, женщин любят один раз и летчики неимоверно. Как удался фестиваль, где нас не было. Как хороши рецепты блюд, которых мы не видели. Как точны станки, на которых мы не работаем. Как много делают для нас разные учреждения, а мы все не там где-то. А мы в это время где-то не там находимся. Или они нас не там ищут где-то. И выступают люди и рассказывают, как они обновляют, перестраивают, переносят, расширяют для удобства населения. Для удобства населения Ю. Для удобства населения Ю. Не, не Ю. не я, не Ю. Все для удобства населения Ю, не я. Где же это население? Иди-ка, видно, что все это где-то здесь. Вот же оно где-то совсем рядом. Ну, вот же прямо в одном городе с нами такое творится. Ночи не спишь, все выскакаешь. Где? Да вот же где, вот же тут буквально же, ну. Ведь модернизировали, подхватили, перестроились, внедрили новый коэффициент, а включаешь, не работает. и понимаешь, что нельзя, конечно, оценивать работу таких огромных коллективов по машинам, которые они клепают. Ну, собирают они автобус, но это же не важно, что потом водитель на морозе собирает его опять. Что при торможении на ноги падают вентиляторы и рулевые колонки. Что и после всех улучшений эта машина тупее любого водителя. ибо он успевает реагировать на уличное движение, а на нет. Конечно, лучше такую машину отдавать в мешке, кому надо, тот соберет. Потому что не в машине суть, а в интереснейших делах. Гораздо важнее, что творится внутри предприятия. Будь то театр, автозавод или пароход. Смешно подходить к театру с точки зрения зрителя. На спектакли не ходят, от скуки челюсть выскакивает. А то, что режиссер непрерывно ищет и ставит, ставит и ищет. Театр первым отрапортовал о подготовке к зиме. Ни одного актера не занятого в спектаклях. Причем тут пустой зал. Тогда получается, что театр для зрителя, поезд для пассажира, а завод для покупателя? Такой огромный завод для покупателя? Нет, это для всеобщей занятости. Пароход для команды, паровоз для машиниста, столовая для поваров, театр для актеров, магазин для продавцов, литература для писателей. Нет и не может быть выхода из этих учреждений настолько увлекательный процесс внутри. Смешно ждать снаружи что-нибудь интересное. Схватил у самого передового коллектива пылесос, он не работает. Потому что не он главный, причем тут борщ, когда такие дела на кухне. Приходит на завод тысячи людей, строит себе базу отдыха, открывает новую столовую, озеленяет территорию, получает к празднику заказ. Что главнее, занять эти тысячи работой или дать тому одному пылесос, без которого он жил и будет жить? Стучит в море пустой пароход, дымит по улице пустой грузовик, стоит в городе пустой магазин, а вокруг кипит жизнь. Люди поддерживают друг друга, выступают на собраниях, выручают, помогают в работе, знающие обучают отстающим, пожилой передает молодым, бригада избавляется от пьяницы, непрерывно улучшается станочный парк, а включаешь не работает. И не надо включать. Не для вас это все. Не для того, чтобы включали, для того, чтобы делали. где надо, там работает. А процесс всегда важнее результата. Процесс это жизнь, результат это смерть. Попробуй только по результату. Это куда же пойдут тысячи, сотни тысяч, они пойдут в покупатели. Нет, пусть уж лучше будут производителями, пусть знают чего от себя ожидать. смешно оценивать телевидение по передачам, больницу по вылеченным. Конечно, мы по количеству врачей обогнали всех, теперь отстать бы по количеству по иных. Но, но тогда пропадает смысл работы коллектива, загружающего самого себя. Тогда о нашей работе, надо спрашивать, совершенно посторонне. А разве они знают, что мы сэкономили, что отпраздновали, кого вселили, кого уволили, что расскажет изделие о жизни коллектива, что будет в новостях, которые так жадно ждет население. Пусть на вторую очередь задута третья домна, толток четвертый агрегат. Кто их знает, сколько их там вообще, когда начнут, когда закончат. Определенность это неисправимо, а неопределенность это жизнь. развернулись работы по озеленению. Не для озеленения эти работы. Пылесос работает? Нет. Один бит информации. А как сегодня дела у коллектива пылесосного завода? Как с утра собираются люди? Как в обед приезжают артисты? Как между сменами торгует автолавка? Как психологи помогают начальникам цехов? Как дублеры работают директорами? Миллионы бит пьес романов. Поэтому так замолкают люди, собравшиеся в пароход, в завод, в институт. Да тут одно поршневое кольцо и сидят 500 или 600 под надписью поршневое кольцо. Огромная внутренняя жизнь без видимого результата. Этакое состояние запора при бурной работе организма. А машину как-нибудь дома соберем, квартиру достроим, платье перешьем, трактор придумаем, самолет дома склепаем и покажем в этой острой передаче под девизом «Одесса». Ну что, если так можно определить, что началось все в Одессе и поэтому все и начнется начнется с Одессы. Здравствуйте, наши дорогие друзья! Это называется «Мой двор в Одессе». Здравствуйте, наши дорогие друзья! Вам передают привет наши родственники, знакомые, знакомые наших знакомых. А это уже вся Одесса, из которой мы часто выезжаем и редко возвращаемся. Как приятно после долгой поездки вернуться домой, войти в родной двор, услышать, увидеть родное АГВ, услышать родное КВН и утром сквозь сон слышать голос соседки «Мадам Жванецкая, ваш Миша вернулся?» Да, он еще спит. Я же говорил, это все детство, он будет человеком, это все детство. Кстати, у меня есть девочка, мне кажется, она ему подойдет. Я уже не знаю, кто ему подойдет. Она ему точно подойдет. Она любому подойдет. Только сначала мы должны туда подойти. Я уже не знаю, у него нет времени для личной жизни. У нее фигура, я такой фигуры не видела. Таких фигур сейчас нет вообще. А умница пишет, пишет, все время что-то пишет. Что она пишет, никто не знает. Когда не войдешь, она пишет. Папа профессор, мама профессор, брат профессор, профессор или провизор? Провизор. Таких семей теперь нет вообще. Я уезжаю и возвращаюсь, а двор наш не меняется, только жители тихонько стареют. И соседу напротив все труднее подниматься на билетаж. И дворнички, которые развешивают кучу белья, каждое утро труднее подпрыгивать, чтобы отщепить его. И моей маме трудно уже ездить в аэропорт, и она встречает меня дома, а кого-то нет во дворе. Да и я, как бы далеко не заезжал, вопреки всем законам Эйнштейна, старею так же. Мой двор, куда мы приехали сразу в 45-м, где мы знаем друг друга, как муж и жена, где жаркими ночами лежим на своих верандах и переговариваемся, где каждое утро выскакивает на мыленный жилет второго этажа и кричит вниз, Даша, закройте воду, мне нечем смыть. А что я по-вашему, я тоже в мыли, у меня дети в мыли, вы думаете, у меня здесь давление с напором, у меня напор без давления. В общем, я крикну, вы откроете, вы крикнете, я закрою. Чего нельзя удержать в секрете? Что это вы несете, Гриша, в одеяле с женой? Что-то тяжелое, квадратное, похожее на телевизор. Телевизор. Если мне не изменяет зрение, вы недавно уже проносили один телевизор? Этот нам подарил сын. Какой сын? Когда он вам подарил, что вы рассказываете? Противно слушать. Надежда Мафеевна, что это у вас в руках такое круглое? Это левая краска, занесли во двор. Какая-то краска? Левая. Но она же имеет цвет. Левая бордо. Что вы будете красить? Плинтуса, наличники. Я тоже хочу. Идите к Дашу, там уже сидит продавец. Такая была шутка. Тогда она хорошо принималась. Там уже сидит продавец. Мой двор, жители которого с восьми утра учителя, врачи, канальчики, столяры, а в пять они снова, дядя Рита, дядя Коля, баба Даша, с приездом Миша откуда? Из Ленинграда, тянет в Одессу. Слушай, тут слух идет, неужели это правда? Такой человек. Это правда? Это не правда. Это про Райкина слух, что-то, что он переправил золото в Израиль, нырнул под пароход, прикрепил магнитом и переправил. Пожилой человек, ему уже тогда было лет 59, когда я это писал, но он нырнул и переправил. Слушай, неужели это правда? Такой человек, это правда? Это не правда. Я же говорю, такой человек, конечно, это не правда. Ой, а что с командой КВН? Команда грустит? Нет, конечно, нет. Из-за чего грустить? Из-за Баку. Терять здоровье из-за Баку. Таких Баку еще будет и будет. А Одесса требует жизни. Что ты смеешься? Или я не прав, ты прав. Из-за Одессы можно выезжать, можно уехать навсегда, но сюда нельзя не вернуться. Когда доходит до дела, здесь все моряки, все рыбаки, все футболисты, все врачи и все больные. И когда была холера в 69-м году или в 70-м, в Одессе стало еще лучше. Холера в Одессе. Курортники в панике покинули гостеприимный город. На крышах вагонов битком, купе забиты, а в городе стало тихо. Холера в Одессе. В ресторане свободно. Заходите, рекомендуем. В магазинах от вашего появления начиналась здоровая суета. В трамвае вы могли уступить место женщине без опасения, что у него тут же ринется быстрый конкурент. Холера в Одессе. В городе стало так чисто, что можно было лежать на асфальте в белой сорочке. На улицах появились такси с зелеными огоньками, чего не наблюдалось с 13-го года. И стаканы в забегалах, как вымытые, и трубы все исправлены, и туалетики в порядке, и личики у всех чистые, и мы моем ручки до еды, и после еды, и кипятим, и чистим, и пьем тетрациклин, и взаимно вежливы. Вся холера стоит той вежливости, которая тогда появилась в Одессе. А анализы, как они сближают. Конечно, холеру быстро ликвидировали, но то хорошее, что принесла холера с собой, могло бы и остаться. То, что есть в людях, но проявляется в трудную минуту, забота, сплочение. Мы одесситы, один коллектив, одна компания, мы живем в одном доме. И лозунг наших врачей «Чистые руки» пусть будет перед глазами в прямом и переносном смысле. Чистые руки, чистая совесть, чистые глаза друг перед другом. В общем, вам передают привет наши родственники, знакомые, знакомые наших знакомых. То есть вся Одесса, где нас 980 тысяч, и 9 человек в театре миниатюр. От имени которых говорим мы, от имени которых говорю я. И чтобы мы все были здоровы и побыстрее. Потому что летом нас будет 980 тысяч, и наверное миллион приезжих, чтобы они уже были наконец здоровы. И мы им тоже, хотя нам это трудней. Они у нас отдыхают, а мы там каждый день. Но кто об этом говорит, когда речь идет о гостеприимстве? А в этом вопросе Одесса приближается к Грузии, удаляясь от Ирана. Мы приветствуем вас, желаем вам счастья, трудов, забот, побед и крепкого здоровья. Пу-ту-ту. Пу-ту-ту. Как шутили в Одессе. Группа людей со скорбными лицами и музыкальными инструментами. Впереди бригадир-дирижер. Звонок. Выходит жилец. Бригадир вежливо приподомает шляпу. Ай-яй-яй, мне уже говорили, такое горе. Жилец, какое горе. Бригадир, у вас похороны. Жилец, похороны. Бригадир, Решилевская, 6, квартира, 7. Жилец, да. Бригадир, ну. Жилец, что? Будем хоронить? Жилец, кого? Бригадир, что значит кого? Кто лучше знать, я или ты? Ну, не валяй дурака, выноси. Жилец, кого? Бригадир, у меня люди, оркестр. 15 человек живых людей. Что, у них детей нет? Маня, прошу. Толстая маня в носках и мужских ботинках. Ударила в тарелки и посмотрела на часы. Жилец, минуточку, кто вас сюда прислал? Бригадир, откуда я знаю? Может быть и ты, что я всех должен помнить? Из коллектива вылетает разъяренный тромбон. Миша, тут будет что-нибудь, или мы разнесем эту халабуду в дребезги пополам? Я инвалид, вы же знаете. Бригадир, Жора, не изводите себя. У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим, как культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание. Жилец, я представляю. Бригадир, секундочку, вы услышите наше звучание, вы снимете себя последнюю рубаху. Эти люди чувствуют чужое горе, как свое собственное. Жилец, я это вижу по лицам. Бригадир, станьте там и служите сюда. Именно отсюда будет проистекать. Тетя Маня, прошу сигнал на построение. Толстая Маня ударила в тарелки и посмотрела на часы. Бригадир прошел с аквалерийским шагом. Константин, застегнитесь. Спрячьте свою нахальную татуировку с этими безграмотными выражениями. Если вы ее не снимете, я вас отстраню от работы. Федор Георгиевич, вы таки студент консерватории. Возможно, вы даже культурнее нас, вы знаете ноты. Но эта ковбойка вас унижает. У нас, слава богу, есть работа, уличное движение растет. Мы только в июле проводили 15 человек, не считая 3 свадьбы. Что же у вас нет на белую сорочку? Стыдитесь, вы же интеллигентный человек. Мне даже неудобно говорить вам об этом. Теперь вы, Маня, что вы там варите себе до обед, меня не интересует. Но от вас каждый день пахнет жареной рыбой. Переходите на овощи, или мы распрощаемся. У нас работа с людьми. Прошу печальный сигнал. Оркестр играет фантазию, в которую с трудом угадывается похоронный марш. Жилец аплодирует. Большое спасибо, достаточно. Но все это напрасно. Наверное, кто-то пошутил. Бригадир, может быть, но нас это не касается. Я 15 человек снял с работы. Я не даю юноше закончить консерваторию. Мадам Зборовская бросила хозяйство на малолетнего бандита, чтобы он был здоров. Так вы хотите, чтобы я понимал шутки? Рассчитайтесь, потом посмеемся. Из музыканта вылетает разъяренный тромбон. А я сейчас разнесу эту халабуду к чертовой матери. Пока я отпросился у старшего маловара, я здоровье потерял. Так здесь я хоть бы удовольствие получу. Это у меня второй футляр, между прочим. Бригадир, вы видели, что он сказал? И здесь таких 15. Я всех снял с насиженных мест. Они могут убить, зарезать у каждого дети. Тромбон, Миша, что вы с ним цацкаете? Сдадим по голове и отыграем свое. Горя на огнем. Бригадир, Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело, зачем опять нервничаете? Жилец, почем стоит похоронить? Бригадир, с почестями? Жилец, да. Бригадир, не торопясь? Жилец, да. Бригадир, по пятерке на лицо. Жилец, а без покойника? Бригадир, по трешке, хотя это унизительно. Жилец, хорошо, договорились, играйте. Только пойте в память Сегизмуна Лазаревича и сестру его из Кишинева. Музыканты по сигналу мани начинают играть и петь. Безвременно, безвременно, на кого ты нас оставляешь? Ты туда, мы сюда, мы здесь, а ты туда. Безвременно, за кулисами крики и плач, кого-то поневает, везли. Бригадир повеселел, вот вам и покойничек. Джинс, нет, это только что, это мой сосед, Сегизмун Зланович, у него сегодня был день рождения. Спасибо за внимание. Теперь мы переходим к Райкину. О Райкине, вот я сказал, а я написал, это приветствие, называется, которое могло быть зачитано 23 декабря в 81-го года, в 21 час, в концертном зале России. Меня пригласили в этот концертный зал, чтобы я, значит, приветствовал, тогда это были брежневские времена. Райкин получил, 70 лет было, и он 11-го года рождения, получил Героя Систического Труда, Ленинской премии, Народного Артиста СССР, и вот было 70-летие. Меня вроде бы пригласили. Когда я подъехал, или подошел, я тогда еще подошел, подошел к зданию, к этому зданию, где зал в России, очень подозрительно был почищен снег вокруг. И меня, конечно, не пустили. Брежнев был. Кто-то был из правительства. И я поэтому написал приветствие, которое могло быть зачитано в концертном зале России. Я у них тогда вообще проходил, не проходил я. У нашего командования. Райкин, моя первая любовь, это именно то слово и то чувство. Это именно то счастье из несчастья и наслаждения. Райкин, великий артист. С этим надо смириться и не заходить к нему со второй и третьей стороны. Райкин любой текст делает настолько своим, что с этим тоже надо смириться. И правильно народ говорил, как сказал Райкин. Кому охота докапываться до того, кто именно сочинил анекдот, кроме специалистов? Я намекал. Тут кто-то крикнул, дайте мне личность. В общем хоре, дайте того, дайте этого, крик интересный. Аркадий Исааков может откликаться на этот крик. При всеобщем микрофонном равенстве уберите фамилию, и вы не узнаете, чье произведение наслаждало ваш слух. Один всеобщий баритон по радио, один большой шутник на 16-й полосе, я имею в виду литературную газету, Райкина вы узнаете по первым звукам голоса, по фигуре, одежде, и потому что вам неудержимо захочется встать. Его появление отрывает от стула любой самый уважаемый зад. Что-то есть в этом человека. Как-то чуть смелее он, именно тогда, когда все смельчаки озабоченно беседуют, не поднимая глаз. Обаяние его выше женского, чего не бывает. Вы не успеваете оглянуться, как уже трусти за ним, опустив голову, говорите его голосом, и зеркало на вас глядит в знакомое лицо, спросит ее. И писать ему все легче, ибо вы уже подражаете. С непоправимым опозданием вы начинаете шарить вокруг. Где же ваша независимость, строптивость, собственный взгляд на жизнь? Пока он у вас не разочаруется или устанет, тогда к вам мучительно и постепенно возвращается ваше лицо. Он хозяин людей, окружающих его. Он великий артист. С этим надо смириться и не искать у него ответов, а наслаждаться вопросами. И позвольте мне с самой загадочной точки, с точки зрения автора этого человека, сказать, зажав себе рот, он заслуживает того, чтобы иметь своего собственного члена союза писателей, не страдающего, повышенной возбудимостью в трамваях. В греческом зале, в греческом зале, огородами, огородами ушел Котовскому. А вас, доцент тупой, пусть все будет, но пусть что-то не хватает. Это сказал Райкин. Не нравится, еще выпей. Но не царапай ногтем свою фамилию на этом постаменте. Послушай овацию. Посмотри, как впервые в стране зал встает и подтверди с грустью. Если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, кто это сказал? Это сказал Райкин. Те, кто закончили высшую школу А и Р, привыкают нестись вперед головой. Так и пробиваем лед, а не сверху ломом, мы снизу головой. Привыкаем не бояться написанного самим собой, не дрейфить от своего мужества, не трусить от своего бесстрашия. Эти 70 лет прошли на глазах у всех. Это мука не выпить и не споткнуться. Это мука не сделать двух шагов в одиночестве, не иметь никакой возможности зайти в кино, в магазин, в ресторан, не скрыться, не отвернуть лицо. Под Юпитерами утром и вечером на работе и отдыхе это отказ от всего, чтобы не уронить. Кто из нас пойдет на это? Кто из нас возьмет трех провинциалов из самодеятельности в костюмах электрик и будет учить с собой? Простите, у меня не получилось смешно. Я писал не для него, а про него. В огромной толпе поющих и пародирующих все время его голос. Это легко, ибо он нашел. Теперь можно подражать, размножать, выдавать, и люди благодарно смеются, адресуя смех через голову пародиста туда наверх, где бесконечно и одиноко трудится великий инородный артист Аркадий Райкин. А теперь будем маленькие такие из репертуара Райкина, может быть, которые вам не совсем знакомы, а может быть, кто уже и слушал. Слава Богу, называется «Главное, что все хорошо кончилось». Слава Богу, главное, что все хорошо кончилось. Я всю квартиру пробивал. Я жил в одной комнате, я жена, теща, ребенок, через пять лет подошла очередь, все в порядке, уже обсуждает, и тут пришло письмо, что у меня есть строение в Тульской области. Я говорю, какое строение, в какой области, я там даже проездом не был. Но они должны были проверить сигнал. Написали в Тулу, через два месяца пришел ответ. Слава Богу, все, как я ожидал, действительно, меня там не было. Все в порядке, но наш дом уже заселили, не будут же меня ждать. Следующие через два года сдавали, меня первым поставили. Уже обсудили, а тут письмо пришло, что моя жена имеет особняк под Минском. Я говорю, вы что, она же местная, всю жизнь никуда не выезжала. Поверили, но на всякий случай запросили Минск. Через три месяца пришел ответ, действительно, нет у нее никакого особняка под Минском. Все в порядке, но уже и второй дом заселили. Мы больше домов не строили. И я начал через горы с полком. Ну, ее муж к нам подселился, зато жена в больницу ушла. В общем, устроились. Начальство говорит, ну вот и все в порядке, все хорошо кончилось. Ну, слава богу. Здоровье, правда, не то. Уже и вижу плохо, и щека дергается, ноги тяну, и руки трясутся. Сейчас вот ремонт пробиваю. Пробью ремонт, и заживу как король. Мальчик, помоги дорогу перейти. Ребятки, вы, если не смешно, не смейтесь. Если смешно, в этом вся штука. Мы все проверяем, живо это все или нет. Мы живем в век техники. Мы выходим, ну, конечно, раньше, в те времена, все это знают, посылали, я изобретатель, вместо меня посылали кого-то другого, потому что я был не выездной. Машину с кем-то другим. Мы живем в век техники. Мы выходим на международные рынки. Машины у нас хорошие, их нужно рекламировать. На нашем заводе один чудак изобрел машину. Целый год на ней работали, решили ее отправить на выставку в Париж. Правда, самого изобретателя с машины не пустили. У него там обнаружилось что-то где-то кто-то на каких-то островах в каком-то лесу. Поехал из облсов-профа товарищ. У него нигде никого не было. И из подшефтного колхоза девушка ей давно обещали во Францию. Правда, они у изобретателя спросили на каком принципе, как, что, какие заряды, какие отталкиваются, какие притягиваются. Девушка как раз физику еще помнила. А из облсов-профа, товарищ, ну уже, видимо, подустал. Путевки все распределял, ругался и начал элементарные законы забывать. Не то, что там Джоуля Ленца или Ома, но и Архимеда уже не мог себе представить. Хотя сам дядя представительный, шляпа на нем сидит, как на гвозде. Приезжают они в Париж, распаковали машину, но машина, будь здоров. Народу набежало, всеобщий восторг. Товарищ из облсов-профа очень хорошую речь произнес и даже закончил по-французски. Все ля ви. Мол, у нас есть, что вам показать. Все заключали, включайте, включайте. Он сказал уже через переводчика, нам понятно ваше нетерпение. И тут они с ней вдвоем куда-то что-то воткнули. Ну, товарища этого из облсов-профа потом спрашивали, ты куда воткнул, ты можешь вспомнить? Ну, где там вспомнить, когда врачи к нему вообще не допускали? Состояние тяжелое. Девушка помоложе и покрепче была, но у нее что-то с речью случилось и не может вспомнить, как доить. Не помнит, откуда что и за что корову брать. Не на то жмет. Колхоз уже за свой счет лечил-лечил, лечил-лечил, хотя врачи говорят, есть надежда. Павильон как раз быстро отремонтировали. Машину снова собрали в мешок. Привезли мешок уже другие люди и сразу хотели изобретателя под стражу брать. Ну, тут коллектив за него поручился, с него просто взяли подписку о невыезде. Не то, что в другую страну, а даже в другую область. Так что он еще хорошо отделался. все говорят, могло быть хуже. А так, всем хорошо. Спасибо за внимание. Они мне сказали, ты, Федя, пропагандист, полтора часа говоришь и непонятно о чем. Кому непонятно? Вот я скажу вам, а вы мне скажите, понятно или нет. Я решил сказать, потому что я старше их не по возрасту, а по годам. Конечно, да, конечно, надо выражаться так, чтобы тебя понимали, чтобы ты сам себя понимал, и чтобы все остальные не забывали о силе слова. Потому что слово это сила. Слово это... Слово понимает каждый, но ему нужно объяснить. Речь пойдет о слове, о силе слова. Это сила, о чем я ниже буду перечислять. Вы заглянули в цех, и вас бросило в жар от холода. Вас это устраивает? Да, не устраивает. Значит, воспитательная работа в кочегарке ведется? Да, не ведется. Там сменили руководство. Парень молодой, ему 24 года, он 53-го года рождения. Прошедшему тоже 24 года, но он 38-го года рождения. Конечно, да. Конечно, новая метла метет проницательно. У нее свежий взгляд. Но в каждом деле нужен свой запивало. Ты запьешь, другие подхватят, и уже все пошло, покатился участок на первом месте. Но их никто не ругает, и они пару не дают. Вот пример приведу. В подшеркном колхозе двое наших пожинали чужие плоды, то есть грузили навоз. Ну что, погоди смеяться. Слушай, так они вместо этого послали председателя и лошадей матом на поля, а сами пошли на танц. Отставание воспитательной работы становится хроникальным. В конструкторском бюро на потолке обнаружены следы неизвестного животного. А мы не знаем, что это за животное и животное ли это вообще. Может, это потолок протекает. Нужно людей водить в музей и на примере первобытного человека показывать, насколько мы оторвались. Перехожу к спорту. Спортзал. Фундамент – да, стены – да, крыша – да, паровое отопление – нет, рамы – нет, стекол – нет. Поехали в главк, вырвали рамы, выбили стекла, оторвали отопление. Спортзал готов. Кто висит на турнике? Инструктор. Вбили два кольца в потолок, на них ни одного человека. Вот отсюда наша хилость, и мы будем хилять, чем дальше, тем больше. Перехожу к самодеятельности. Вместо того, чтобы выпить, петь и танцевать на улице, иди на сцену, мы тебе аплодировать будем. Так нет. Мы свой балалайочный оркестр передали с баланса на водолос родильному дому. У них будет самодеятельность? У нас нет. Устроили мне экзамен, собрали комиссию, я говорю, вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами. Нет, говорит Федя, меня Федей зовут. Нет, говорит Федя, мне 40 лет, все, Федя, Федя. Нет, говорит Федя, ты, говорит Федя, в состоянии пропагандистом не быть. Ну, сила в словах у тебя есть, но ты их расставить не можешь. Ты, Федя, говоришь долго, но непонятно о чем. Кому непонятно? Вам понятно? Вы же смеетесь, значит, все понятно. Вот все. Спасибо за внимание. Я не знаю, я рад, если вам действительно смешно, я очень рад. Это, конечно, после Райкина очень трудно восстановить, но все-таки это первый источник. Дали этим женщинам два выходных, так они прямо с ума посходили. Убивает время как попало. Вместо того, чтобы отдохнуть, у прошлого воскресенья, потянула она меня на выставку, вернисаж какой-то. Я думал, музей как музей, это не музей, хуже забегаловки. Горячего нет, один сырый кофе. В Третьяковке хоть солянка была, а на вернисаже одна минеральная. Ну, думаю, тут же не отдохнешь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, прифатил на углу. Только разложился, газетку постелил. Вахтерша прицепилась в греческом зале, в греческом зале. Как вам не стыдно? Аж пенснер раскалилась. Я ей так тихо возражаю. Чего ты орешь? Ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь, а мне завтра на работу. Стакан бы лучше вынесла. Что, не видишь, человек из горлышка булькает? Что селедку? Какую селедку? Ну, селедку развернул у него на плече. А что ему сделается? 200 лет стоял, еще простоит. А у меня выходной кончается. Поймешь ты, коза старая. Кто Аполлон? Я Аполлон. Он Аполлон. Ну, нехай Аполлон. Повесил ему овоську на руку. А куда ему вешать? На шею? Вот народ, никакой культуры. Еле от нее отбился. Хорошо же ребята меня поддержали. А на часах уже три. А я еще с продуктами и ни в одном глазу. А уже три на часа. Стал искать, чем консервы открыть. Бычки в томате прифатило. Вот умора, вот смех. Музей, нечем банку открыть. Хоть убейся. Куда я не лазил? Вот приспособился под конем. Железя какую-то оторвал. Так и ударил. Как заверещать? У меня аж банка выпала. Вахтерша с указкой. В греческом зале. Ну, я из-под коня ей так тихо замечаю. Ну, че ты дребезжишь? Что я тебя трогаю или кусаю кого? Ты себе, я себе, а не себе. Ну, хорошо, ребята меня поддержали. Вроде уладилось. Так стопора нет. Вот музей. Ну, я и тихо совсем, ну, совсем тихо. Слышишь, говорю, штопор есть? Это итальянская живопись 17 века. Ты не поняла. Я не спрашиваю, где вы брали живопись. Я спрашиваю, штопор есть? Как вы не понимаете, что вы говорите? Здесь вокруг живопись. Я понимаю. А ты без штопора можешь открыть? Я же об пол буду стучать, мешать. А вокруг живопись. Намучился, оторвал от этого же коня еще одну железяку. Пропихнул внутрь. Но настроение уже не то. Какой-то гробницы в одиночку. Когор в кромешной тьме, в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, уже руками хватал. Ну, хорошо, грузин стоял на камне. Я у него кинжал вытащил. Колбасу хоть порубил на куски. Когда я из той гробницы вылез, я, конечно, еще мог экскурсию продолжать. Хоть и в паутине, и в бычках. Но они все исчезли. Так что воспринимал в одиночку. Поковырял того грузина. Мура, пилки, дурят людей. Тот железный, что на лошади сидел, тот ничего, крепкий. Меч я у него из кулака вырвал. А щит рвал-рвал, не идет. Хорошее качество. А в целом потерял выходной, угробил. Ну, хорошо, еще вечером в скверике врезали зверобой, закусили с колен. Хоть как-то отдохнули. Теперь вот я слышал, в Большом театре столичная появилась водочка. Только билет на чередейку надо брать. Почем же у них там сто грамм получается? АПЛОДИСМЕНТЫ Дурочку запустить. Билибердинск и Москва. Город Билибердинск такой. Река Билиберда там че-чет. Значит, московский начальник. Насосы из Билибердинска прибыли? Подчиненные нет еще. Немедленно телеграмму. Подчиненный сел, написал. Машинистка Трах, телеграфистка Трах. Слышно сопение билибердинца, читающего депешу. Как выполняется наше распоряжение изготовлений насосов? Все сроки прошли. Телеграфируйте дату отгрузки. Билибердинский начальник. Когда отгрузим? Подчиненные, когда сделаем? Когда сделаем? Подчиненные, никогда не сделаем. У нас и без них. Давайте честно напишем и откажемся. Начальник, честно? За такой ответ нас сегодня же разгонят и никуда больше не возьмут. Подчиненные, давайте молчать. Тогда нас завтра разгонят и никуда больше не возьмут. Нам нужно выиграть время. Подчиненные, что же делать? Билибердинский начальник, отвечать, писать, тянуть резину, загружать почту. За это время или заводы реорганизуют, или насосы отменят, или министерство ликвидируют. В переписке есть выражение запустить дурочку. Подчиненные как-как, пишем. Сели, написали. Москвит читает, депешу. В ответ на вашу телеграмму, за номером такого-то, 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 докладываем радостью. Ваше распоряжение выполнено. Колеса направлены на Урал. Сидоров представлен правительственной награде. Ждем дальнейших распоряжений. Московский начальник. Обратный адрес Билибердинск? Они что-то перепутали. Запросите еще раз. Билибердинский читает запрос. В ответ на ваш номер от такого-то, такого-то сообщаем. Какие колеса, какой Сидоров? Вы нас не поняли. Немедленно телеграфируйте дату отгрузки насосов. Согласно нашего распоряжения. Срыв плана угрозы, нечем качать управление. Отвечайте. Ответ Москвит читает. В ответ на ваш номер от такого-то сообщаем. Ваши телеграммы поняли, колеса вы не получили. Самолет колесами потерпел аварию горами Азербайджана. Сидоров катапультирован. Понижен должность и лишен наград. Колеса раскатаны местными жителями по аулам. Коллектив снова сел в трудовую вахту. Ждите сообщений. Московский начальник. Обратный адрес Билибердинск. Может у них девчонка путает? Запросите в последний раз. Угрожайте. Депеша читает Билибердинский начальник. На ваш номер от такого-то сообщаем. Какие колеса? Мы не знаем никаких колес. Вы нас с кем-то путаете. Прекратите. Прекратите. План предприятий сорван. Нечем качать сточные воды. Отсутствие ваших насосов. Массовые, простые, текучка кадров. Молдируйте даты отгрузки. В противном случае гарантируем скандал. Подчиненный. Я отвечу. Москвич читает. На ваш номер от такого-то возмущением узнали отравление сточных вододеколоном. Массовый падеж рыбы бьет желудку рядового потребителя. Коллектив по-прежнему сидит в трудовой вахте. Сидоров под следствием. Дирекция портком-местком. Московский начальник одевается. Вы куда? Я еду в Билибердинск. Я узнаю, кто такой Сидоров. Я им устрою аварию горами Азербайджана. Спасибо за внимание. Идет, приходит. Москвич, это Билибердинск? Билибердинск, да. Москвич, здравствуйте, я из Москвы. Билибердинск, не может быть. Боже, какой дорогой гость. Ах ты, Господи, у нас же не придано, не прибрано. Ах ты, Господи, у нас же набросано. У нас же наплевано. Умоляюсь, зайдите еще раз. Москвич, я по подсудному делу. Билибердинск, его умоляю. Москвич выходит, все прихорашиваются, он снова входит. Здравствуйте, это Билибердинск? Да. Москвич, слушайте, вы серьезным делом занимаетесь или дурака валяете? Билибердинск, серьезным делом. Москвич, мы вам направили письмо. Вот что вы ответили, читайте. Билибердинск прочел это безобразие. Москвич, это вопиющий случай. Билибердинск, кто подписал? Зайцев? Ух, сейчас я ему задам. При вас. Я от него камня на камне не оставлю. Ух, я ему дам. Сейчас вы увидите, все при вас. Ох, он у меня получит. Я уже весь вскипел. Я ему такое устрою. Входит подчиненный. Знакомьтесь, это товарищ из Москвы. По поводу ваших проделок. Вы им писали, не отпирайтесь. Зайцев, что? Билибердинск, вот это письмо. Зайцев, да. Билибердинск, все, он признался. Как же это вы им пишете о колесах, когда они нас спрашивают о насосах? Зайцев, кто спрашивает о насосах? Москвич, мы. Зайцев, вы? Билибердинск, они. Где? Вот наше письмо. Ну? Как вы могли так ответить? Я не мог так ответить. Но это ваша подпись. Где? Вот. Ну? И вообще, где вы были сегодня с 8 до 11? Кто? Вы. Что? Где вы были с 8 до 11? Вчера? Сегодня. Что значит, где я был? Ну вот где вы были? Что значит, где я был? Да, где вы были? Когда? Сегодня, с 8 до 11. Не понял. Москвич, ну хорошо, товарищи. Нет, почему вас не было на рабочем месте? Зайцев, меня не было? Начальник, а что, меня не было? Зайцев, а почему вас не было? Начальник, я спрашиваю, почему вас не было? Почему меня не было? Москвич, товарищи, я проехал тысячу километров. Начальник, минуточку. Подождите, вы знаете, что вас искали? Зайцев, знаю. Где же вы были? Зайцев, не понял. Ну где вы были? Что значит, где я был? Ну вот где вы были? Что на сей день я был? То и значит, где вы были. А где я мог быть? Все, хватит, я вас увольняю. Я оставляю вас без средств. Москвич, товарищи, секундочку, разберемся с письмами. Начальник, увольняю. Зайцев, хоть сейчас. Начальник, именно сейчас. Москвич, товарищи, подождите, разберемся с насосами. Товарищи, нет, нет, увольняю. Зайцев, хоть сию секунду. Начальник, именно сию секунду. Москвич, товарищи, я прошу вас, останьтесь. Ну, он побаловался. Ну, помиримся. Нет, никогда. Да, он самодур. Начальник, я самодур, а ты дурак. Почти не знаю, такого слышу. Товарищи, братья, ради насосов, пожмём друг другу руки. Нет, начальник, я тебя к чернилам не подпущу. Ты мне всё развалил, теперь я тебе всё развалю. Зайцев, вы мне? Ха-ха-ха-ха. Начальник, ха-ха-ха-ха. Москвич, ребята, товарищи, насосы. Ха-ха, он мне, а ну тронь. Начальник, я трону. Зайцев, я хочу видеть. Начальник, и увидишь. Зайцев, я хочу видеть. Начальник, и увидишь, москвич заплакал. Ну вас всех, у меня младшенькая в школу пошла. Она уже все буквочки знает. Чё я буду тут? Мне домой надо. И, в общем, он исчезает, Зайцев. Начальник, как говорит, между прочим, с Урала прибыло письмо насчёт колёс. Я написал, что насосы на Урал мы уже выслали. Начальник, молодец. Москвич возвращается к себе. Его подчинённый спрашивает, из министерства нас запрашивает. Когда установим новые насосы? Что отвечает? Москвич, напишите, что куры передокли и запустили новый телескоп. Это же было написано, когда, ну, что объяснять, ну, когда были очереди за водкой, когда была очередь за вином. Это были самые страшные, грязные и отвратительные очереди за спиртным. Ну, а это такой дефицит. Послушай меня, дорогой, что я тебе скажу? Всё идёт к тому, что всюду всё будет, изобилие будет. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, горячий, кровь играет. Я сам был огонь. Сейчас потух немного, хотя дым ещё идёт иногда. С изобилием не надо торопиться. Конечно, это райкин дел, но я по-своему. Почему? Ты идёшь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклада, через директор магазина, через товароведа достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает вкус специфический. Я тебя уважаю. В другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой, заходи ко мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь ко мне через завсклада, через директор магазина, через товароведа, через заднее крыльцо достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, речи решился. Вкус специфический. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю, мы с тобой уважаемые люди. В театре просмотр, премьера идет. Кто в первом ряду сидит? Уважаемые люди сидят. Завскладом сидит, директор магазина сидит, сзади товаровед. Все городское начальство завсклад любит, завсклад ценит. За что? Завсклад на дефиците сидит. Дефицит – великий двигатель общественных отношений. Представь себе, исчез дефицит, как сегодня. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин. Мы его не любим, он тоже пошел. Туфли есть? Есть. Черный есть? Есть. Лакированный есть? Есть. Черный вверх, белый вниз? Есть. Белый вверх, черный вниз? Есть. 42-й, самый ходовой? Есть. Есть. Слушай, никогда не было? Сейчас есть. Дамский лакированный бордо с пряжкой, с пуговицей? Есть. Ты купил, я купил, мы его не любим, он тоже купил. Все купили, все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклад идет, мы его не замечаем. Директор магазина, мы на него плюем. Товаровед, обувного отдела, как простой инженер. Это хорошо, это противно. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает. Еще одна Райкинская. Берегите бюрократов. Товарищи мужчины, граждане и женщины, отнесемся бережно к окружающей нас природе, к ее разнообразным формам. Не допустим полного уничтожения бюрократов. Прекрытим преследование этих несчастных. Пусть их вид нам неприятен. Что делать? Все в природе увязано и укручено. Уничтожишь одно звено, рушится другое. Уничтожим бюрократов, испортится народ. Это что же получится? Только попроще сразу дадут. Только подойдешь, сразу подпишут. Только скажут, сразу сделают. Что же это будет? Люди по домам начнут сидеть. По телефону будут договариваться. Животы пойдут. Общая вялость. Дети малоподвижные, мужчины нерешительные. Армия слабеет. Эй, а ну-ка давай, я к вам. Отказать. Как? А так? Я к вам. Я этот вопрос не решаю. Я к вам. Это не по моей специальности. Не в моей компетентности. С этим обождем, с этим береждем. И тут чувствуешь, как у тебя второе дыхание прорезается. Легкость теле необыкновенная. Пругость удивительная. Ножки напружинил и пошел по кругу. Отказать. Хорошо. Подождать. Хорошо. Переждать. Мирово. Мчишься по городу. Крепкий, легкий, закаленный. И только слышишь. Хлоп-хлоп. Буль-буль. Слабенькие отпадают. Гордые валяются. Хрум-хрум. Косточки ихние тоненькие хрустят. А шкурки на барабанчиках. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Но остаются самые-самые. Самые зубастые. Самые жилистые. Вы мне отказать? А я с детьми, с женой на костылях в приемной. Хлоп-напол. Это у меня течет. Вы мне убирайся вон. А я на вашей даче из вашего колодца. Здрасте. Это у меня протекает. Вы мне пошел вон. А я из-под вашей машины. Здрасте. Это у меня. Вы самолетом? А я через винт. Вы за границу? А я в Монреале. И за дерево. Здрасте. Это все у меня течет. Ах, чтоб ты пропал. Откуда ты такой выискался? Откуда? А путем вашего искусственного отбора. Скорость, как у гепарда. Кожа, как у миллиона. Челюсть своя и запасная. На животе автобиография. На боку справка о здоровье. В зубах прописка. В глазах видно место жительства. И плотным стройем пошел. Только ветер в ушах. Только пыль по дороге. И жил массив в одну линию сливается. Отказать. Хорошо. Отложить. Хорошо. Переждать. Табличкам не верим. Мест нет, поищешь. В продаже нет, найдешь. Ни черта не страшно нам. Закаленным, перченым, проверенным. Мужчины поджарые. Женщины стройные. Население красивое. Не трогайте бюрократов. Большая польза от них происходит. Сколько лет на них наскакиваем, а они живут. Знаете почему? Наши наскоки помогают им породу улучшать. Мы-то съедаем самых слабых. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за поддержку. Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно. Ну, вы все-таки мужественные люди. Я только что был в одном очень большом месте. Жалобу мою разбирали. Ну, пока пропуск выписали, пока я туда попал, не буду говорить, вы только расстроитесь. Ну, к концу дня пропустили. Стою у окна, жду. Тут открываются двери и выходит. Ну, что говорить, вы только расстроитесь. Ну, очень большой человек. Ну, как сказать, чтобы вы поняли. В общем, вся наша область вместе с нами у него... Ну, не буду говорить, где. За ним человек пятьдесят с папками. Я прижался к окну. Они мимо идут. Я стою. Сердце восторгом переполняется. Я не сдержался. Здравствуйте, Аким Андреевич. Он уже прошел вперед, вернулся и руку мне пожал. И тут знаете, что было? Они все стали возвращаться и руку мне пожимать. Никто меня не знает. Я никого не знаю. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Самый маленький из гардероба вернулся. Руку мне пожимать. А в дверях Аким Андреевич приподнял шляпу и сказал, до свидания. Все стали поднимать шляпу и говорить мне, до свидания, всего доброго, будь здорового, всего лучшего. А я стоял наверху окна и кричал, всего хорошего, дорогие товарищи. Всего лучшего. Приходите еще. И забыл про все свои жалобы. Очень мне приятно было. С кем он меня перепутал? Ну, не буду говорить, вы только расстроитесь. Что в сегодняшней жизни исчезло? Блат. Вы представляете, вот блат исчез. Я тебе не представляю. Раньше вот я, я жил на улице Стойкости в Ленинграде. Это почти под Москвой. Это на расстоянии примерно 2 рубля от центра. Значит, километров 20 от центра. В общем, когда я там, один директор гастронома, он велел, значит, через кого-то передал, чтобы я пришел туда, в этом диком районе. И он меня повел вниз в подсобку, в полной темноте. И стал говорить, вот этого сколько? Я говорю, а что это? Сколько? Я руками нащупал в темноте. Что-то такое длинное. Я говорю, ну, столько он отрезает. Он боится говорить. А вот этого сколько? Я говорю, я не знаю, чувствую бутылку. Я говорю, две. Он говорит, две. Он очень любил меня, вот из-за райкина и всего. Говорит, нет, я хочу, чтобы вы немножко хоть подкормились. А вот это, я жил один тогда. И вот это вот, я чувствую, что это курица или утка. Я говорю, можно целую? Давай одну целую, значит, все. И вот так вот он мне, вот в темноте, этого сколько, этого сколько. И вот так вот запаковал. Причем я потом ушел где-то через другой стороны. Мне вынесли с третьей стороны. И же толпа страшная стояла, которые, если бы увидели, что я с такой кошелкой, они же знали и служебный вход. Просто убили бы, к черту я мать. В этом районе же. Уж сколько говорили, я уже читаю. Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои. Автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и бежденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Перестаньте враждовать, дети мои. Прекратим междоусобицы и распри. Хватит братской крови. Кому на руку наша вражда, кроме международного империализма? Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Зачем нам калечить друг друга, братья? Воспитатели, которые ненавидят детей, сложите оружие и выходите на площадь строиться. Страна задыхается без дрессировщиков. Администраторы, не переваривающие живых людей. Тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Кассир, дитятка моя, выглядь в амбразуру, я сегодня в новом галстуке. Ай-яй-яй, официанточка, сестричка, девушка. Что ж ты на меня из кухни со штыком наперевес? Кто ж тебя разъярил с утра, страстная ты моя? Что тебе самое лучшее сделать? Какой самый дорогой подарок поднести? Уйти к чертовой матери? Ухожу, родная, ухожу, не нарушу, не потревожу. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. За что ж ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда ж я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая? Правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе что ли добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь птичка моя и взвесь. А потом закроешь магазинчик и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Куда же мы друг на друга кидаться будем цепочками греметь? Уж обслужи, кудрявый. А я тебе из завода гаечку вынесу. В холодильничек твой вставим. И застучит он, запоет, как канареечка. И ты будешь доволен, и я. И хорошо нам всем станет. И сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной. Иди сам, мне недалеко. Если не подойдешь, я подожгу тебя с твоим таксопарком. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси. Я из кинохроники. Называется «Всемирная выставка в Париже». Показывали наш павильон. Тогда показывали только наш павильон. А я смотрел репортаж... А раньше я смотрел репортаж о ярмарке в Лейпциге. Тоже показывали наш павильон. Несколько лет назад о выставке в Брюсселе. Был большой фильм, помните? Тоже показывали наш павильон. И это очень интересно. Наглядно видишь, как мы растем от выставки к выставке. Как краше становятся наши павильоны. Возле меня сел какой-то ненормальный. И все интересовался другими павильонами. Я ему объяснил, что там ничего интересного нет. Но если бы что-то было, неужели бы не показали? Вы думаете, он перестал интересоваться? И где в людях это любопытство вредное сидит? Прямо вредитель. Чего, мол, и за границей мы тоже наше показываем? Мол, это все мы дома и так видим. А за границей его интересует заграничное. Интересует. Вот гад. И я такую вещь сказал, за которую его вообще. Ну, мол, говорит, мол, он не может бороться за мировые стандарты, потому что он их не видел. Я его чуть не задушил. Дурачок, говорю, тебе мировые стандарты покажи, ты только на них смотреть и будешь. А кто работать будет? И вообще, куда ты лезешь? Что ты интересуешься? А я любопытный. Гнать этих любопытных. Затерят, будоражат. Большие послабления им дали. Вот представьте то время. У нас еще не все хорошо. Кое-чего не хватает, но часов достаточно. Каждый смотрит и видит, как быстро время летит. Я родился умным с часами на руках. Сразу занял очередь в ясли. Тут же записался на холодильник. Очередь двигалась со скоростью раз в пять лет. И я помчался по магазинам. Трещал мороз. Я занял очередь за плавками. Побежал занимать очередь на юг. Тут же занял очередь с юга. Бегу за валенками. Вижу, выбрасывает босоножки. Занял. Тут же записался на ремонт. Побежал на работу. До обеда выскочил. Занял очередь в столовую на обед. Тут же на вечер в ресторан. Тут же в гардеробе. Тут же из гардероба. Хорошо все в одном месте. Ни секунды. Занял очередь, чтобы уехать с работы. Тут же занял очередь, чтобы завтра поехать на работу. Я почему-то езжу в часы пик. Подошла очередь. Пообедал. Помчался в магазин. За плавками далеко. Валенки уже близко. Проверил холодильник. Еще два года. Время есть. Бегу, вижу, растет хвост сто километров в час. Кто последний, я за вами. Что выбрасывает плащи. Плащи так плащи. Надеюсь, не наши. Занялся плащом. Тут же записался на ремонт. В ателье и в химчистку. Не теряю ни секунды. Кричат. Подошла очередь на юг. Взял туда и обратно. Плавки еще не подошли. Лечу в семейных трусах. Пока. Прилетая на пляж. Занимая очередь, чтобы взять шезлонги. И сразу, чтобы сдать. На пирожки с горохом 1263. На раздевание 238. В пресный душ 41. Подошла очередь. Брат шезлонги. Взял. Тут же пошла очередь сдавать. Сдал, чтобы потом долго не стоят. Кричат из очереди за водой. Напился. Кричат из очереди за пирожками. Съел. Снова занял за водой. Крик из очереди на раздевание. Разделся. Тут же подошла очередь одеваться. Оделся, чтобы потом долго не стоять. Пообедал в столовой, записался в туалет в 678-й. Пресный душ поломался, занял очередь на поливание из кружки снизу. Подошла очередь с юга, улетел. Прилетая, попадая на плавки, занимаясь за финской рубахой, подходит в холодильник, записываясь на телефон, занимаясь за туфлями, бам, подошла очередь на кладбище. Эй, молодой, вы за мной будете. Что значит, я не стоял? Уже мои венки повезли. Видите надпись? Дорогому, любимому, от товарищей по очереди. Успел. До свидания, друзья. Я жду. Каждый день на этом месте я жду. Время в ожидании тянется медленно, жизнь в ожидании проходит быстро. Тем не менее, я жду, жду, жду. Я часто стоял в очередях. Я смотрел на лица, на которых отражалось только ожидание. Я видел тоскливое, бессмысленное стояние. Я физически чувствовал, как из моего тела уходят минуты и часы. Мне 60 лет, из них 3 года я провел в очередях. Я иногда болел, иногда жаловался, меня иногда вызывали. Мне назначали прием на 12 часов. Ни разу, ни разу за мои 60 лет меня не приняли ровно в 12. Кому-то нужно было мое время. Полчаса, час, 2 часа моей жизни. И я отдавал. Мне 60 лет. Из них на ожидание в приемных ушло 2 года. 2,5 года я провел в столовых в ожидании блюд. 2 года в ожидании расчета. Год ждал в парикмахерской. 3 года искал такси. 2 года валялся на чемоданах в вестибюле гостиницы. И смотрел собачьими глазами на администратора. Всем нужно мое время, у меня его мало. Но если нужно, мне 60 лет. В ожидании я провел 15. 20 лет я спал. Осталось 25. Из них 17 на счастливое детство. И только 8 я занимался своим делом. Мало я мог бы сделать больше. Зато я научился ждать. Ждать упорно и терпеливо. Ждать, не теряя надежды. Ждать, сидя на стуле и покачиваясь. Ждать, стоя и переминаясь. Ждать, прислоняясь к стене. Ждать в кресле, пока оно поговорит по телефону. Ждать и ни о чем не думать. И только сейчас, когда мне 60, я думаю, не слишком ли долго я ждал. Ну прочь эти мысли. Подождем автобусы. Это уже репертуар Карцева-Ильченко. Врач. Кабинет врача. Врач кому-то. Согревающий компресс на это место, Иваночки. Если не поможет, будем это место удалять. Мария Ивановна, поставьте ему компресс на это место. В кабинет входит больной со свертком. Слушаю вас, больной. Доктор, помогите мне. Я вас очень прошу. Я уже в этом не могу ходить. Врач, что? Больной, посмотрите, я уже три года его ношу. Врач, ну? Больной, шейте мне костюм. Врач, что? Костюм для меня. Я вас очень прошу. Врач, что? Больной, сколько скажете, столько будет. Врач, я хирург. Я даже не психиатр. Я хирург. Больной, я понимаю. Я с раннего утра вас ищу. Он мне записал адрес таким почерком, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите, как он написал. И посмотрите на ЭТР. ЭТР ЗВР. Врач, это поликлиника. Больной, я понимаю. Врач, хирургическое отделение. Больной, я знаю. Я врач. Больной, очень хорошо. Я тоже охранник. Я знаю, что такое БХС. Материал у меня с собой. Сейчас покажу. Очень оригинальный цвет. Врач, слушайте, вы нормальный человек? Больной, допустим. Врач, я хирург. Там все больные. Больной, я вас понимаю. Я вас много времени не отниму. Однобортный, с обшитыми пуговичками, с жилетом. Троечку, такую троечку. Врач, как вас сюда пропустили? Вы сказали, что вы больной? Больной, конечно. Что, я не понимаю, что такое БХС? Врач, вон отсюда больной. Хорошо, я подожду. Доктор, брюки 24, наискось. Врач, закройте дверь, я сейчас в милицию позову. Больной обязательно. Доктор, врезные карманы. Врач, уйдите, меня ждут больные, у меня обход. Да, обход, рентген, я не дурак. Я с утра вас искал. Он так записал адрес, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите на ТР. Это все, что угодно, только не Р. Два часа я ждал приема. Материал свой, подкладка своя. Вам только раскроите за строчей. Для вас это пустяки. Врач, у меня диплом врача. Вот он, показывает диплом. Больной, я понимаю. Врач, как я могу шить костюмы, больной? Теперь войдите в мое положение. Я же в этом уже тоже не могу ходить. Врач, я никогда не шил костюмы, больной. А мне на улице стыдно показаться. Но я врач, больной, я знаю. Врач, я всю жизнь лечил больных. Травмы, переломы. Стойте прямо, не наклоняйтесь. Брюки 24, да, наискось. Хорошо, сейчас все хотят наискось. Жилетку из этого же материала? Да. Сколько у вас материала? 2,90. Где вы работаете? Охранник на стройке. Плитка есть? Сделаем. Согните руку. 25-го придете на примерку. Только запишитесь на прием. Без этих штук. Не надо врываться. Больной обязательно. Врач, скажите, что у вас грыжа правосторонняя. Больной обязательно. 25-го с утра идите. Врач кричит следствия. Согревающий компресс на это место и ванночки. Если не поможем, будем это место удалять. Спасибо за внимание. О себе могу сказать твердо. Это еще будет на следующем вечере. Я буду читать. О себе я могу... Я читаю сейчас первые произведения, с которыми я выступил вначале. Ширвинд это читал. Я? Потом Ширвинд у меня попросил. Тут о красоте он говорит. Ну, ты же понимаешь. Я же не могу эту фразу читать. А тут фраза такая. О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким. И красивым. И стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика. Сидеть за штурвалом. Дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и эта одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром. И фильм не поставлю. И не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах в Каннах. Времени уже не хватит. Не успею. Не буду грузином. Никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют. При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать. Но придется встать, одеться, приготовить. А потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму семь метров в длину. Просто не возьму. Ну, просто не разбегусь. Ну, даже если разбегусь, это ничего не значит. Дела, заботы. И в том особняке на набережной я уже никогда не появлюсь. Я еще могу появиться возле него. Напротив него. Но в нем так же и другое так же. Даже простой крейсер под моим командованием не войдет в нейтральные воды. Из наших не выйдет. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня, и не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет, девочка, я люблю тебя, и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато, зато я скажу теперь сыну, парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт. Я в охране природы работаю. Лилиеводы, тюльпановоды. Звонят из ресторана, пальму выбросили, я еду. Как я стал любителем охраны? Ну, хочу взять два лося. Приезжаю в область, в сезон. Вот разрешение взять два лося. Резолюция товарища, вот. А мне говорят, эту резолюцию, говорят, можешь клопов давить. Если выпить хочешь, так и скажи. А насчет лоси, или иди к первому на подпись, или вступай в общество инспекторов охраны. Ну, думаю, идти к первому толкаться, вступил за полчаса. Три рубля за книжечку дал, пошел, взял два лося. А как же все так? Хочешь лося взять, иди в общество охраны природы. Что охраняешь, то имеешь, еще с друзьями делишься. Хочешь дефицитные книжки читать, иди редактором, первым будешь читать, никому не дашь. Лес охраняешь, дрова есть. Аптеку охраняешь, вата есть. Возле змей сидишь, яд имеешь. Хочешь кооперативы иметь, берись квартиры распределять. За очередью следишь, без очереди берешь. Что охраняешь, то имеешь. Ничего не охраняешь, ничего не имеешь. Недаром говорят, все на охрану всенародной собственности. Мы сразу на ноги встали. Семья у нас четверо, две дочери. Не все купишь сразу, но постепенно купили все. Живем. Платье дочерям сами исправляем. Швейная машинка есть. Сколько было слез, пока купили. Теперь, слава богу, есть. Почини, строчи, сколько хочешь. Раньше ведь мы жили на Дальнем Востоке, в коммуналках. Теперь в отдельной, со всеми удобствами. Вода любая, холодная, горячая. Отремонтируй магистраль и залейся, купайся хоть каждый день. Телевизор прекрасный. Подпаяй там какой-то пустяк и отдыхай, смотри. Да что, плохо живем? Да слава богу, у всех по два, по три пальто. Плащи, платья, костюмы. Под шею подгони, там, воротник переставь, рукава подправь. Хлястик передвинь, подкладку укрепи и носи сто лет. Ботинки подклей, растяни, подбей и носи. Швелия машинка Подольская, новая совсем. Ее только отремонтирки строчи, все же есть, господи. Вон же все стоит. Ничего ж теперь не надо вручную. Пол протереть, полотер специальный. Ну там какая-то ерунда, мастер говорит. Привезите в мастерскую, через неделю, пожалуйста, забирайте. Пылесос прекрасный, будит как зверь. Ну там надо какие-то уплотнения поменять. И он сразу сосать начнет. А велосипед для здоровья прекрасный, малоговоритный. Его ж на заводе обменять, это же удовольствие. По утрам, за хлебом, за молоком. У нас надо пораньше выезжать, чтобы застать. Молоко особенно, да. Сердце укрепляет, ноги укрепляет. Ну я-то уже давлением страдаю. Так мы аппарат для измерения давления купили. Специально через Собес. Ну странное дело, давление огромное, а чувствую себя хорошо. И наоборот, как нормальное, голова раскалывается. Дочерям померила, у малышки тоже огромное. А бегает, прыгает, как ни в чем не бывало. Ну там шкала сдвинута, и ртут не опускается. Но его отремонтировать, это же как удобно. Это же не нужно каждый раз врача вызывать. Лекарство принимаешь по схеме. Пока мы тут напутали, от гипертонии что-то не то принимали, полегли все. Для девочек проигрыватель купили недорогой, пусть крутит. Но он не работает, там иголка по три раза одно слово произносит. То есть язык учить хорошо, а вот мелодию не поймаешь. Мастер говорит ему головку поменять, и наши пластинки не подходят. Кривые очень. Так чего ж нашему проигрывателю наши пластинки не подходят? А чьи? Ну в общем и музыка есть, и все удобства, все удобства. Бачок мы сами переделали. Крышку содрали, и внутрь рукой лезем, там все регулируем. Открываем, затыкаем, и дети научились. Прекрасно все, лишь бы вода была. Воды вот нету. Телевизор-то мы давно смотрели. Ну, так, да, мы уже телевизор давно не смотрели. Или давно смотрели, что одно и то же. Это я только что придумал. В общем, телевизор мы давно смотрели, но как это ремонтируют? Не знаю, как вам, нам такие новости сообщают. Вот тех лет, там на каком-то заводе что-то пустили, в каком-то районе к уборке приступили, на какую-то фабрику там что-то, бол завернули, гайку приварили, собрание провели. Таких новостей, может, каждый день по тысяче. А может, у нас так телевизор работает? Может, его отрегулировать, он такое сообщит? Ну, мол, не завод начал выступать, а в магазин что-то прибыло, и молоко теперь будет. А мне говорят, ну, во-первых, для этого надо хорошо работать. Так мы уже согласны. Кто ж хочет плохо работать, чтобы плохо получать? Ну, надо решить одну простую проблему, чтобы кто-то, кто лучше работает, все-таки лучше жил. Как бы это ни было противно окружающим. Спасибо за внимание. Может, попробуем без очков? Нет, лучше в очках. Забываешь какое-то слово, потом все равно начинаешь... Очки... Мальчик, отодвинь текст. Я как идиот. Я, когда покупаю себе часы, вот я покупаю их в очках. А потом надо кого-то просить, чтобы увидели, который час. Вместо того, чтобы купить раз и навсегда, хорошие крупные часы, ведь без очков. Собрание на ликородочном заводе. Председатель, разрешите собрание актива нашего 48-го ликородочного завода считать открытым. Аплодисменты он наливает себе из графина. Товарищи, налил себе, выбил. Товарищи, сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему изыскания внутренних резервов. В состоянии дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опре Николай Егорович. Начальник транспортного цеха. Наливает себе из графина. Петр Иванович, ну что докладать? Есть достижения, есть. В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Крылов опять взял на себя, как и в прошлом году, и все это с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шофера-водители ящерно-разливочной тары Лоренов и Гудько тоже взяли на себя завозить точно в указанной путевом листе магазин с минимальным боем по пути, то есть свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре. 50 литров на тонну километр водки и 25 килограмм на тонну километр дорогих конячных изделий. Наливает себе из графина. Теперь самодеятельность. Артисты, приложенные нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуары. И еще. Мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые вводятся у нас на складе готовой продукции. Уборщица Симакова в пятницу за час перед концом дня вызвала начальника пожарной охраны завода, и они вдвоем пытались изгнать чертенка из межуяшечного пространства. Он дразнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе. К концу недели уже многие его видят. А сейчас он вообще стал появляться с дружками. Мы должны что-то решить здесь. Наливает себе из графина. Теперь культмассовая работа. Артисты до сих пор здесь, хотя многие из нас сами поют. Физико-акробатический этюд, который мы недавно приняли на работу, удискулистрировался. Вот вся пирамида рухнула и лежит посреди двора, хотя их багром толкают двое разнорабочих. Председачи. Рых, рых, регламент. Начальник транспортного цеха. А как же? Вот. Поэтому я предлагаю назначить первые выборы на любой момент. Нам это только давай, если, в общем, конечно, красивая женщина. Председачи. Так. Наливает себе из графина. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Доложьте нам. Начальник транспортного цеха снова на трибуне наливает. Если вопросов нет, я начну. Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год. Мы перевезли по маршруту в винный склад, в винный магазин 45 тысяч, 8 миллионов и 6 десятых литра крепких, крепленных и слегка разбавленных изделий. Водители Лорионов и Кутько обещали сэкономить тонну километров вдвое и бойтары произнести с учетом интересов. Председачи. Спасибо. У вас есть вопросы к докладчику? Начальник транспортного цеха. Нет. Садится в трибуне. Председачи. Теперь попросим начальника транспортного цеха. Расскажите нам об изыскании внутренних резервов. Начальник транспортного цеха. Он в зале? Начальник транспортного цеха. Не, не, он здесь, здесь. Он на трибуне. Председачи. Молодец. Быстро добрались. Доложьте нам, начальник транспортного цеха. Товарищи, водители Лорионов и Кутько, используя слабые места, а также порожняк, взяли на себя долбол и приказали долго жить. Наливает себе из графина. Председачи. Ну вот, значит, справитесь. Начальник транспортного цеха. А как же? Председачи. Ну вот, а где наш начальник транспортного цеха? Интересно, как у него. В прошлом цеха хронически отставал. Если его найдут немедленно, на трибуну. Где начальник транспортного цеха? Начальник транспортного цеха снова на трибуне. Товарищи водители, наш цех хронически отставал. Теперь хронически обгоняет. И задолго до конца успешно встретил Новый год. Водители Лорионов и Кутько, используя один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, ну, чтобы напрасно не возить в эти проклятые магазины. С одной заправки Лорионов и Кутько выезжают с утра на линию и возвращаются в гараж поздно днём, где и ночуют, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал ветошью из своих одежды. Председатель, спасибо. Начальник транспортного цеха, пожалуйста. Председатель наливает себе из графина. Жаль. Жаль, что вам так и не удалось подружить начальника транспортного цеха. Начальник транспортного цеха, ну и чёрт с ним. Председатель, на выговор мы ему запишем. Начальник транспортного цеха, а как же. Председатель, от молодёжи завода, ученик кладовщика, Младший шуцерчик на наливе с крепостью до 40 Над трибуной вслокоченная голова Голова Мы, молодые шуцерчики Падает Представляешь, жаль, что он ушел Делова поднимается Мы, ваша смена Падает, поднимается Я никогда не забуду своего учителя Смесителя Волобоева Григория Григорьевича Он уже на пенсии в больнице в тяжелом состоянии Но его заветы и указания по управлению шуцером высокого напора Он завещал нам, молодым падает И мы, молодые, появляется Мы, молодежь, председатель Ну, молодежь, не усидит Так и мелькает, а? От кровь играет, а? Товарищи, что-то тихо стало в зале Есть предложение Пригласить вторую бригаду артистов Когда уйдет та бригада, которую мы пригласили в прошлом году Вот, кстати, кто их видел и где их видели? Я их в прошлом месяце встретил в разливочном Домой не пишут Некоторые одичали Бродят по территории Прячутся от людей Не имеют зимнего В плащ-палатках Костры жут С капотов снимают ватники Кто видел юрисконсульта? Мы его взяли два месяца назад На проходной, говорят, не выходил Надо найти, у нас в него вопросы накопились Теперь такси в прошлом году вызывали Машина уже заржавела Где он сам? Жена каждой ходит, умоляет Кто водил студентов по цеху готовой продукции? Где экскурсия? Это же ловное дело Мы должны вернуть хотя бы часть Теперь доска почета справедливые нарекания вызывает Вот вы фотографы Да не вспыхивайте, когда с вами разговаривают Вот вам все время не везет Жуткие рожи на доске почета Да не надо у станка Надо поймать его до работы Это еще можно узнать А теперь прошу к столу В честь завершения соревнования С засолочным пунктом имени Боцмана Адзюриса Прошу Спасибо за внимание Покупатель и продавец в магазине Покупатель шепотом Подмигивая, глядываясь Мне туфли комнатные Вам звонили обо мне? Продавец шепотом Звонили Покупатель шепотом Куфли, туфли комнатные Продавец шепотом Понятно, не кричите Нету Покупатель шепотом Оглядываясь Ясно Куртка оригинальная На меня Пятидесятые два Продавец тише Покупатель буду тише Продавец всюду уши Покупатель, ну, куртка Продавец Покупатель на меня Покупатель оригинальная Продавец Покупатель есть? Нет Брюки интересные Пятидесятый Продавец Тихо Нету Вам же звонили Продавец, да Дубленочка Нету Вам звонили и не звонили? Звонили Может, я попозже? Продавец оглядывается Не надо Покупатель оглядывается Тогда я больше не зайду Продавец Покупатель, вы меня больше не увидите Продавец Покупатель, может позвонить? Продавец, не надо Покупатель, не буду Продавец, только умоляю Покупатель, я могила Исчезаю Продавец, куда? Через черный ход Вот, внимание Это было очень популярно Тогда Если бы я бросил пить Не гулял с друзьями Я вспоминаю концерты Джазовых музыкантов Когда выходит солист Начинает солировать Публика уже аплодирует Только-только начинается Так что спасибо знатокам Значит, если бы я бросил пить Не гулял с друзьями Не танцевал Не тратил столько времени на женщин Был бы усидчив Я бы писал Читал Рассчитывал Изучал Брал на дом работу Подмечал острым глазом Изобретал Выступал в журналах Сидел ночами Что-то открыл бы От долгого сидения Что-то открываешь Защитил бы докторскую Написал бы пьесу Еще одну Получил бы премию И уже тогда гулял бы с друзьями И танцевал И тратил много времени на женщин Что я сейчас и делаю Без этих хлопот Ну сейчас вспомните то время По этому монологу Он наше чудо Он наша гордость При виде женщины встает Дает ей стул, пальто Не спит на собрании После доклада о международном положении И происках сил реакции Ему стало плохо Остальные окружив Долго смотрели на него И даже проводив скорую Не могли разойтись Так это на всех подействовало Через него начинаешь чувствовать Ему скажут Не волнуйтесь Мы этот вопрос решим через неделю Он верит Запоминает Приходит через неделю И спрашивает Ну как Что как Все забыли о чем это Через него чувствуешь Мы им просто гордимся Он в общем вреда Никакого не приносит Но удовольствие масса Видит посторонним Вход воспрещен Не затолкнешь Все туда рекой текут Что-то выносят оттуда Этот не с места Такая канареечка Все-таки уже под сорок И такое чудо маленькое А если познакомствую Что-нибудь То вообще не дай бог Но некоторые видят Как он живет Как одет Пожалеет Иди мол туда Я там договорился Не идет Серьезно К нам толпами валясь Спрашивают Где он Мы говорим Вот оно окна Он работает А на него стоят Смотрят Одна чертежница Стояла и смотрела На него полдня Он же отказывается Стричься Лечиться Дома все механизмы Не действуют Ну гонят его Иди Стрегись Лечись Не идет Не может в рабочее время А в нерабочее Те же тоже не работают Вот А при всем при том А при всем при том Поговорить с ним Ничего такого не почувствуешь Вот как вы Как я Хотя видимо Что-то есть Но внешне Как вы Как я Все ко мне бегают Я с ним рядом сижу Я говорю Что вы бегаете Он действительно такой Не надо его раздражать Кстати он холостяк Мы уж его знакомили Он симпатичный Если бы не одежда Он же все В магазинах Еще в начале месяца Чтобы без очередей Ну и выглядит Как из Допра Ну то есть Как из тюрьмы Все на нем Скороход Красный треугольник Кемеровский промкомбинат Но если эту кирзу И дерюгу содрать Он там симпатичный Знакомили Знакомили Ну конечно Эти женщины Недовольны были Даже пожилые Которым совсем терять нечего Стихи читает Книжки дарит Чай пьет Идиот В общем Нам тоже крыть нечем У них факты Мы говорим Ну он такой Принимайте его таким Это что Он на зарплату жить будет Будет Он же не прикидывается Он действительно такой Это же он как-то сказал Давайте напишем Пусть этого продавца Заменят другим Будет иначе Честное слово Душой возле него отдыхаешь Вот намотаешься Где-нибудь Набегаешься Налаешься Наобещал тебе кто-то Золотые горы Сам вообще не явился Приходишь к нему Расскажи Ну вот расскажи Как ты себе представляешь Вот вообще А как бы ты хотел А какие должны быть отношения Он говорит А ты сидишь Думаешь о чем-то Как на берегу моря Мы очень его бережем Говорят Где-то девочка появилась Под Архангельском Такая же Если их познакомить Окружить плотно Накрыть чем-то сверху Очень интересная порода людей Может пойти Спасибо Вам привет называет Что ты пристал Какой мне привет Откуда Ну откуда Пристал как банный лист Вам привет Вам привет Ну откуда От кого нам привет Ну еще чуть-чуть Ну поднажмись Не помнишь Ну вспомнишь передашь А как моя фамилия А как зовут И от кого привет Ну и кому ты нужен Со своим приветом Если ты ничего не можешь вспомнить Почему подождите Мы уже час с тобой возимся У каждого забора По полчаса стоим Не можешь не мучайся Так я тебе и дал свой адрес Чтоб ты ко мне домой приперся Плевал я на твой привет Передай ей Ах это он передавал Ну кто Ну жмись Ну все Отстань Уди Вот иди вон туда Встань и вспоминай Там ты никому не будешь мешать Я вернусь через час Отпусти рукав Люди собираются Ты же меня знаешь Уйду без пальто Не смотри на меня Не поможет У тебя изнутри Не подымается Беги Все у меня нет времени Не держи меня за руку Не потей Мы уже три часа ходим Взявшись за руки Смотри Вон рыбу дают И никого Беги Для всех займи Ну Вот тебе и взрослый мужчина Платок есть Ну все хватит Ну давай еще раз Для твоего выздоровления Чтоб тебе роды облегчить Откуда мне привет Это Гриша из Севастополя Где ты был проездом Не помнишь Откуда ты ехал Из Павлодара Куда Викторин Слав Не помнишь Это Елизавета Ивановна Из Кустаная Борисов Герман Павлович Из Ленинграда Полковник Такой Ракетчик Здоровый такой Красный Официант Джорик Из Риги Худой заикается А где ты был Кого ты встретил Ты рядом сидел Не помнишь Рядом лежал Ты что рядом делал Где привет передавали Обстановку вспомни Музыка играла Официанты там Зелень за окном Каскад В Сочи Музыка играла Простыни белые Больница в Нарьянмаре Солнце Зелень за окном Музыка играла Каскад 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 Передай Передай ему Спасибо за весточку Скажи У него тоже Все хорошо Только он Внезапно Умер на нервной почве Иди Я не буду стрелять Иди Что внешность человеческая Ничто Главное это ум Что такое форма лица Или носа Размер глаз Прическа Все это мелочи Главное ум Взгляд И интеллект Вот что главное Но если к этому Еще красивая внешность Тогда все Осталось денег достать А что деньги Ерунда Когда есть ум И такая внешность Но если есть еще деньги Все Нужно только Чтобы они любили Друг друга А если есть ум Внешность Деньги И они любят Друг друга Нужны успехи В работе И счастье В личной жизни А когда есть ум Внешность Деньги Любовь Успехи В работе Нужно только здоровье А когда есть ум Внешность Деньги Любовь И здоровье Нужно чтобы Все это сошлось У кого-нибудь Одного человека А этого не бывает. Мы с приятелем выиграли торт до медыха. Нас с ним никуда не пустили. Несогласованы, знаете, дарят одни, за чистотой следят другие. Но мы с другом выпили по сто. И поняли, что награжает одни, убирает другие. А мы намусорим. А так на коленках съели, только костюмы испачкали и все. Пальто мне заказали с воротником. Отобрали мы у ателье это пуальто. Хотели им обратно насильно вернуть. Вплоть до мордобоя. Ну, чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная. А в пальто, в трамвай не могу войти. Место уступает и без очереди пропускает. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Ну и на воротнике тот мех, что от медведя остается, когда уже всю шкуру поделили. Хотели им насильно вернуть. Но их больше, не хотят они. Ну, выпили мы с Григорием по 200. Одел я пальто. Смотрится Касантин. А что, нормальное, говорю? Отличное. Они же объяснили, что этот заболел, а там подкладка, усадка. Девочки молодые шьют, а на 70 рублей никто не идет. Они же все объяснили. Так и носи, так и ношу. Часы купили. Через два дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, он все 10-е показывает. Выпили мы по 250. Посмотрел на часы. Нормальные часы. Потом стрелки остановились. Мы сразу по 300. Я посмотрел на часы. Корпус есть, цифры есть. Шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. Ну и правильно. Сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя же всем летом делать. Нормальная квартирка. Опять в санаторий попали специализированный. Ну еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий. Отлично, Константин. Обратно лететь. Сутки на роддроме торчали. Полсуток погода. Полсуток техническое состояние. Пять часов в салоне багаж грузили. Шесть часов выгружали. Но у нас с собой было. Нормально, Григорий. Отлично. Все равно быстрее, чем поездом. Подсчитали, вроде бы не быстрей. Вроде бы даже медленней. Ничего, говорю, по буфетам походить. Мы с людьми познакомились. На скамейке полежали. Наземные службы отстают. Воздушные обгоняют. Мы в их положение вошли. Теперь им в наши. И нормально, Григорий. Отлично, Константин. Посидели, отдохнули. Сейчас летим обратно. Правда, сели в Куйбышевы. Потому что Пермь не принимала. Хотя нам надо в Харьков. Ну, у нас с собой было. Сейчас город посмотрим. Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Нам сказали, что стоянка шесть часов. Через час предупредили, чтобы не уходили. Через два часа взлетели. Ну, не все, конечно. Те, кого предупредили. Ну, у нас с собой было. Поездом поедем. Чего расстраиваться? Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Приехали домой. Снова пальто на глаза попалось. А у нас опять с собой было. А чё? Гриш, ну пальтишка-то нормальная? Отличное пальтицо. Носи на здоровье. Слушай, чё, я буду ходить сзади и объяснять, что никто не хочет на 70 рублей за утюгом, торчать. Тепло тебе, Константин? Ты не смотри, что лето. Ты прикинь. Тепло внутри. Жара. Всё отлично. Носи и будь здоров. Будь здоров. Мы к девушкам ходили. Два месяца к нам никто не приходил на свидание. Гриша, говорю я, может пальтишко снять? Слушай, они разбегаются. Не снимай. Если ты человек, ты другого внутри пальто разгляди. В его глубине. А без пальто нас каждый полюбит. Тут мы с ним в один город поехали. Ну не просто, а по приглашению председателя горесполкома. Он по телевидению выступал, мол, приезжайте в наш город. Вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе. Так упрашивал, мы сели, поехали. Но у нас такое впечатление всё-таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти. Объяснили секретарше, что мы не просто свалились, а приехали по приглашению. Ну, она нас сразу за дверь выставила. Вас много, гостей мало, с ума сошли. Так и будете по всем городам ездить, чьи председатели по телевидению выступают. Ну, мы на вокзале при буфете приняли по 200. Нормально, говорю. Ну что, действительно, нас много, мест мало, нас много, штанов мало, нас много. Тут один выход, Григорий. Нас должно меньше быть. У тебя детей есть? Нет. И у меня детей нет. Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Всё-таки, вот сколько анекдотов пошло после этого монолога. Как приятно было так слышать это всё. И про Черненко, и про Целковского. И ещё, в общем... Врач, как лечит стариков врач. Здравствуйте, папаша. Здравствуйте, доктор. Значит, старик, здравствуйте, доктор. Врач, папаша, времени мало. На что жалуетесь и домой. Старик, знаете, меня по ночам что-то схватывает за талию и держит. Врач, жена у вас есть? Старик, умерла жена. Врач, видите, жена уже умерла. А вы на что жалуетесь? Старик, знаете? Врач, всё знаю. Вам сколько лет? Ого, 73. Что ж вы ещё хотите? Старик, понимаете, доктор, по утрам, врач, понимаю, отец мой, по утрам и по вечерам. Это всё возрастное. Папаша, иди спокойно, не загромождай. Старик, но этого раньше не было. Врач, конечно, не мало. Конечно, не было. Вам когда-нибудь было 73? В первый раз. Старик, может быть, послушаете? Врач, что слушать? Я знаю наизусть. Ну, поднимите рубаху побыстрее, папаша. Так и быть, не дышите, не дышите, отче. Теперь дышите, дитя моё. Теперь согнитесь пополам. Старик, тяжело. Врач, видите, уже тяжело. Начинаем перекличку. Ревматизм. Старик, есть. Радикулит. Старик, есть. Ревмокардит. Старик, есть. Желудок, старик. Нет, врач, всё нормально. Всё нормально, старик, всё в порядке. Старик, как же, врач, возрастное всё. Ну, от времени, от времени. Старик, может быть, выпишите что-нибудь, врач? Да что выписывать, рецепт тратить? Иди спокойно, папаша. Иди домой. Старик, может быть, греть? Врач, грей, сядь на печку, приободрись. Старик, паровое у меня, врач. Возрастное, папаша. Возрастное. Семьдесят три года громыхал. Отдыхай, парец. Мне молодёжь надо лечить. Следующий. Я не знаю, как для вас. Для меня... Это для вас женщина называется. Не знаю, как для вас. Для меня 8 марта, второй день рождения. Я холостяк, не старый. Мне 18 до 17 года, плюс 51, минус подоходный, плюс бездетность. Я по профессии бухгалтер. Итого мне 69 с копейками. Все друзья хотят меня женить, ну, потому что люди не выносят, когда кому-то хорошо. Но я не спешу. 69, время ещё есть. С моим возрастом, о котором я сказал выше, с моими данными, о которых я скажу ниже, я мог бы женить на себе вес балет большого театра, но я не тороплюсь. Мне говорят, слушай, Сигизмун, для тебя есть девушка в Ташкенте. Стройная, как козочка, ароматная, как персик. В Ташкенте? Улица на ВАИ 65, вход со двора налево, отдельная квартира с отцом? Да. С чёрными глазами заикается? Да. Тётя болела желтухой в 36-м году? Да. Хорошая девушка. Но зачем привязывать себя к одному месту? Я всю жизнь менял адреса и места работы. Менял, когда мне не нравился пейзаж за окном и голоса сотрудников. Зачем же мне затихать вдали? И я сказал себе, Сигизмунд, тебе рано отдавать. Ты ещё не всё взял от жизни. И я сбежал к одной врачище. Доцент. Вот такая толстая диссертация. И тема очень интересная, что-то там в носу. Такая умная женщина, бывала по радио, буря мглою небо кроет. Откуда эта Сигизмунд? Я только открывал рот и напрягал память, как она говорила, ты прав, это Евтушенко. С ней я пошёл дальше всех. С ней я дошёл до ЗАГСа. У меня уже был букет. Мы с её мамой перешли на ты. А папа подарил мне белые тапочки. И тут я сказал себе, стой, Сигизмунд. Она чудная женщина со всеми удобствами, с горячей водой, в прекрасном районе, но умна, угнетающая. С таким же успехом можно жить в библиотеке или спать в машиносчётной станции. И я бежал к третьей. Та ничего не соображала. И я почувствовал себя человеком. Я сверкал оснароумием. Я пел и решал кроссворды. А она сидела, раскрыв рот. Когда человек, раскрыв рот, смотрит на вас целый день, это приятно. Но через месяц это начинает раздражать. Я ей говорю, закрой рот, я уже всё показал. И хотя бы лужины нас поздравляли. И её папа подарил мне белые носки. Я сказал себе, стоп, Сигизмунд. Шутки шутками, но могут быть и дети. И я бежал домой, где из живых людей меня ждёт только зеркало. Но сегодня, женщины, у нас с вами большой день. Я чувствую, что я созрел. Сегодня я выгляжу, как никогда. У меня ещё стройная фигура, блестящий в некоторых местах костюм, слегка подкашивающиеся ноги, небольшое пришёптывание при разговоре, посвистывание при дыхании и проспоскребывание при ходьбе. Но если меня в тихом месте прислонить к тёплой стенке, со мной очень-очень можно поговорить. О восьмом марта, о весне и о вас, женщины. Готовьтесь, птички, я еду к вам на трамвай. Юзик-юзик, это дедушка и внук. Вот это Одесса. Это даже не Одесса, это такая семья Юзик-юзик. Это дедушка и внук. Дедушка не может быстро. Дедушка устал. У дедушки ноги старенькие. Давай посидим. Ты же хороший мальчик. Сядь, юзенька, сядь, дорогой. Я сказал, сядь. Я к стенке сказал или кому я сказал? Или к стенке или кому? Дедуля что сказал? Что надо дедуле сказать? А, бандит, чтоб ты был здоров арестант. Если бы у меня было такое детство. Ну-ну. Наша мама всегда стирала, а мы всегда ходили грязные. И какой гвалт. Пятеро хотят писать, один хочет селедку. Какие книжки, какие тетрадки. Я еще получил очень удачное образование. Я чинил примуса. Ты слышишь, Юзик? Головки, пистоны, насосы. Я знаю. Главное, это керосин, чтобы он горел. Моя вся жена пропахла керосином. Нас нельзя было позвать в гости. Они от нас имели аромат. Собаки падали в омрак. Ты не знаешь, что такое примус. Вся Одесса качала по утрам и вечерам. И ревела, и взрывалась. Я тоже был отчаянным. Я имел троих. И они выросли. Старший стал военным. Утонул в Керченском проливе в первые дни войны. Младший кончил политехнический. Уехал в Новосибирск. Твоя тетя закончила консерваторию. Сидит в Москве. Все разъехались. Все ищут счастье. Только мы остались на месте. Ты знаешь, Юзик, я так смотрю и думаю. Что я такого сделал особенного? Так я тебе скажу, что. Ничего. Все вложил в детей. Стакан молока – дети. Кусочек яблочка – дети. Ложка сахара – дети. Твой папа был слабый мальчик, ему нужны были витамины. А твоей тете нужен был приличный инструмент. Она же в консерватории. Так всю жизнь. Вы маленькие. Мы переживаем, что вы болеете. Вы старше. Мы переживаем, что вы плохо кушаете. Потом вы устраиваете нам попадание в институт. Мы ночи не спим. Потом вы женитесь. С нами такое творится. Моим врагам. Что надо сказать дяде? Ну, здра. Здра. Ох, сейчас я ему напомню. Он всю жизнь будет помнить. Ну. Здра. Такой бут здоровый. Здоровенный бут. Четыре года скоро. Отдай девочке мячик. Отдай солнышко. Ухаживай за ними. Все равно они отдают нам больше, если они хорошие. Все равно они отдают нам все, если они золотые. Твоя бабушка была и ударник, и застрельщик. Я знаю кто. А дети на ней. Весь дом на ней. Я ей говорю, Соня, перестань уже, перестань. Дети все устроены, мы на пенсии. Перестань, Соня, поспи до восьми. Поедем к детям. Дети со нами будут ухаживать. И мы сели на колеса и поехали в Новосибирск. Где твой папа кандидат, а мама аспирант. Все математики, все в очках. А кто будет варить обед? И я вижу, моя Соня стирает, я выкручиваю. Она моет полы, я стою в очередях. Кое-как поставили этих кандидатов на ноги. Поехали к дочке, уже Москва, уже скрипачка, уже все удобства. И что я вижу? Соня стирает, я выкручиваю. Соня варит, я стою в очередях. Поставили на ноги скрипачей. Сняли у них шеи детей. Вернулись домой. Дома отдохнем. Летом у моря. Мы на пенсии. Дети съедутся, будут ухаживать. Съехались дети. Что я вижу? Соня стирает, я выкручиваю. Она варит, я тяну с базара такие кошелки. Лошади оборачиваются. Дети должны отдохнуть. У детей один только месяц. Так мы не пойдем на море. Я не помню, когда я был на пляже. Лет 10 назад, случайно. Неважно, мы отпляжили свое. Что нам надо, Юзик? Совсем немного. Чтобы у детей наших было немножко больше счастья, чем у нас. Чтобы ты уже попал в институт и удачно женился. Есть такие жены моим врагам, ты же знаешь. И чтобы у тебя были хорошие дети. И чтобы они попали в институт и удачно женились. И чтобы у них были свои дети. Тоже хорошие, тоже способные. А мы будем ездить. И не будем говорить о своих болячках. Потому что у кого их нет, еще не хватает об этом говорить. И будем смотреть на наших внуков и радоваться. И потихоньку уходить. И все это называется очень просто. Хорошая старость. Правда, Юзик? Ты же все понимаешь. Ну дай ручку дедушке. Дай золотко. Мы уже идем. Бабушка нас ждет. Дай ручку. Чтоб ты не знал того, что я видел. Чтоб ты был здоров, Юзик. Дедушка не может быстро. Не забывай. Теперь я уже буду читать то, что я уже читал. С чего это все уже началось. Когда мы как-то расстались. Вернее, больше, скажем, со мной расстались. Я бы никогда не ушел. Но так как я ушел, то я уже стал писать для себя, для Карцева и Ильченко. Вспомнил своего учителя Борис Ефимович Друкер, говорящий со страшным акцентом. Преподаватель русского языка и литературы в старших классах. Орущий, кричащий на нас с седьмого класса по последний день. Недовидимый нами самодурый деспот. Лысый, в очках, которые в лоб летели любому из нас. Ходил размашисто, кланяясь в такт шагам. Бешено презирал все предметы, кроме своего. Бортник, вы ударник. Он не стахановец, он ударник. Он кошмарный ударник по своим родителям и по моей голове. И если вас не примут в институт, то не по тому, о чем вы думаете. Кстати, по тому, о чем вместе или раздельно. Что ты скажешь? Получи два и думай дальше. Этот мальчик имеет на редкость задумчивый вид. О чем вы думаете, Лурье? Как написать стеклянный, оловянный, деревянный? Вы думаете о шахматах? Шахмат? Вы мне шах, я вам мат. Это будет моя партия. Я вам обещаю. А вы проиграете жизнь за вашей проклятой доской. Повернись. Я тебе дал пять. О чем ты с ним говоришь? Он же не знает слова стреляный. Не дай бог, вы найдете общий язык. Пусть он гибнет один. Внимание! Внимание! Вчера приходила мама Жванецкого. Он переживает. Я ему дал два. Он переживает. Он имел мужество сказать маме. Так я тебе дам еще два, чтобы ты исправил ту и плакал над этой. Посмотри на свой диктант. Ты посмотри на свой диктант. Красным я отметил твои ошибки. Это кровавая, прострелянная в десяти местах тетрадь. Но я дал тебе три. Три с плюсом тебе и маме. Сейчас, как и всегда, я вам буду читать сочинения Григорианца. Вы будете плакать над ним, как плакал я. Мусюк, ты будешь смотреть на меня. Нет, Мусюк, ты будешь смотреть в окно после моей гибели. А сейчас смотри на меня. До боли, до слез, до отвращения. Борис Ефимович Друкер, его брат, литературный критик, был арестован в 48-м или 47-м. Мы это знали. От этого нам тоже было противно. Брат врага народа. Борис Ефимович Друкер, имевший в классе любимчиков и прощавший им все, кроме ошибок в диктанте, Борис Ефимович Друкер, никогда не проверявший тетради, он не унижался, он для этого брал двух отличников, а уж они тайно кой-кому исправляли. И он, видимо, это знал. Борис Ефимович Друкер брызнул слюной сквозь беззубый рот. Какая жуткая специфическая внешность. Почему он преподавал русскую литературу? Каким он был противным Борис Ефимович Друкер, умерший в 59 лет в 66-м году, и никто из нас не мог быть и за гробом, мы уже все разъехались. Мы собрались сегодня, когда нам по 40. Так выпьем, когда нам по 40. Так выпьем за Бориса Ефимовича, за светлую вечную память о нем, сказали закончившие разные институты, а все равно ставшие писателями и поэтами, потому что это в нас неистребимо, от этого нельзя убежать. Встанем в память о нем, сказали фотографы, инженеры, подполковники, моряки, которые до сих пор пишут по-русски без единой ошибки. Вечная память и почитание. Спасибо судьбе за знакомство с ним, за личность, за истрепанные нервы его, за великий, чистый, острый русский язык. Его язык, ставший нашим, и во веки веков. Аминь. АПЛОДИСМЕНТЫ Дедушка, дедушка, ну вы знаете, это монолог, дедушка, дедушка, вы вообще все знаете. Это я вспоминаю. Я уже многое забыл. Дедушка, дедушка, как ваше здоровье? Нет, нет, мы не знакомы, дедушка, но меня интересует. Ну вижу, вы вздыхаете. Ну честное слово, я просто так. Как ваше здоровье, дедушка, дорогой? Да нет, я не из поликлиники. Да я же говорю, просто так. Да нет, ну что вы, дедушка, я не от Зины, я не знаю Зину. Я прохожий. Вижу, вы переходите улицу, я шел за вами. Ну я случайно шел за вами. Я думаю, спрошу, как здоровье, погода великолепная. Ну не хотите отвечать? Пожалуйста, до свидания. Я говорю, я просто поинтересовался. Ну честное слово, я вас не знаю. Клянусь, я вас вижу первый раз. Я просто так спросил, как ваше здоровье? И все. Ну хорошо, не хотите отвечать, не надо. Я пошел, до свидания. Отец, 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 идите своей дорогой. Я говорю, у меня сегодня хорошее настроение. Я спросил, как ваше здоровье? Я ничего не думал. Ни знакомые, ни работали вместе, ни учились. Как могли учиться вместе? Я не знаю, вашу дочь, и в Саратове никогда не был. Я просто спросил, как ваше здоровье? Вы не захотели ответить. Все, вам куда? А мне налево. И чудесно. И будьте здоровы. Папаша, ну папаша, ну бросите это дело. Не приставайте. Папаша, не приставайте. Я же объяснил. Ну посмотрите на себя. Ну вы еле дышите. Вы весь держитесь на этих подтяжках. Я вам говорю, я нервный. У меня просто настроение хорошее. Но я звезданую, и все. Зачем вы эти волнения к концу жизни? Я вам говорю, я за тобой шел. У меня было хорошее настроение. Я спросил, как ваше здоровье, чтоб ты не дошел. Ты понимаешь? Я тебя в жизни не видел и горя не знал. Слушай, переползай на другую сторону. У меня терпение кончается. Какой я тебе родственник? Ты посмотри на мой овал лица. Какой Саратов? Я из Копенгагена. У тебя там есть родственники? И катись, пока я тебе все шнурки не оборвал. Догоню, устрою тебе здоровье на все два дня, что тебе остались. Нет. Если бы ты был моим родственником, я бы на себе руки наложил. Слушай, у меня было хорошее настроение. Я не виноват. Но я разворчу мостовую. Я найду тот кирпич. Дед, отойди. Дед, дай умереть спокойно. Дед, я не знаю, у меня сердце не выдержит. Я тебя не знаю. Граждане, братья, отодвиньте его. Не доводите до кряха. У меня сегодня радостный день. У меня день рождения. Я спросил, как его здоровье. Мне было 30 лет. Я защитился. Вот диплом. Жена красавица. Дети умницы. Я ему говорю, отойди. Я здоровый человек. Меня любят на работе. У меня все впереди. Он ходит за мной с утра. Любимый, старый. Разве я могу его взять за бороду и об себя два раза? Я же интеллигентный человек. Мальчик, мальчик, помоги дорогу перейти. Спасибо. О, сейчас вспомним такую штучку. Алло. Это какой-то характер такой. Нежный такой мальчик. Алло, это милиция? Скажите, вы меня не вызывали? Это ж надо вспомнить этот характер. Боязливый. Повестка была. Это милиция? Скажите, вы меня не вызывали? Я вернулся с командировки, а соседи говорят, кто-то приходил с повесткой. Меня куда-то вызывают. Чижик Игорь Семенович. Лесная 5, квартира 18. Нет, я не знаю, по какому делу. Нет, я не в магазине. Я конструктор. Не блондин. 33 года. Я на всякий случай. Вдруг вы не вызывали? Может, ограбление? Ну, я-то нет, но мало ли. Может, он бы текли витал. Может, вы знаете. Нет? Пока ничего? Значит, вы не вызывали? Извините за беспокойство. Ой. Алло, это военкомат? Вы меня не вызывали случайно? Чижиков Игорь Семенович. Да, обязанный. Младший лейтенант. Конструктор запаса. Ну, я не знаю, может, я уклоняюсь. Или не явился раньше. Мало ли что, может быть. Тут, говорят, повестка была, а я был в командировке. Лесная 5, квартира 18. Проверьте, пожалуйста. Может, что-нибудь не так? Может, я что-нибудь не знаю? Может, вы что-нибудь знаете? Ну, может, допустил что-нибудь? Нет? Не вызывали? Извините, пожалуйста. Ой, кусок горла не лезет. Алло, алло, это суд? Вы меня не вызывали? Чижиков И.С. Лесная 5, квартира 18. Какое ограбление? Не, не участвовал. Я в командировке был. Алиби, алиби. Не блондин. А с кем связаться? И кого спросить? А от кого сказать? Ага. Алло, 23-й добавочный. Николай Петрович, пожалуйста. Николай Петрович. Это Чижиков от Потапова. Я по вопросу вызова в суд. И.С. Он просил меня к вам обратиться. А, просто так явиться и все, да? Завтра. А у меня же нет на руках повестки. Пустяки. И в какую комнату это сделать? Так я же не знаю, по какому поводу. Поэтому же я звоню. В том-то и дело. Вы не подскажете? Конструктор. 167. Не блондин. Голубые. Нет, я не морочу голову. Была повестка. Я не знаю. Может, вы знаете? Может, мне все-таки прийти? Пока не надо. Но вы будете меня иметь в виду, да? Извините, пожалуйста. Алло, это диспансер? Это Чиж говорит. А вы меня не разыскиваете? Я не укрывался. Но может, вы меня разыскиваете? И. И. Лесная, 5, квартира, 18. По этому адресу и прописано. Как же? Нет. Я понимаю, что у меня нечего искать. Но может, вы не можете найти? Может, вы не там ищите? Нет-нет. Сейчас я ищу тех, кто меня ищет. Нет-нет. Этим я не занимаюсь. Нет. Вы трубку не бросайте. Вы проверьте. Повестка была. Это не шутка. Чувствую себя хорошо. Но я-то не подозреваю. Может, вы. Последний раз? Месяца два назад. Нет. Не жаловалась. Конечно, хорошо знаем. Мы вместе работаем. По утрам? Прозрачная. Сейчас посмотрю. Подождите, пожалуйста. Подождите, пожалуйста. Алло. Да, прозрачная. Так я же говорю, два месяца назад. Да нет, не случайно. Мы работаем бок о бок. Просто бок о бок. А может, кто-нибудь другой заявлял? Нет. Я-то не с кем, но, может, кто-нибудь заявлял? Куда позвонить? В милицию. Сказать от вас, да? Алло, это милиция? Это Чижиков из Вендиспансера. Вот мне сказали, чтобы я к вам обратился. Не блондин. Не сидел. 167. Голубые. Нет, я все-таки зайду, да? Пожалуйста, доведем до конца. Спасибо, пожалуйста. Я бегу к вам. Луком не тянет, нет? Луком. Ничего, я выпал пива холодного. Хриплю немножко, сиплю. А настроение отменное. Отличное настроение. У меня всегда вот такое настроение. Умею в жизни только радостные новости себе сообщать. Друзья собираются. Чем у тебя всегда такое хорошее настроение? Ты что, в другую поликлинику ходишь? Зачем туда же? Все исследовал. Все в норме. Ручки, ножки, глазки. Все отличное. Вот такое. Копытца, волоски. Все изумительное. И организм в ответ на заботу работает как часы. Ровно в 12 пищу приму, ровно в 4 на минуту выйду. И вернусь вот с таким настроением. Сейчас пивка выпил, молодым лучком закусил. Вот такой иду домой. Дома все вот так. Отрегулировал. Хоть не приходи. Полный порядок. Салют стоял, смотрел. Вот такой салют. Мало только. 30 залпов. 300 залпов давай. На неделю. Каждый день. Вот такая неделька была. Чесночком не дянет, нет? Ну я же не просто пивка выпил. Все на спор выигрываю. Политически очень догадываюсь. Вот такой спорщик. Ставил на Рейгана полбанка. Ему и пришел первым. Лучком немножко молодым закусили. Знаешь это, берешь лучка, пучочек в салонку. Он, бедный, хурсит в зубах, во рту крепнет и аж начинает гореть. Тут его пивком заливаешь и он тухнет. Вот такой процесс. Но я могу и в сторонку. Запах чем хорош? Не хочешь, чтобы пахло? Отойди. Вот многие спрашивают, как бороться. Запах изо рта. Очень простой метод. Отойди к чертой матери. И запах вместе с тобой. Так же точно. Что-нибудь наговоришь? Тут же отойди. Не стой в этом во всем. Сын у меня. Сын у меня. Вот такой сынок. Ничему не учу. Сам растет, как саксаул. Плохому учить не хочу, хороший сам ищу. Пусть продолжает дело отца. Ищи, сынок. Видишь, отец с голубцей в банке греет. Вот такой закусон. Сам нашел. И ты ищи. Глаза веселые. Посмотри в глаза отца. Голубые, веселые, доброжелательные. Никому не завидовал. Товарищ очень большой начальник. Ну и что? Из всех благ у него только поликлиника и лекарства бельгийские. Потому что его очень надо лечить. Ему надо настроение повышать. А у меня настроение и так. Вот такое. Если других туфель не видел, наши вот такие. Если других машин не видел, запорожец вот такой. И живи. И всем рекомендую не считать себя самыми богатыми и самыми красивыми. А так нормальными. Побогаче одних, победнее других. Зато наш почетный караул лучше всех. Вот такой караул. А жить можно вот так. А дышать можно и в сторону. Запах, он с тобой уйдет, а слова останутся. Так что дыши, чем хочешь, но в сторону. И настроение вот такое. Большой палец болит всем показывать. Попробуем вот это. Зарядку себе придумали, лишь бы не работать, лишь бы дурака валять. Вот здоровый бугай поднимает гири в пустую, воздух перемешивает. Пускай камни таскает или вагонетки с углем. И платить ему не надо. Он же за гири денег не берет. Если весь народ по утрам вместо гири будет яму копать, знаете, какая колоссальная экономия будет? А если другие туда воды накачают и гусей туда пустить, на каждого получится по два гуся. Я же не один день думал, что это дурак. А этот футбол, 22 бугаям мяч перекатывают. А если им вместо мяча дать каток? Они же за полтора часа все поле заасфальтируют. А зрители еще по рублю дадут? Самошедшие деньги потекут. Марафонца, видали? Страус 40 километров дает бегом. Его кто-нибудь использует? Он же пустой бежит. А если он почту захватит или мешок крупы? У нас же составы освободятся. Я уже не говорю про штангистов. Человек полтоны железа поднимает и обратно кладет. Поднимает и обратно кладет. Так дайте ему груз. Чтобы он его наверх подавал. Бочки с селедкой, раствор. Ящики с кирпичом пусть выталкивает. И рекорды ставь. Ты две бочки, я четыре. Чемпион мира шесть. Кто у нас остался? Артисты, художники, ревматики, склеротики. Прочий боевой отряд физически нендоразвитых людей. Их надо использовать на тонких работах. Вот эта балерина крутится, 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 крутится. Аж в глазах ребят. Прицепите ее к динамо. Пусть ток дает. Ты иллюзионист? У тебя из пустого ведра курица вылетает? Иди обеспечивай народ курями. Ведра у всех есть, курей не хватает. Тебе каждое спасибо скажет, если честно, будешь работать. Писатель пишет. Видали, как он пишет? Ходит туда-сюда, обдумывает. Что он там напишет, еще неизвестно. А пока прицепите к нему рычаг. Пусть воду качает. Вот так каждого использовать. Такое будет, такое состояние блага. Такой прогресс, такой урожай. Вместо голубей этих дурных на заборах индюки будут сидеть. И тогда сразу вперед скакнем. Я же не один день думал. Что вы думаете, я дурак? Ну что вы думаете, я дурак. Такой проект был. В конце каждой улицы поставить турникеты. Конечно, можно ходить и так. И на здоровье. Но вот эта бесшабашность куда хочу, туда хожу. Кому хочу, тому звоню. Порождает распущенность, которая дорого обходится всем нам. А так хоть как-то дисциплинировать этот дурной поток. Вот в конце каждой улицы поставить турникеты. Да просто так. Пусть пока пропускают. И не надо пугаться. Только треском дают знать. И дежурные в повязках. Пусть стоят пока и пропускают. Уже само их присутствие, сам взгляд. Идешь на них, лицо горит. После них спина горит. А они же ничего не спрашивают. Пока. А уже эффект есть. Уже дисциплинируют. Ну и в любой момент можно перекрыть. И, конечно, специальные команды имеют доступ к любому дому и так далее. По контуру площадей, по проходной. Ну вдоль забора идет человек. Руками об забор. Допустим, 3-4 перебирания по забору и в проходную. Где его никто не задерживает. Хотя дежурный, конечно, есть. Красочка особая на заборе. Ну там отпечатки пальцев и так далее. Да, боже мой, никто с забора снимать не будет. Бояться нечего. Но в случае ЧП отпечатки на заборе и куда ты денешься. А пока пусть проходит и без документов. Хотя при себе иметь это обязательно на случай проверки, сверки ЧП. То есть, когда идешь на дежурного, уже хочется документы показать. Пройдешь без предъявления, только мучиться будешь. Вот со временем стесняться проверок никто не будет. Позор будет непроверенным ходить. Тем более появляться неожиданно и где попало, вот как сейчас. Или кричать «Мой дом, моя крепость» от внутренней распущенности. Или от того, что тебе там что-то хочется скрыть. Но в коридорах дежурных ставить пока не надо. Начинать, конечно, с выхода из дома. Короткая беседа. Куда, когда, зачем сумочка. А если там дома никого, тогда куда и так далее. Сразу у дверей, чтобы потом не беспокоить. И ключик на доску. То есть, чтобы человек, горожанин, не чувствовал себя окончательно брошенным на произвол. Разъяснить, что приятнее идти, лежать в ванной, когда знаешь, что ты не один. Но что бы ты ни делал, где бы ты ни был, то есть, буквально голая степь, а ты не один. И при любом звонке тебе нечего опасаться. Поднимаются все. При любом крике «Ау, люди!» из-под земли выскакает общественник, туалет за углом и так далее. Григорий, ну это уже ЧП. Гулять надо по вчетвером, по пятером. А если в гости, не забыть направление. Это тоже обязательно. От своего дома оформляется местная командировка в гости. Убыл, прибыл, убыл. Конечно, да, диапазон. Чтоб человек чувствовал себя свободно. Хозяин буквально чем-нибудь отмечает. Да чем-нибудь, да той же печатью. Ставит время с запасом, чтобы гость неторопливо собирался. Контроль личных сумок даже не надо в каждом доме. Не надо, только в узловых местах. Там подземный переход, вокзал, базар. Это чтобы примерно питались все одинаково. Это что даст? Одинаковые заболевания для врачей? Одинаковый рост, вес и скорость для пошивочных мастерских? И, конечно, поменьше незнакомых слов. Употреблять буквально те слова, что уже употребляются. Ну, чтобы не беспокоить лишним словом. Новым. А для красоты через каждые два слова обязательно вставлять отлично, хорошо и так далее. Ну, к примеру, хорошо вышел из дома, прекрасно доехал, отлично себя чувствую, отложил рубль и так далее. Начинать разговор. Говорить номер такой-то. Да, для удобства вместо фамилии телефонные номера. Имена можно оставить. Это и для учета легче, и запоминается. Допустим, привет Григорию, 250-32-48, от Ивана, 338-41, и код 8-0-44. И уже ясно, из какого города, и не надо ломать голову над тем, кто кому внезапно, подчеркиваю, внезапно передал привет. Со временем, я думаю, надо будет брать разрешение на привет, но очень простое. Я даже думаю устное. С перепиской тоже упростить. Все письмо писать такими печатными буквами, как вот эти индексы на конверте. Вначале, конечно, непривычно выводить долго, но настолько облегчается работа почты, и много в таком состоянии не напишешь. И, конечно, вместо автоматических телефонных станций я бы восстановил старые. Вот с наушниками и ручным втыканием гнезда. Вот подумайте, очень много даст. Причем, для упрощения удобства, с выходящими из дома беседуют уличный контроль, дальше контроль проспектов, потом площадей, с теми, кто из города работает высококлассный, международный контроль, ну, а не дай бог, при выходе из государства во всю трудится наша гордость, элита, общевыходной дроссельный контроль под условным названием безвыходный. У них и права, и техника, и максимум убедительности, чтобы развернуть колени и тело, выходящего назад. Лицо можно не трогать, чтобы не беспокоить. То есть, в такой обстановке горожанин и сам не захочет покидать ни ты понимаешь ли родной город, ни ты понимаешь ли родную улицу, а потом и дом станет для него окончательно родным. Сделай мантрак, небольшой. Все очень просто, пишу я, если понимаешь женский язык. Едет женщина в метро, молчит, кольцо на правой руке, замужем спокойно, все стоят на своих местах. Кольцо на левой, развелось. Два кольца на левой, два раза развелось. Кольцо на правой, кольцо на левой, дважды замужем, второй раз удачно. Кольцо на правой и серьги, замужем, но брак не устраивает. Два кольца на правой, серьги, замужем и есть еще человек. Оба женаты, один на мне. Оба недовольны женами. Кольцо на правой, одна серьга. Вообще-то я замужем. Кольцо на левой, кольцо на правой, серьги брошь. Работаю в столовой. Тёмные очки, кольца, брошь, седой парик, платформы, будильник на цепи, барменша ресторана восточной. Мужа нет, вкуса нет, человека нет. Пьющий, едящий, курящий и лежащий мужчина вызывает физическое отвращение. Трехкомнатная в центре, четыре телефона поют грузинским квартетом. В туалете хрустальная люстра, в ванной белый медведь, из пасти бьёт горячая вода. Нужен мужчина со щёткой, тряпкой и женской фигурой. Ни одной из серьги, джинсы, ожерелье из ракушек, оловяное колечко со старой монеткой, торба через плечо, обкусанные ногти, загадочные ноги. Художник-фанатик откликается на разговор о Ферапонтиевом монастыре. Погружена в себя настолько, что другой туда уже не помещается. Бриллианты, длинная шея, прическа наверх, разворот плеч, осанка, удивительная одежда, сильные ноги, балет Большого театра. Разговор бессмыслен, вы пешком, я в Мерседесе. Поговорим, если догонишь. Кольцо на правой, гладкая прическа, тёмный костюм, белая кофта, папироса, беломор. Что вам, товарищ? Кольцо на правой, русая гладкая головка, зелёный шерстяной костюм, скромные коричневые туфли и прекрасный взгляд милых серых глаз. Твоя жена-болван. Спасибо, друзья. Ой, все кричат, францужика, францужика, нет нашей бабы лучше. Наша баба самое большое наше достижение. Перед той и так, и эдакой тетей Мутии встал, сел, поклонился, романы, помолвки, нашей сто грамм дал, на трава и прокатил, твоя. Брак по расчёту не признаёт, что ты ей можешь дать. Её богатство от твоего ничем не отличается. А непритязательная, крепкая, ясноглазая, выносливая, счастливая от ерунды. Пищу сама себе добывает. И проводку, и звёздку, и кирпичи, и шпалы, и ядро бросает невидимо куда. А кошёлки по пятьсот килограмм, и впереди себя коляску с ребёнком. Это ж после того, как просеку в тайге прорубила. А в очередь поставим. Держит? А англичанка не держит, румынка не держит, наша держит. От пятерых мужиков это бьётся, до прилавка дойдёт, продавца скрутит, а точный вес возьмёт. Двагонавожатый поставь, поведёт. Танк дай, заведёт. Мужа по походке узнаёт. А потому, как ключ в дверь вставляет, знает, что у него на работе, какой хмырь, какую гнузость ему на троих предложил. С утра слышали ду-ду-ду, топ-топ-топ, ду-ду-ду. То ни гром, ни мотор, то наши бабы на базар пошли перед работой. Земля дрожит, идут наши святые, наши женщины. Самое большое наше достижение. Плоть от плоти ребрышки наши дорогие. Ох, эти приезжают финны, бельгийцы, новозеландцы. Лучше, говорят, вашей женщине ничего в целом мире нет. Так и зарятся, так и вывозят богатство наше национальное. В чём, говорят, её сила? Она сама не понимает, какая она. Надо? Соображает. Не надо? Не соображает. Любишь дурочку? Держи. Любишь умную? Изволь. Хочешь крепкую? Хочешь слабую. В любой город к нему едет потерять работу не боится. В дождь приходит, в пургу уходит. Совсем мужчина растерялся и в сторону отошёл. Потерялся от многообразия сил и глубины. Слабше значительно оказался наш мужчина. Значительно менее интересный. Примитивный в своих мелких исканиях, проявлениях чувств. Задавили его собственные устремления. Очумел, дурным глазом глядит. Начальство до смерти боится. Ничего решить не может. На работе молчит, дома на гитаре играет. А это ни черта не боится. Ни одного начальника в грош не ставит. До Москвы доходит за себя, за сына, за святую душу свою. За мужчин перед мужчинами стоит. Так и запомнится во весь рост. Отец плачет в одно плечо. Муж в другое. На груди ребёнок лет тридцати. За руку внук десяти лет держится. Так и стоит на той фотографии, что в мире по рукам ходит. Одна на всю землю. А я говорю, чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. Не для удовольствия, просто чтобы понимать своих трудящихся. Так сказать, для обострения восприятия и облегчения выражения. С восьми утра, как положено. Вот вы слышали, ругается на производстве, там директор кроет, подчинённый возражает. Это всё трезвые люди. Слегка выпившие никогда такого не допустят. Кто ж будет налетать на другого, если у обеих, у их обеих, хорошо на душе? Праздниче с утра. С утра праздничное. Вот что производство красивое, кабинеты чистенькие, девушки нарядные, проходная игрушечка, чтобы была вахтёрша баба Даша сексуальная. Это чтобы всё в порядок привести. Сколько времени и средств надо? А так все с утра по чуть-чуть? Послегка. Ну только чтобы солнце побыстрее зашло. И всё. И не нужны расходы на приведение территории в порядок. Значит, вот эта грубость исчезла. Это раз. Для руководителя, который руководит, это главное. Он только крикит из окна. Контакт. Мы все. Есть контакт. От винта. Мы все. Есть от винта. Значит, можно истребовать, и тебя поймут. Можно направить человека, и он пойдёт. Может, он и не сразу дойдёт. Но тебе это не важно. Важно, что он пойдёт доброжелательно. А ты доброжелательно останешься. Потому что такое всё вокруг. Такой коллектив. Поцелуи через каждые пять метров. Кто вошёл во двор, встретили. Вышел со двора, простились. А если у кого-то что-то с семьёй, только вместе садимся обсуждать. И целуемся, и плачем. Директор доберётся до нас, узнает, в чём дело. Заплачет. Тоже живой. Конечно, я бы вас обманул, если бы не сказал, что есть среди нас ещё люди, которые не пьют. Вот понаблюдайте. Понаблюдайте. Я сам видел одного такого года три назад. Аж синий. Глаза горят, руки растопырены, сам скрюченный. За ними, конечно, уже и последить можно. Не может быть, чтобы он просто так не пил. Он или к нам заброшен, или от нас. Вот он себя раскроет, он сболтнёт. Хотя трезвый народ скрытный, не поймёшь, что у него на душе. Мы откровеннее. Ну, конечно, тот, который лежит в канаве, может, не сразу выразит, что у него накопилось. Но постепенно выразит, и двое-трое наших, лежащих рядом, всё это поймут. Потому что у нас всё внимание идёт человеку, а не той дурной машине. Потому что среди наших от механизации высокая травматизация. Значит, всё лишнее надо убрать со двора. Особенно в литейке. Сколько наших немало перепрыгнуть тот ручей, до середины долетали и исчезали, к чёртой матери. А кто и в шестернях вращался подолгу? Не подолгу службы, а подолгу времени. Выключить всё, залить всё водой, чтобы сохранить праздник, чтобы солнце большое и мелкие отдельные недостатки сливались в один и пропадали вдали на радость весёлым, доброжелательным людям с блестящими с утра глазами. Спасибо за внимание. Вы ещё не слышали наш ансамбль. Послушайте. Во-первых, у нас великолепный певец. Очень хороший парень. Всегда одолжит, не курит, не пьёт. Слово от него не услышишь. Мухи не обидел, травинки не сорвал. Ну, конечно, когда поёт, он заставляет желать лучшего. Но вышивает... Ну, прекрасный парень, мы его держим. Пианист, большой общественник. Взносы, культпоходы, все мероприятия на нём. Ну, конечно, мы стараемся, чтобы он поменьше играл на рояле. Ну, если он вырывается, раз его выгонишь, он сам кого хочешь выгонит. К саксофонисту не подходи, он сейчас лечится от запоя. В трезвом виде, очень способный парень, спортсмен-гиревик. Сейчас ему надо лечиться, кто же его выгонит. Эта женщина у контрабаса, мать двоих детей. Ну, конечно, она не может держать ритм. Но разве у вас поднимется рука её выставить? Двое малышей плачут, ищут отца. Ну, пусть она поиграет. Ну, что делать? Этих трубачей мы пропадали... Мы просто подобрали на улице. Пропадали ребята. Так здесь они хотя бы в тепле. Ударник вам не понравится, я уверен. Он уже давно никому не нравится. Но ему два месяца до пенсии. Ну, пусть человек доиграет. Мы же не звери. Теперь вы поняли, почему наш ансамбль так звучит. Дальше. Другая маленькая. Он мне рассказывал. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи, и проблес маяка почти не виден, ровно в три часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова